Каноха вечер. Сегодня жена Намикадзе Минато должна родить троих детей. Миму Наруто, Нарука, Минато поддерживал печать, дабы Лис не вырвался. Кушину перенесли в другую часть Канохи, чтобы было безопасно для деревни. Минато блять больно! Кричала Кушина. Потерпи милая! Попросил Минато. Через полчаса. Бивака уносила двоих детей, а третьего хотела отнести позже как вдруг Бивака упала. Отойди от джинчурики Намикадзе! Сказал человек в маске. Успокойся и отдай моих детей! Взмолился Хакаги. Значит так? Спросил человек в маске. Подкинув два тела, человек в маске выставил два куная в двух руках, с желанием насадить обоих детей Минато. Она рука держала Кушина, прижимая к себе. Минато переместил детей Хирайшиным в дом Намикадзе, не забыв взять на руках. Захотев переместиться к жене, он понял, что опоздал. По Канохи прошел рев Лиса. Через два часа. Я запечатаю Лиса в Наруто Минму. Простите, мои любимые, я дерьмовый отец! Прошептал Минато, складывая печать и призыва Бога смерти. «Стоять!» — прокричал Хирузин. «Я сам, у тебя дети! А меня тут нечего не держат!» — сказал Сарутебе, не слушая протесты на Микадзе. «Черт, говно, и не ошибиться!» — сказал сам себе Сарутебе. Бог смерти, появившийся за спиной Хирузина, сказал. «Ты знаешь плату, был бы ты у Зумыки, я бы слова не сказал! Заткнись и помоги!» — крикнул Хирузин. «Хм, ладно!» — ответил Шенигами. Хирузин все-таки ошибся в печатях, лист запечатался в Наруто полностью. Вот и все пошли домой. Минато взял Наруто на руки, в тот момент, когда Куша на Мину и Наруко. Наруто потянулся к лицу Минато, тот наклонился, что и было его ошибкой. Наруто с улыбкой схватился за локонами Наруто, потянув их на себя. «За что Наруто? Отпусти!» — кричал Минато. «Бартик!» — сказала первое слово Наруко. Минато и Кушина были в шоке. Наруто повернул голову и остановился, вздохнув. Через четыре часа собрание главкланов. «Кто джинчурики?» — спросил Данзо. «Мой сын!» — Минато нехотя ответил. «Впред или в корень он оружие, а не твой ребенок!» — сказал Данзо. «А пойти нахуй не хочешь?» — сорвался Минато. «Кто за то, чтобы ребенок остался с семьей?» — спросил Шикако. Четыре человека подняли руки. «Кто против?» — спросил Шикако. «Руки подняли пять людей. Впред, но до шесть лет!» — сказал жестким голосом Шикако. «Никто не должен рассказывать, кто джинчурики!» — добавил Фугаку со злобой. «Хиаши вторил с большей злобой. Идиоты вы обрекли мальчика на страдания. Да вы!» «Инузука, Яманука, Сарутаби, старейшины!» — и Данзо. — прорычал глаза Хьюго. «Хакаги поддерживают Нара, Учха, Акимича, Хьюго — это ненадолго!» — подумал Данзо. «Восклицательный знак!» — Данзо — глава клана Шамура. «Восклицательный знак!» — он не старейшина. «Старейшина Кахару и Хамура. Минато опустил голову. Кушина, что стояла за дверью, сжала зубы от злобы. «Ничего, Данзо! Я сделаю так, чтобы тебя убил мой сын!» — оскалился Минато своим мыслям. «Спустя четыре года. Наруто родился гением. В полтора года научился ходить. В один год и восемь месяцев научился бегать. В два года и три месяца научился говорить. В три года научился писать вместе с одной девочкой по имени Аяка. «Воспитатели относились к нашему герою хорошо, так как директор был другом Минато и он знал, что это его сын. Директор был в бешенстве, когда узнал на, что обрекла деревня маленького мальчика. Директор рассказал про Наруто и Аяка Фостер. «Это хорошо, что мой сын нашел подруга, он тут не чудит?» — улыбнулся Минато. «Чудит, то печенье стащит и делится со всеми, помогает читать, он молодец, добрейший человек в мире!» — сказал директор. «Спасибо, Итоши!» — улыбнулся Минато. «Я спал в одной комнате с Аяка, что любила меня, но не говорила мне об этом, хотя я все чувствовал. Наруто оказался в странном месте. «Где это я?» — спросил я сам себя. «Ай, пофиг, пойду-пойдуся!» — сказал я бодро и марширующими шагами пошел вперед. Прошатавшись где-то минут двадцать, я обнаружил клетку, где лежал огромный лис. Ого, лис большой и красивый. Спит и без меня ему одиноко тут одному. Прошел я через прутья клетки и улегся возле морди лиса. «Ты не один, я буду с тобой, лисенок, спокойной ночи!» Зарылся я в рыжую шерсть лиса. Курама накрыл Наруто хвостом. «Пай Курама!» Я очнулся, услышал шаги к себе и восторженные возгласы мальца, он не боялся меня, он с уважением описывал меня. Но что он сделал дальше? Меня шокировало, и он лег рядом, буквально обняв меня, я не сдержался и обнял его хвостом. «Рикуда неужели ты говорил об этом мальчике?» — задал я сам себе вопрос. «Эн-пай Курама!» Зачнулся, потершись об лисенка, что лежал рядом, я пробубнил. «Так это не сон, я рад, что смогу подружиться с таким красавчиком!» Почувствовав шевеление, я поднялся. «Доброе утро, лисенок!» — сказал я радостно. «Доброе утро, Наруто!» — сказал Курама, надломившимся голосом. «Я обидел тебя? Скажи чем?» — взмолился я, заметив, что в глазах лиса стоят слезы. «Нет, все нормально, ты первый человек, что не боится меня!» — сказал лис. «Его слова по поводу дружбы со мной, они искренние и полны добра, может, стоит ему довериться?» — задался вопросом Курама. Курама не заметил, что обвел Наруто двумя хвостами, которые Наруто начал гладить. «Слушай, лисенок, мне не нравится это место!» — пробурчал я серьезным тоном. Представив себе лес, цветочную поляну, водопад и ночное небо со звездами, которые я и Аяка любим рассматривать. Клетка исчезла, я с лисом сидел под большим деревом. «Я свободен? Я могу тут бегать?» — спросил лис восторженно. «Да!» — ответил я. «Кстати, как тебя зовут, у Биджо должны быть имена, а тем более у покровителя Узумуки!» — спросил я, посмотрев в красные глаза с вертикальным зрачком. «Курама, я Курама!» — сказала Курама. «Я Наруто, будем друзьями!» — спросил я с улыбкой. «Да будем!» — ответил лис, чуть ли не заплакав от счастья. Я резко проснулся, рядом со мной был лис размером с большую собаку. Кровать была огромная, и Курама вна разместился на ней полностью. Сковав его объятиями, я заснул. Курама для страховки, сделал себе один хвост и сделал себе просто красные глаза. «Наруто, любимый!» — протянула яка во сне, обнимая меня очень крепко. На утро. Я гулял по деревне. Зашел в переулок, чтобы перейти на другую улицу. «Демон!» — крикнул на меня алкаш. «Я тебя!» — пошел он на меня сзади. «Ты его что?» — спросил красноволосый мальчик моего возраста. «Ой, именно мы сама!» «Простите!» — взмолился мужик. «Пошел вон отсюда от рибии!» — сказал парень с короткими черными волосами с клыками на щеках. «Мужик ушел, сверкая пятками. Он не навредил тебе!» — спросил черноглазый мальчик с длинной челкой. «Нет!» — ответил я. «Как зовут?» — спросил Минма с улыбкой. «Наруто, зумуки!» — ответил я. «Так это мой брат!» «Блин, меня на руку замучает с расспросами!» Минма взмолился богам, чтобы его не мучила сестра. «Киба и днузука!» — улыбнулся клыкастый. «Учиха Саски!» — улыбнулся шире Саски. «Пошли гулять!» — потащил меня Киба за руку. Мы гуляли до вечера. После прогулки я вернулся в приют, где меня ждала злая Аяка. Забрал рыжую милашку. И оставил одну. «Ты плохой! Будешь спать на полу!» — крикнула Аяка, когда я подходил к приюту. Я услышал дружный смех троицы. «Наруто, ну ты идиот!» — сказал Киба. «Ой, не могу, Доби!» — держался за живот Саски. Минма просто улыбнулся. «Ноя! Пожалуйста!» — взмолился я, обнимая ее. «Ну ладно!» — надулась Аяка. «Ладно!» — «Если не обнимешь меня, я скину тебя с кровати!» — сказала гордая девочка. Аяка, посмотрев на меня красными глазами, взмахнула белыми волосами, что были ниже спины. «Вампирка маленькая!» — пробурчал я. Аяка, показав длинные клыки для четырехлетней девочки, улыбнулась. Речайший кикегинкой вампиризм. Удивился Курама. «Мы легли спать, где я обнял девочку, для которой был единственным человеком, что хорошо относился к ней. Дома у Хакаги. Я виделся с братиком!» — крикнул Минма. «Где?» — спросила Нарука. Восклицательный знак, Мината рассказала Наруто детям. Характер Минмы и Нарука. Минма. Младше Наруто на несколько минут. Добрый парень, даже очень, может быть холоден, иногда высокомерен ко всяким уродам, терпеть не может детей-феодалов, из их чрезмерного высокомерии. Любит и хочет вернуть Наруто домой. Нарука. Когда узнала о Наруто, очень захотела его вернуть, она любит его, даже помнит еще с пеленок. Нарука гений, как и Наруто. Ненавидит кланы, из-за того, что сделали с Наруто. Иногда ругает отца за его слабохарактерность, и за то, что он прогибается под старейшинами. «Прекратили дать Тибэни!» — крикнул Икушина, распечатав сковороду. «Есть!» — ответили Минмы и Нарука. «Ха-ха-ха!» — посмеялся Минато. «Все хорошо, Нарука, с твоим братом будет все хорошо!» — улыбнулся Минато. Я проснулся, а Яка ушла куда-то к урам и лежала на кровати, играясь с клубком ниток. «Братецко, а кто мои родители?» — спросил я. «Точно хочешь знать?» — спросил Лиз, встав и улегшись на кровать. «Угу!» — кивнул я. «Твои родители Минато на Микадзе, Кушина Узумаки, у тебя есть брат и сестра Минма Узумаки на Рука на Микадзе!» — начал Курама. «Старейшины надавили на Минато и заставили сдать тебя впредь, тем самым озлобив Минато, в шесть лет ты вернешься домой!» — закончил Лиз. «Понятно!» — сказал я, но не успел продолжить меня огнели унижно укусили в шею випивая кровь. После укуса поворачиваюсь к Айке и обнимаю ее. «Спасибо за все, Нару!» — сказал Аяка. «Ни за что!» — ответил я. «Утро!» — «Нару, вставай, пошли гулять!» — сказал Аяка, потягиваясь. «Курама, скажи ему!» — попросил Аяка. «Я, сова, ничего не слышу!» — укрылся Курама девятью хвостами. «Ах так! Аяка скинула бы меня с кровати!» «Встаю!» — ответил я. Умывшись в ванной, мы позавтракали, и, одевшись в одежду для прогулок, пошли гулять. Взяв Аяку на спину, я пошел по канухе. «Аяка, тебе платье не жалко?» — спросил Неся девочку на спине. «А что у меня их много?» — ответил Аяка. «Нас к Хакаге вызывают, сказали, что сюрприз какой-то!» — сказал я. «Ну тогда пошли!» — сказал Аяка. «Резиденция!» — «В кабинете Минато была вся семья!» «В кабинет постучали!» — «Войдите!» — ответил Минато. «Открыв дверь одной рукой, я зашел, все еще держа на спине Аяку. «Ай, слезешь?» — спросил я. «Неа!» — красные глаза с вертикальным зрачком сверкнули. «Ну и хорошо, зачем вызывали Хакаге сама?» — спросил я. Кушаный, увидев сына, что держит девочку на спине, умилялась. Нарука заревновала. «Давай без формальностей садитесь!» — улыбнулся Минато, усадив на колени Аяку. «Я произнес!» «Ну тогда говори, отец!» Минато только отпив чай поперхнулся. «Откуда?» — спросил он. «Оттуда!» — указал я на живот. На коленях Аяка появился курам размером с кошку. Минато вздохнул. «Так Юби рассказал тебе, что думаешь?» — спросил Минато. «Стать частью семьи мне пока что не получится, да и у меня есть она!» Обнял я Аяку. «И рыжий коврик!» Добавил я. «Кого ты?» Начал Курама. «Молчать!» Отсадила его вампирша, гладя по голове. «М-м-м-м-м, замечательно!» Замурчал Курама. «Я собираюсь дать тебе дом, в тайне от всех, со всеми удобствами!» Начал Минато, но я прервал его. «Я буду жить с Аякой и только с ней!» Сказал я. «Почему?» — спросил Минато. «Она вампир, и я единственный, кто не ненавидит ее и заботится. Она дорога для меня, а я для нее!» Сказал я. «Хорошо, я хотел слышать и Минато!» Улыбнулся Минато и дал ключи. «В конверте двести тысяч рю, я пришлю Анбу, пойдете с ним и все купите!» Сказал Минато. «Я могу помочь с уборкой!» «Предложила Нарука!» «Хмпф, я сама справлюсь!» Ответила Аяка. «В смысле?» Спросила Нарука. «В коромысли!» Ответила Аяка гордо. Вздохнув, я сказал. «Девочки, давайте жить дружно!» «Только с тобой!» Пробурчала Аяка. «Я!» Спросил Курама. «И ты тоже!» Сказала Аяка ласково и почесав за ушком лиса. «Через час!» «Ого!» Аяка кружилась в квартире. Квартира была большая, две комнаты по шестнадцать квадратных метров, кухня двадцать квадратов, ванная кладовка в десять квадратов. «Пошлите в магазин, надо холодильник забить!» Сказала Анбу. «Итачи, снимай маску!» Сказал я. «Как ты?» Спросил Лучха. «Мне Саске все уши прожужжал про тебя!» Сказал я. «Понятно!» «Через три часа!» Итачи тащил тяжелые сумки, вместе с Какаши. «Нахрену ты меня приплел к этому?» Спросил Какаши. «Надо, Федя, надо!» Ответил Итачи. «Ты не ворон, а петух!» Крикнул вечно спокойный Какаши. «А ты пугала!» Парировала Чхо. «При чем?» «Унылое пугало!» Добил Итачи. «Все остановись!» Взмолился Какаши. Внеся пакеты, я расставил продукты по местам в холодильник. Аяка убирала одежду в два шкафа, вместе с сестрой Саски, с которой сдружилась. Сацуки это на верхнюю полку. Дала указание Аяка. «Ага!» Ответила Сацуки. Положив все на места. «Я Аяка!» Сацуки сели пить чай с печеньем. «Скоро в академию!» Вздохнула Аяка. «Как насчет тренировок?» Спросил я. «Согласна!» Улыбнулась Аяка. «За нами завтра зайдет Минма с Саски!» Добавил я. Сделав водные процедуры, Наруто и Аяка сели за стол позавтракать. «Ты так вкусно готовишь!» Удивилась Аяка. «Но пока кто-то на кровати валяется и дурака валяет, некоторые учатся!» Сказал я с важным видом. «Че сказал?» Прорычал Аяка, глаза сверкнули красным. «Ничего!» Развел я руками. «Ая!» Спросил я. «Ая!» Меня вбили в полударом кулака. «Спасибо за завтрак!» Хмыкнула Аяка и вышла из кухни. «Маленькая стерва!» Подумал я. «Но из-за чего она такая?» Спросил Курама. «Кноха!» Прорычал я. «Сбавь обороты!» Осадил меня лис, замечая жажду крови, что взялась из ниоткуда. В дверь постучали. Открыв дверь, я заметил Саски и Минму на пороге. «Привет, братец!» Улыбнулся Минма. «Привет, Доби!» Ухмыльнулся Саски. «Привет, Теме!» Ответил я и мы дали подзатыльники друг другу. С Челкостым я сдружился моментально, как и с Кибой. Киба был задирой, мы учили друг друга разным приемом. А вот Минму учил я всяким хитростям. «Ты готова?» Спросил я у Аки, которая стояла у двери, опираясь о косяк. Аяка кивнула. «Через пару минут мы выдвинулись на полигон. Как насчет узнать свои стихии?» Спросил Минма, доставая двадцать бумажек. «А давай, может я смогу комбинировать техники с братцем Наруто?» Сказал Саски, выхватив пять бумажек. Я и Аяка поступили так же. «Огонь и молния!» Сказал Саски. «Ветер, огонь, молнии!» Сказал я. «Вода, молнии!» Сказал Минма. «Идеальное сочетание!» Сказал я. «Спасибо!» Улыбнулся Минма. «Молния и еще что-то!» Сказал Аяка. «Геномы два штука!» Протянул я. «Тьма и кровь!» Пояснил я. Увидел интерес в глазах Аки. Курама сильно удивился, что у меня голова заболела. «Ку, что такое?» Спросил я. «Она сильнейший вампир, перед тобой потомок Дракулы или его реинкарнации!» Вскрикнул Лис. «Перед тем, как появились Шиноби, в этом мире правили демоны!» Начал Курама. «Но создав свой мир, демоны ушли и начали защищать людей из тени, как и ангелы!» Закончил Лис. «Твой отец Рикуда, он Бог?» Спросил я. «Да. Есть и что-то типа дьявола помощника Люцифера, это Джошин!» Сказал Кьюби. «Бог крови!» Переспросил я. «Да, блять!» Крикнул Курама. «У Люцифера был брат, Дракула, твоя любимая имеет сходство с ним. Презираемый людьми, но вскоре смог найти счастье, влюбившись в девушку, которая была человеком, но и ее убили и Дракул убил себя!» Пояснил Кьюби. «Но вскоре Люцифер исчез после смерти Рикуда, я понятия не имею, что случилось, Джошин сейчас на два фронта работает!» Закончил Лис. «Я думал, что все это сказки!» Пробубнил я. «Жизнь твоя сказка, дурак!» «Как ты объяснишь появление шенигами?» «Как ты объяснишь появившаяся религия?» «И прочие культуры!» Спросил Курама. «Ну да!» «Я, кажется, понял!» «Сказал я. «Нужно прийти в Узуше, там будут свитки для Аяка, может, у Кушина есть пара свитков, ладно я спать!» Сказал Курама и прервал связь. «Нару, ты чего застыл?» Спросил Аяка. «Сейчас помогу!» Крикнул Саске, врезал мне за трещину. Пришел в себя?» Улыбнулся Саске, но его улыбка сползла. «Беги, Учхо, пока можешь!» Оскалился я. Побежав за Учхой, что удирал от меня, что пятки сверкали. Через два часа. Котон огненный шар. Сложил печать и Саске, выдувая шар полметра на полметра. Хороший результат для четырех годов. Подошел Фугаку. «Спасибо!» Улыбнулся Саске. Сложив печать и я, выдул шар два на два метра, при этом чуть не задохнувшись. Суетом шар воды. Минма стоял рядом с небольшой чкой, и которой появился шар воды, но взорвался. «Тебе нужен более хороший контроль чакры!» Предупредил я. «Как его улучшить?» Спросил Минма. «Ходить по деревьям и воде?» Появился Мината, рядом с Фугаку. Нам объяснили, как правильно направлять чакру в стопы, и мы начали пробовать. «Я сделаю из тебя шина, Бинаруто, и ты заткнешь дэнзу и сможешь защитить Айку!» Мината наблюдал за мной. Взобравшись на дерево, я пошел медленный поступью, но через десять шагов свалился. А вот Аяка с первого раза взобралась на дерево. Минма со второй попытки. Столкнувшись с взглядом Саске, мы кивнули друг к другу. Вот и соперничество началось. Улыбнулся Фугаку. «Ничего не напоминает?» Спросил Мината, усевшись на поваленное дерево рядом с Фугаку. «Меня с тобой?» Ответил очиху, улыбнувшись. Одновременно начав бег по дереву, мы взбирались по нему с остервенением, пытаясь превзойти друг друга. Спустя несколько попыток. «Мы оба взобрались?» Спросил Саске с одышкой. «Ага», — ответил я, переведя взгляд на Эку, который Мината показывал печати для Райтона. Аяка, сложив печати, использовала из выставленной ладони поток молний, похожий на луч. Саске активировал Шарингон с одним том и скопировав технику. «Когда ты его пробудил?» — спросил я. «Кат месяц назад умер, вот и пробудил». Ответил очиха младший. «Ясно», — ответил я. Хюм скопировал технику в таком возрасте. Задумался Фугаку. «Он явно обладает талантом, и его Шарингон будет сильным». Улыбнулся Фугаку своим мыслям. Спрыгнув с дерева, я подошел к уставшей Айке, подхватив ее на руки как невесту, и я улыбнулся. «Ты молодец», — сказал я. «Не только ты будешь защищать меня, я тоже ведь... Мы похожи», — сказал Аяка, засыпая на моих руках. Саске нахмурился. «Минмы, давай я тебя тоже понесу». Подошел Саске к Минме. «Чего?» «Ты совсем...» Но было поздно, Саске схватил Минму на руки. «Ха-ха-ха, я вспомнил». «У нас было так же». Посмеялся Фугаку. «Это когда я тебя пьян нес домой?» — спросил Минато. «Да». «Ох, как я от Микото тогда получил». Потер затылок Фугаку. «Мы разошлись по своим домам. Прошло пять лет. На удивление я не вернулся домой, хотя могу. Я решил жить с той, кого люблю. Может, сдадим экзамены экстерном?» — спросил Аяка, сидя на моих коленях, в тот момент, когда я расчесывал ее белые волосы. «Хм, неплохая идея», — сказал я. «К примеру, у нас будет команда «ты», «я», «Саске» или «Минмы» и «Джанин», — скорее всего «Итачи» или «Кушина», — сказал Аяка. «А ты не думала, что наши команды могут объединить?» — задал я вопрос. «Ты имеешь в виду команду из шести генинов типа?» «Тебя, меня, Саске, Сацуке, Минмы и Нарука?» — спросил Аяка, поворачивая голову. Развернув ее обратно, ответил. «Да такое может быть, мы очень слаженная команда из шести человек и можем стать сильнейшей командой генинов». Улыбнулся я. «Хм, все равно такого быть не может, совместные миссии может, и будут, а вот две команды в одной нет». Пробурчала Аяка. «Ну да, ты права, по традиции все-таки команда из трех генинов и одного джанина». Улыбнулся я. «Готово». Закончил я расчесывать волосы Аяки. «Спасибо». Поцеловала она меня в щеку, вводя в краску. А наш холодный мальчик покраснел. Улыбнулась Аяка. «Не надо мне тут выоживаться». Встал я. Данза все-таки распустил слух к тот женщирике, и что он сын Хакаги, выставив Минато не в лучшем свете. Минато чуть не убил Данза при собрании, но ситуацию спас Шикаку, что захватил Минато в тень. «Мой план почти готов, убью вампира, тем самым заполучу женщирики, а там надавлю на Минато угрозами и все власть моя». Данза сидел за столом в своем кабинете, продумывая план. «Выйдя из дома, я направился с Аяка в Академию. По пути к нам присоединилась вся семья Минато и Фугаку. В итоге я не сдержался и взяв Аяку на спину по привычке, и пошел с ней уже в более удобной манере. Скоро у вас будут внуки». Подколол у Микато. «И свадьба». Добавил Фугаку. «Еще рано». Прошипела Кушина. Слушая скучную речь Хакаги, лежа под деревом. Я с Аскик и Басминмой, думали одно и то же. Ты втираешь нам какую-то дичь. Аяка и Сацуки сидели спина к спине на ветке дерева. Нарука стояла рядом с деревом, читая книгу про контроль чакры. Дослушав речь наша шестерка, нехотя направилась в Академию. Пройдя в нужную аудиторию. «Мы наши свободную парту для шести человек. Как будто для нас сделали». Улыбнулся Минма. Кибов тихоря, притащил еще одну часть от парты и уселся рядом с Сацуки. Усевшись мы ждали прихода учителя. «Не спи». Заметил я, что Аяка оперлась о мое плечо. «Доброе утро, дети!» Сказала рука. «Можете называть меня Ирука Сенси, я ваш учитель на ближайшие три года». Представился учитель. «Начнем перекличку». Я не слушал особо представления, кроме своих близких. «Нарука Узумуки». Позвала рука. К доске вышла блондинка с двумя хвостиками, одетая в оранжевые жакеты и короткие шорты и синие сандалии Шиноби. «Меня зовут Нарука Намикадзе, люблю семью особенно двух оболтусов, люблю подругу Аяка, не люблю тех, кто ненавидит моего брата». Представилась Нарука. Ирука при упоминании Наруто скривился. Послышались слова «Она сестра демона». «Лучше с ней не общаться». Из меня пошла Ки. Меня схватила за руку Аяка. «Ты что творишь, идиот?» «Убавьки!» «Что с тобой творится?» «Второй Индра, блядь!» кричал Курама. Саски посмотрел с беспокойством на меня. Пришла очередь Минмы. «Меня зовут Минму Узумаки, люблю семью, особенно брата». Улыбнулся Минма. «Ненавижу лицемеров и высокомерных мразей», сказал Минма жестким тоном. «Сацуки. Я Учиха Сацуки, люблю семью, младшего брата и тренировки с Аяка, не люблю, наверное, когда папа задерживается в полиции, и когда братец и Шису на миссии задерживаются». «Саски Учиха Саски. Люблю близких, особенно моих братьев Минму и Наруто, если вы ненавидите Наруто или Аяку, будьте готовы получить ответку от нас. Мы своего друга и подругу в обиду не дадим!» прокричал Саски. «Аяка! Аяка Фостер или Жецепеш как вам угодно, люблю своих друзей и когда я рядом с Наруто, не люблю, а точнее ненавижу, когда на Наруто бросают ненавистные взгляды. Саски прав, вам не стоит играть с огнем!» Улыбнулся Аяка, показав клыки. «Настала моя очередь!» Узумуки Наруто. И руку выплюнул моё имя с фамилией, так же было и с Аякой. Засунув руки в карманы чёрных брюк, я пошёл по лестнице к доске. Наруто Узумуки! Улыбнулся я. «Ненавижу мрази и высокомерных ублюдков, у которых отсутствуют понятия между человеком и демоном!» Начал я. «Если вы ненавидите Айку, то лучше ненавидьте меня! А если вы хотите демона, то вы его получите!» Оскалился я. «Все, как и по плану папы и мамы!» Сказала Наруко. «Ага, пусть боятся суки!» Сказал Минма. «Киба!» «Киба и Нодзука!» «Люблю друзей и клан, люблю узнавать, что-то новое от Наруто, или от Эки, я не такой же, как и мои родители, я другой, я поддержу Наруто, как бы трудно ему не было, я приду ему на помощь. У нас был один урок, после урока мы всемиром пошли на полигон. Я кидая куна и прошибал деревья насквозь, злобы было много. «Саски, Минма, Киба нападите на меня!» Повернулся я к лежащим под деревом друзьям. Саски и Минма встали, а вот Киба! Гацога! Ринулся на меня собачник в вихре. Подпрыгнув в воздух, кидая два куна и в сторону Минма и Саски. Отбив куной, Саски сложил печати, отправляя в меня шар огня. Минма снабдил огонь молнией и в меня уже летел шар из огня и молния. Применив технику замены на мой отбитый куной, что был за спиной Саски. Пнув с разворота ногой у Чиху, нападая на Минму в рукопашную. Наш поединок прервал Киба, что опять полетел своим вихрем в меня. Райтон в освобождение. Выставил я ладонь, из которой ударил луч молнии. «Ай, блин!» Прокричал Киба, которого ударила молния. Суетон волна. Райтон проводник. Застал меня Минма врасплох. Получив сильный удар током, я упал на колено. Котон цветы феникса. Сложил печать очиха, отправив в меня несколько огненных сурикенов. Футон порыв. Сдул я огонь с сурикенов, звезды полетели по другой траектории, и врезались около меня. «Гацога!» Крикнул Киба, надвигаясь на меня вихрем. От удара током остался эффект, и я был медленнее. Подпрыгнув вверх, меня поджидал неожиданный удар с ноги в голову от Айки, который отправил меня лицом в землю, вырубая меня. Успокоился. Спросил Аяка, когда я очнулся. Да успокоился. Ответил я. Пошли домой. Взял и меня за руку Аяка. Да пойдем. Посадил я ее себе на спину. До завтра. Крикнул я друзьм. До завтра. Ответили пятеро друзей. Чудесное утро в Академии, но не для руки у Мина. Подходя к кабинету, Ирука подскользнулся на мыле, что было разлито по полу. Когда он все-таки справился и открыл дверь. Ируку ублили водой с ведра, что было закреплено к верхнему косяку. Сукины дети. Выругался Ирука и пошел к Хакаге. Кабинет Минато. Хакаге сама этот демон. Начала рука. Пасть закрой. Он мой сын, а не демон, еще раз его так назовешь, без зубов останешься. Сказал Минато, выпуская Ки. Но... Никак, но... Ты отброс, что послушался Данзо. Наорал Минато на Ируку. Наруто герой, что сдерживает лиса. Минато чуть не выпалил, что его сын дружит с лисом. А теперь иди отсюда, и только попробуй, причинить боль Наруто и Аке. Выгнал Минато и Ируку. Пока Ирука ушел, минуский бой поставили новые ловушки. К примеру, если Ирука откроет дверь, ему в лицо врежется бревна, отправив его в стену. А вот если увернется, то на него выльется краска, с потолка. Когда он пройдет две ловушки, на стуле есть сюрприз в виде гвоздей, которые поставила Аяка со словами. Йога полезное занятие, для организма. Минато решил зайти в кабинет сам, так как Ирука вышел из кабинета и пошел в бар. Минато с улыбкой открывает дверь. Дейтесь и годны. В лицо Минато влетает бревна. Чиза. Удивился Минато. Ну ладно, пустяк. Поправил челюсть Минато. Белый плащ был кристально чистый, ведь его стирала Кушина. Пройдя в аудиторию, Минато почувствовал, что его облили, а чем? Краской всех цветов. Минато вздохнул, все удивились, что он спокоен как удав. Ладно, давайте на ней. Минато сев за стул, подлетел в потолок, пробив его головой. Я же говорил, йога полезная. Пробурчал Аяка. Я испустил смешок, а вот Минма от этих слов чуть не заржал в голос. Маленькие гаденыши, шесть штук. Ко мне в кабинет быстро. Прокричал Минато из потолка. Так Хакаги это торшер. Так Минато сам был поделкой. Спросил мальчик. При чем здесь торшер? Загоготал Саски. Саски, какой торшер? Я Хакаги! Крикнул Минато, который вылез как черт из табакерки. Кабинет. В кабинете был хохот. Кушина, Микото и Фугаку катались по полу и хохотали как дети. Минато был в бешенстве, хотя тоже еле сдерживал улыбку. Ладно, идите домой. Отпустил нас Минато. Да торшер сан! Сказал Саски. Ти тебе идет Минато ха-ха-ха-ха-ха! Сказал Фугаку сквозь смех. Так стоп! Остановил нас Минато. Завтра сдаете экзамен и в команду, а твои руки сердечный приступ будет! Улыбнулся Минато. Ура! Крикнули Мина, на руках Сасуки, Саски. Я и Аяка вздохнули. Загрузив Аяку, на спину я пошел домой. Кабинет через два часа. Минато, который помылся, сидел пил чай с Фугаку. «Кушанный беременной девочкой, назовем Мита!» — сказал Минато. «Фугаку струей», — облил Минато. «Да ну!» — спросил Фугаку. «Да!» — вытор лицо Минато платком. «Тогда бухать!» — крикнул Фугаку. «Нет, я...» — начал Минато. «Пошли за мной, идиот!» — схватил Фугаку Минато за руку. Минато проброздил лицом в полу резиденции, а после ступеньки... Фугаку не заметил, что он волочет Минато за собой. «В баре Минато ты че такой пыльный?» — спросил Фугаку. «Бегал!» — ответил Минато со злобой. «На следующий день...» — шесть детей лет девять сидели в кабинете, ожидая экзаменатора. «Добрый день!» — сказал Генма, входя в кабинет. «Мы кивнули. Не будем ходить вокруг да около!» — начал Генма. «В бою теории не поможет, только если вы не учитель, так что начнем сразу с техник». «Хинги. Замена... Клоны». Закончил Генма. Минма. Превратился в Наруто. Создал десять клонов. Заменил себя... на ручку на столе. Нарука. Превратилась в Шисуэ. Создала двадцать клонов. Поменяла себя и Сацуки местами. «Отлично!» — похвалил Генма. Сацуки. Создала пятнадцать клонов. Превратила их в Утачи. Заменила себя на Саски, оказавшись на его месте. Саски. Создал двадцать клонов. Превратил их в Наруто. Поменялся с Парта местами, из-за чего грохнулся со стула, сильно опираясь на него. Парта грохнулась на клонов придавив их. Аяка. Создала пятьдесят клонов. Превратила их в взрослого парня с длинными волосами в доспехах и мечом в руках. «Ознакомься, Наруто, это Влад Цепеш!» — сказал Курама. «Ага, красивый дядька!» — ответил я. Генму чуть сенбон не выронил из рта. Наступила моя очередь. Создав сорок клонов, хотя мог и больше. Половину превратил в разных людей, остальных превратил в девушек без одежды. Генму вылетел из кабинета, брызгая струей крови. «Ха-ха-ха-ха! Молодец, Наруто, а то слишком он спокойный был!» — рассмеялся Курама. «Вы прошли, завтра из вас сделают команды!» — сказал Генму, появляясь в кабинете шумшином. «Команда номер пять. Наруто Узумаки, Саски Учхо, Аяков Остер, наставник Кушиной Узумуки!» — сказал Ирука. «Команда номер шесть. Минму Узумаки, Наруко Намикадзе, Сацуки Учхо, наставник Итачи Учхо!» — сказал Ирука. «Через полчаса в аудиторию зашли два джанина. «Так, ребята, пошлите на крышу, а то тут жарковато!» — сказал Итачи. «Встав со своих мест, мы направились за наставниками. На крыши. Давайте познакомимся, что ли, не смотрите на меня так дать тебе, не это традиции!» — сказала Кушина. «Подайте пример!» — сказала Сацуки. «Ну? Итачи, начинай!» — посмотрела на Учхо Узумаки. «А чего я то?» — спросил Учхо, похлопав глазами. «Ничего! Давай говори!» — сказала Кушина, волосы которой стали как девять хвостов. «Меня зовут Учхо Итачи, люблю семью и все тут, мечты нет, цель сделать из моих оболтусов настоящих ниндзя!» — представился Итачи. «Меня зовут Кушина Узумаки, люблю семью, цель сделать из вас шиноби высокого класса. Мечта вернуть сына домой!» — представилась Кушина. Сацуки. Сацуки Учхо, люблю семью и друзей, нравится тренироваться, цель стать достойной помощницей главы клана, мечта? Нет такого! «Нару Канамикадзе, люблю семью и друзей, цель стать сильной Кунаичи, и будущее Хакаги-листа, мечта изменить лист в лучшую сторону!» «Менму Узумаки, люблю семью, особенно брата! Цель помогать сестре, когда она станет Хакаги! Мечта превзойти брата Айку!» «Хюм размечтался!» — сказала Аяка высокомерно. «Ага шнурки завяжи только!» — добавил я. «Учхо Саски, люблю семью и братца Наруто! Саски обнял меня сбоку с улыбкой! Цель стать лучшим дуэтом с Наруто! Обнял меня сильнее! Задушишь теми! Прохрепел я заткнись! Обнял сильнее! Мечта быть свидетелем свадьбы Наруто Айки! Закончил Учхо! Аяка Фостер, люблю друзей, нравится находиться и спать с Наруто, люблю тренироваться с ним и получать знания от него, люблю иногда бить его и особенно пить его кровь! Оторвала меня Аяка от Учихи!» «Узумаки Наруто! Люблю близких, не люблю жителей и конохи, и старейшим с радостью убил бы их! Мой тон был холоден, как и взгляд! Цель, а точнее мечта — стереть старую коноху с лица земли и построить новую, изменить мир! И еще подружиться со всеми хвостатыми, и освободить их! Мой тон стал мягче! Ледышка моя, стань Наруто, которого я знаю!» Потянула меня за щеку Аяка. «Хорошо, пусти, дура!» — взмолился я. «Что ты сказал?» — спросил Аяка, потянув сильнее. «Дура, пусти!» Меня отпустили и врезали на гость разворота, пустив меня в полет с крыши. Врезавшись в дерево, которое было во дворе, я улегся под ним. «Хм, мне тут удобно!» Улегся я поудобнее. «Ладно, завтра восемь часов в резиденции!» — сказала Кушина. «Прошел месяц, чертов месяц!» Я и Аяка отправляли клонов на миссии ранга Дии, а сами тренировались. «Однажды нас вызвали в кабинет срочно!» «Ребята, нужна помощь!» — кричал Минато, он был на взводе. «Дорогой, что такое?» — спросила Кушина. Нас обманул плотник. Минато ударил по столу, что тот разрушился. Он занизил ранг миссии. Минато ударил в стену. «Ближе к делу!» — сказал я холодно. «Когда Кушина была занята, я был ее замом и тренировал Саски Саяка. Минато вздрогнул от моего тона, но собрался с силами. «Страна волн, вы должны пойти им на подмогу!» — начал Минато. «Будьте аккуратны, там Мамыч и Забуза и еще какой-то тип!» — сказал Минато. «Ребята!» — начало Кушина, но я прервал ее. «Выдвигаемся прямо сейчас!» — крикнул я. «Есть!» — ответили Аяка и Саски. Не послушав Кушину, мы бросились к воротам Канухи, буквально выбив дверь кабинета Минато. «Стоять!» — крикнула Кушина нам вслед. Но мы ее не слушали, меня и Саски охватила злость. «Как думаешь, успеем?» — спросил Учхо, когда мы пронеслись мимо стражников. «Да!» — Итачи Селен! — ответил я. «Шису и жив у Итачи нет мангёки!» — «Тогда ускоримся!» — крикнула Аяка и обогнула нас. «Быстрая!» — удивился Учхо. «Вампир Хули!» — вырвалась у меня. «Это еще что за слово!» — крикнула Кушина, догоняя нас. «Через два часа!» — мы бежали на полной скорости, на которую были способны. Аяка бежала быстрее всех, хоть это неудивительно, вокруг нее была красная дымка. Догнав ее с помощью чакры Курамы, я обратился к любимой. «Успокойся, Ая!» — крикнул я, пытаясь перекричать порыв ветра, что глушил слух. «Там Сацукина рука!» «Как я могу быть спокойной?» — взъелась Аяка. «Помнишь, чему я учил тебя, используя холодный разум!» — крикнул я и начал обгонять ее. «Через пять часов!» — мы прибыли к границе, где вовсю была битва. Итачи и Забуза сражались на мечах, Итачи заметно проигрывал. Саски бросился на помощь к брату, взмахнув в своем вакидзасе. «Посмотрев на поле боя, я увидел три тела около деревьев. Кушина бросилась к Минбе на руку. Аяка к Сацуки. Мама! Помоги Итачи, он проигрывает!» — прохрипел Минма. Когда Учиха-младший почти подошел к старшему брату, на его пути встал парень в маске, который кинул несколько игл в Учиху. «Черт!» — Саски увернулся. «Наруто, действуй!» — крикнул Курама. Устремившись на помощь Саски, я складывал печати. Футон порыв. Выдул я волну воздуха. Котон дыхания дракона. Усилил Саски ветер огнем. Аяка бросилась на Забузу, застав его врасплох. Удар ноги с разворота, откинул мечника на десяток метров. Из бинтов Забуза брызнула кровь. «Все ребра мне сломала, кто ты такая?» — прохрипел Забуза. «Ты заплатишь за то, что ранил Сацуки!» — крикнула Аяка. Кровь, которая вышла из Забузы, начала формироваться в копье. «Элемент крови!» — копье смерти! — прокричала Аяка. Копье ударили в бревна, пробивая его насквозь. Забуза, оказываясь за спиной Айки, обухом меча ударил ее в спину, повредив позвоночник. «Аяка!» — крикнул я. Забуза подходил к бессознательной девушке, прокручивая меч по часовой стрелке. Итачи был в водяной тюрьме, которую поддерживал клон мечника. Кушина лечила брата и сестру Сацуки. Саски дрался с Хаку. «Отойди от нее!» — крикнул я, и из меня пошла волна чакры. Из моей спины вышли десять черных цепей, которые врезались в Забуза. Мною как будто овладела тьма, я разорвал мечника в клочья, на моем лице появилась безумная улыбка. «Забуза-сан!» — крикнул парень в маске, бросившись на меня. Но Хаку не успевал уворачиваться от цепей, по его телу пошли порезы, которые начали жечь кожу. Кровь на порезах засветилась красным цветом, после Хаку вспыхнул красным пламенем. «Красный огонь, как и у Индры!» — сказал Курама в шоке. «Меня огнили сзади!» «Успокойся, любимый!» — сказал Аяка, плачь кровавыми слезами. Придя в себя, я пошатнувшись потерял сознание. Павь Аяка! «Вот черт!» — я сказал это. Что я люблю Наруто, я думала, что еще рано впускать его в свое сердце. Да, я вспомнила свою прошлую жизнь, Влад Цепеш, вампир, который раньше был человеком. И вот я нашла того, кому могу доверять. Хаху уже пять лет прошло, с нашей встречи у Зумуки. Восклицательный знак, флажбек. Маленькая девочка с белыми волосами и красными глазами, сидела в дальнем участке большой комнаты совсем одна. У нее не было друзей, и за ее глаз и волос, все презирали ее и боялись. Смотри, вампир, не разговаривай с ней, она убьет тебя. Да-да-нежить, вот бы сдохла. Вот я сижу одна листаю книжку, и ко мне подходит мальчик, что протягивает мне руку с улыбкой. Он выглядит ну... Блондин с небесно-голубыми глазами, волосы ежиком, по три полоски на щеках. Ты совсем одна, почему? Спросил мальчик. Какая разница, ты жалкий человечешка. Прошипела я. Ты не плохая и не злая, ты очень красивая, давай дружить. Улыбнулся мальчик. Что? Удивилась я. Его слова искренне в отличие от одной девчонки. Вспомнила я одну сучку, которую убила. Воспоминания Аяка. Ты, Аяка, давай дружить. Улыбнулась брюнетка. Я согласилась, ведь была доверчивой. Через пару дней мы разговорились. Так слабость вампира вода? Спросила Мира. Да. Ответила я. Я не заметила ухмылку Миры, которая не предвещала ничего хорошего. В одной из комнат. Да вода ее слабость. Сказала Мира. Тогда расправимся с ней и убьем. Сказала мальчик. Да нежити тут не место. Крикнул второй мальчик. На следующий день начнем. Улыбнулась Мира. На завтра. Аяка на держа. Протянула Мира стакан с жидкостью. Что это? Хм красная. Протянула я. Гранатовый сок. Улыбнулась Мира. Давай пей, сучка, пей и сдохни. Кричала Мира в своей голове. Я выпила. По-моему телу прошло электричество. Я рухнула на пол. Черт. Так это была фальшь? Спросила я, трясась в конвульсиях. Мира щелкнула пальцами. Меня подхватили на руки двое мальчиков и понесли в подсобку, где избивали два часа. Но все прервал директор. Вы че блять делаете? Крикнула Тоши. И Тоши выкинул двоих парней, а Яка встала и ударила Миру в живот. Отомсти, Яка. И Тоши вышел из подсобки, схватил двух парней и утащил. Миру жестоко убили, а двух парней больше никто не видел. Конец воспоминаний. Как тебя зовут? Спросила я. Может, стоит довериться хоть ему, от него столько тепла и заботы исходит, да нет, он фонет этими чувствами. Узумуки Наруто. Ответил Наруто с улыбкой. А Яка Фостер или Цепеш, у меня две фамилии. Ответила я. Наруто схватил меня за руку и потащил к себе. Он общался со мной много времени. Я доверилась ему и рассказала о себе. Услышав мой рассказ, он расплакался, а потом обнял меня, так крепко. Я защищу тебя, буду рядом, А Яка, живи в моей комнате. Попросил он. И не плачь, пожалуйста, мне больно от этого. Сказал Наруто, когда я начала плакать на его груди. Восклицательный знак. End flashback. Вот он лежит на кровати, без сознания, когда он рухнул я, будто умерла внутри. Я думала, что он умер. Я ревела, обнимая его, не замечая, что его сердце бьется. Из меня тогда ударила энергия, такая темная и злая. А Яка он жив. Крикнул лис, появляясь рядом со мной. Курама довез нас на себе, к дому плотника. Наруто уложили на кровать, что он пришел в себя. Я была рядом с ним, не подпуская остальных к нему. Я все вспомнила, обрела свою силу, свою личность. End pass. Аяка, ты опять плакала, дурочка, я же говорил, что мне больно от этого. Прохрепел я. Я? Я же. Люблю тебя, идиот. Крикнула Аяка, обнимая меня и ложась рядом. Я обнял ее, прижав к себе. Маленькая Дракула, я не умру, я всегда буду с тобой. Прошептал я и меня затянуло в подсознание. В подсознание. Здравствуй, Наруто-кун. Сказал Бринет Шарингон в глазах. Кто ты? Задал я вопрос. Отцуцуки, Индра. Улыбнулся Бринет. Ты моя реинкарнация. Добавил он. Что? Я реинкарнация прародителя учих. Удивился я. Да, и не стоит верить истории. Сказал Индра. В смысле? Ты хочешь сказать, что история тебя и аж рыбрет? Спросил я. Во время знакомства с Курамой, тот рассказал мне о Рикудо и его детях. Да. Крикнул Индра. Чертовзецу. Настроил меня против брата. Я доверял ему. Он обучил меня всему. Кричал Индра. Я любил Ашуру. Я был согласен с тем, что он станет приемником отца. Ты понимаешь? Я? Я идиот. Поддался контролю. Напал на брата. Что был мне очень дорог. Дорог настолько. Что я был готов умереть ради него. Кричал Индра. Мне это напомнило Саске, что всегда ходит со мной. Учиха Саске, мне кажется, что он твоя реинкарнация. Сказал я. Он и Ашура, он такой же, как и он, носится с тобой, где бы ты ни был. Вот как. Вздохнул я, усаживаясь на траву. Так ты добряк? Спросил я Индры, что гладил Кураму. Ты все такой же Курама. Сказал Индра добрым ласковым голосом. А ты все так же лезешь ласкать меня. Пробурчал Курама. Да. Я всегда был добрым, учихи мои. Так сказать дети, должны быть добрыми, но скрывать это захватнокровием. Сказал Индра. Так и есть, они иногда ведут себя как дети. Стоп. Внезапно сказал я. Мадара. Что значит его? Спросил я. Зецу, он манипулировал им, как куклы, и Мадара не сопротивлялся, ведь он потерял брата. Сказал Индра, усаживаясь рядом со мной. Ясно, нужно учить Зецу. Сказал я. Когда он придет за тобой, а он придет уж поверь. Начал Индра. Будет один переломный момент, когда ты будешь разбит, тогда Зецу придет за тобой. Сказал Индра. Я не позволю собой манипулировать. Сказал я решительно. Если тебе нужна будет сила, или Дракуле, приходи сюда с ней, я бычу вас. Улыбнулся Индра. Откуда ты знаешь? Спросил я. Моя жена была вампиром. Улыбнулся Индра. В доме Тазуны. Я проснулся, захотев встать, но мне не дали. Лежать. Сказал Аяка властно. Но. Возразил я. Никаких но, спать со мной и только со мной. Легла на меня Аяка. Собственница Брин. Вздохнул я. Через час тренировка будет. Сказал Аяка. Как остальные? Спросил я. В порядке, ты два дня провалялся, за это время Итачи скушенные выкосили банду гата, мы завтра пойдем в Канаху. Вот как. Вздохнул я. Не пугай меня так больше, прошу. Я не хочу опять терять близких. Сказал Аяка, тихим голосом. Наруто. Она вспомнила все. Будь осторожен. Предупредил Курама. Она добрая Аяка, незачем волноваться. Ответил я. Через час на кухне. Ты как? Спросил Саски. Он был хмурым и чем-то озлоблен. Пойдет. Ответил я, садясь за стол и беря чашку с чаем. Мудак вы ваше благородие. Выругался Саски. Ты почти умер, не используй эти цепи. Это запретная техника у Зумуки. Мне Кушина сам сказал. Кричал Учиха младший на меня. Вот как, в крайних ситуациях буду использовать. Сказал я и залпом выпил стакан и вышел с кухни во двор, где Аяка крушила деревья. Идиот. Саски сжал зубы. Когда две команды прибыли в Канаху, Минатан и Микадзе оповестил их о предстоящем экзамене на новое звание. Хм, звание не Чунина. А зачем оно мне? Я могу стать Анбу хоть сейчас. Подумал я, идя домой с Аяка, которую как обычно нес на спине. А смысл тебе быть Анбу? Хочешь стать машиной для убийств? Спросил Курама. Нет, я не про это, денег уже маловато, и миссии не окупаются, надо же обеспечивать Айку и себя любимого. Ответил я. Делай, что хочешь, но желательно пройди экзамен, так для галочки, может что-то веселое будет. Предложил Лис. Пожалуй, пройду, посмотрю, на что брат и сестра способны. Сказал я и открыл дверь. На следующий день. Встав пять часов, я сделал водные процедуры, приготовил ванну для Аяка и разбудил ее, за что поплатился. Разозленный вампир пнул меня в стену и добил подушкой, что влетело мне в лицо. Меня будить. Аяка кинула еще одну подушку. Я больше так не буду. Убежал я из-под линия огня. Зараза. Иди сюда. Побежала за мной вампирша. Меня окружила стая летучих мышей, которая застелила мне обзор, но я продолжал бежать. Врезавшись в дверной проем, я грохнулся на пол в прихожей. Так тебе и надо. Аяка зашла в ванную. Ха-ха-ха-ха. Наруто дам тебе совет, не будь вампира. Рассмеялся Индра. Иди к черту. Ответил я. В дверь постучали. Открыв ее, я увидел Наруко. Братец. Ну? Это. Начало Наруко. Заходи, что такое. Впустил я сестру в комнату. Можешь потренировать меня? Спросила Наруко. Хм, почему бы нет? Ответил я с улыбкой. Подойдя к двери в ванной, я постучал. Заходи. Ответила Аяка. Эм, ты купаешься. Меня охватил ступор. Тебе можно, составь мне компанию. Ответила Аяка. Ну я. Тут Наруко хочет пойти на тренировку. Промямлил я. Заткнись и иди ко мне. Меня схватили и втащили в ванную, где начали раздевать. По всей конохе разошелся истошный вопль. Насилуют. Аяка вышла счастлива из души в одном полотенце. Ого, вампиры быстро растут. Наруко посмотрела на грудь Аяка. А та. Аяка гордо подняла подбородок вверх. Откуда в девять лет второй размер? Спросила Наруко. Я выгляжу старше, чем на девять, мне примерно четырнадцать по моему телу, а разум старше первого Хакаги. Ответила Аяка. Вот оно как. Только и ответила Наруко. Я вышел из ванной, красный как рак, так же в полотенце. Поднявшись наверх, мы переоделись. Ну, пошлите на полигон. Сказал я, спускаясь с лестницы. Пошли на полигон, который у нас во дворе. Сказала Наруко. Ну, давай, хотя показывать способности отцу неохота. Протянул я. Почему? Спросила Наруко. За мной Аяка следят Анбу, которые докладывают все Данза. Я думаю, что среди Анбу Хакаги есть прихвостни Данза. Ответил я. Не исключено, может так и есть. Сказала Аяка. Кабинет Данза. Волк. Крикнул Шимура. Да Данза сама. Волк. Встал на колено. Докладывай. Шимура сел за стол. Дженчурики становятся сильнее, как и вампир, но вампир сильнее у Зумаки. Недавно Дженчурики пробудил цепи, и чакру лиса. Вампир впал в бешенство, из-за того, что Наруто почти умер. Закончил волк. Вот как, я подорвал репутацию Хакаги, осталось завалить им экзамен, а Рачимару принял мое предложение. Спросил Шимура. Да он нападет на лист, на третьем этапе. Ответил волк. Отлично, убьем Минато и его сына, из жены и дочери сделаем шлюх, а вот из вампира я сам ей займусь. Улыбнулся Шимура. Продолжай слежку, следующий доклад сделаю через месяц. — Сказал Данза. Хайданза сама. Волк исчез. На полигоне. Доскладывай печати вот так, представляя себе порыв ветра, который сдувает все на своем пути. Говорил я Наруко, инструкция про футон-порыв. — Хорошо. Кивнула Наруко. Райтон в освобождение. Произнесла Аяка. В меня устремилась лучи молнии. Хитрая какая. Улыбнулся я. Футон-барьер бури. Сложил я печати. Вокруг меня появился купол из воздуха. Элемент тьмы. Рагнарёк. Крикнула Аяка. Купол воздуха исчез, меня окружила мгла. — Наруто будь осторожен. Тебя будут атаковать отовсюду. Крикнул взволнованно Курама. Краем глаза я замечал размытое пятно и тут началось. Мне в бок влетает нога, я еле устоял на ногах хоть и харкнул кровь, следующий удар в живот с разворота ногой, отправляет меня в полет. Следующее, что я видел, это ногу Аяка, что была занесена надо мной. — Ох, блядь! Я проиграл опять! — сказал я в подсознании. — Тяжелый случай. Вздохнул Индра. — Подскажи, что-нибудь мне её не одолеть, она слишком быстрая. Да даже Фугаку не поспевает за её скоростью! — прокричал я. — Никак не одолеть вампиров, даже вода иногда бесполезна! — ответил Индра. — Просыпайся, давай, завтра начнем тренировки! И вытолкнул меня из подсознания Ансуцуки. — Кушана ты это видела, Наруто продул в сухую. Минато подавился чаем. Ничего удивительного. — Вздохнула Кушана. — Через час. — Наруто как насчет, изучить Росинган? — спросил Минато. — Нет, спасибо, пускай Мину его учат, мне он не нужен, у меня другая любимая техника. — ответил я. — Ну хоть что-то. Минато опустил голову. — Анбу! — Сделай меня Анбу, после экзамена только! — сказал я. — Я тоже хочу, только в одном отряде с братцем. Меня обнял Саски сзади. — Привет, брат! — улыбнулся я, потрепав его по волосам. — Я для Саски как старший брат, замену Итачи так сказать. — Отлипни от Наруто. Отрвала Аяка Саски от меня. — Аяка нечестно. Саски вскочил и надул щеки. — Он мой. Аяка прижала меня к себе. — Раздаешь. — Прохрепел я и потерял сознание от удушения. — Нару, Нару, ты чего? — потрясла меня Аяка. — Ты удушила его. Саски активировал двухтомойный шерингом. — На следующий день. — Рота подъем. — Заорал Индра. — Скачив с кровати, я сбросил Айку с кровати. — Индра, блять, я труп. — Прокричал я. — Помянем, ты был лучшим джинчурики. — Сказал Курама. Меня ударили в живот, и я пробил дом, и с воплем влетел в дом родителей. Я очнулся в душе, где была Нарука. Пошел вы на извращенец. Крикнула Намикадзе, отправляй меня обратно. Через полчаса. Тридцать кругов вокруг леса смерти, двести отжиманий пять подходов, сто потягиваний рей пять подходов, пресс двести раз четыре подхода. — Скомандовал Индра. — Я сдохну. — Возразил я. — Ничего не знаю, ты хочешь сравниться с вампиром, так что выполняй. — Ответил Адсусуки. — Когда я все выполнул, уже был вечер. — Спускайся, я дам тебе несколько техник, у тебя молнии как и у меня. — Сказал Индра. — Так покров молний, чадари, черная пантера. — Пробормотал я. За изучением техник наступила ночь, но я не останавливался. Я даже не заметил, Саски, который копировал техники, сидя в кустах. — Нару ты спать собираешься? — спросила Аяка, зевая. Но заметив разрушенный полигон, улыбнулась. — Ты хочешь сравниться со мной? — усмехнулась вампирша. — Да хочу, я не собираюсь быть абузой для тебя. — Ответил я. — Абузой. Аяка от моих слов разозлилась. Меня вжали в дерево, около которого я стоял. — Не смей так говорить. В мои губы впились. Мои глаза расширились, но я ответил. Аяка проколола мне губы и себе, обниваясь со мной кровью. Мои глаза стали красными, и я обнил ее. — Мне плевать, что мы еще дети, которым девять лет, но взрослее своего возраста, из-за своего детства. — Сказал Аяка, оторвавшись от меня. — Что ты сделал со мной? — спросил я. — Дала свою кровь, ты стал сильнее, любимой. Улыбнулась Аяка, показывая окровавленные клыки, что выглядело жутко вместе с горящими красными глазами. Так еще сзади нее ударила молния. — Если тебе нужна сила, ты скажи мне. — Сказал Аяка. Она стала выше и взрослее, она аномально растет. Удивился я. — Через год, она будет выглядеть как шестнадцатилетняя девушка, как и ты, но после мера призыва, в который я отправлю тебя. — Сказал Индра. — Почему бы не сейчас отправиться туда? — спросил я. — Еще рано. — Ответил Индра. — Завтра экзамен, надо подготовиться. — Сказал я сам себе и прошел домой. — Итак, сегодня письменный этап, и так что тут у нас? Я заметил идиотов, что пытаются списывать, но четно, и беки всевидящее око, что выгоняет списывающих. Конечно, мне было тоже непросто, вопросы тупые. Ну прям серьезно. Что вы выберете, миссии или друзья? От вашего выбора зависят будущие деревни. Какая нахрен деревня, чихал я на нее и все. Друзья превыше всего, идиоты. Сидел я за партой, скрестив руки вместе. Итак, десять вопросов. Начал и беки, но я прервал его. — Можно вопрос? — спросил я. — Валяй. — Ответил и беки. — Пятый вопрос, миссии или друзья, что это за бред? Любой выберет близких, так зачем тут этот вопрос? — спросил я. — Долг деревни дороже близких. — Ответил и беки. — Теца фанатик. Цокнул Саске. — Ха-ха-м-да, то есть если ваш брат был бы в плену, то вы бы его бросили ради какой-то деревни? — съязвил я. — Я не знаю. — Сказал и беки глухо. — Вот как, так этот тест на верность Канохи и кто его делал? — Данза? — спросил Минма с усмешкой. — Что мне выдали для экзамена, то я использую. — Сказал и беки. — Он под контролем. — Сказал Курама. — Я заметил, его глаза, какие-то пустые. — Ответил я. — Ладно десятий вопрос. И беки выпустил Ки. — Те, кто сомневается в своих силах, можете покинуть кабинет и сдать экзамен потом, но если провалитесь, оставшись в кабинете, то больше никогда не станете Шинобе. — Пффанбу нахрена тогда? — спросил Ки-Ба. — Даже ванбу не возьмут, если связей нет, хотя корень всегда рад новым членам. — Улыбнулся и беки. — Только вот если вы готовы стать овощем, в руках старика и извращенца. — Добавил я. — В смысле? — спросила Инна. — Ха-ха-ха. Вырвалось у меня. — Знаешь, что он делает с женской частью Шинобе, перед тем, как взять их в корень? — спросил я у блондинки. — Нет. — ответила Яманука. — Имеет их, во все места. — рассмеялся я. — Откуда такая информация? — Но свои источники. — сказал я загадочно, вспоминая встречу с предателем из корня, который выложил мне все на блюдечке, когда я снял печать Донза с него. Большинство детей женского пола испугались, а вот и беки посмотрел на меня как на жертву. Окно выбили, в кабинет влетела девушка в коричневом пальто и довольно отрытой одежде, с завязанными волосами фиолетового цвета на затылке. — Угу, и беки, ты не смог отсеять никого, заболел что ли? — усмехнулась Анка. — Митараши, иди к черту! — рявкнул и беки. — Ха-ха-ха, но ничего половина не выживет от моего испытания. — улыбнулась Анка. — Эй, ты чего застыл? — кинул Анка куной в мою сторону. Перехватив куной, я кинул его обратно, сделав порез на щеке девушке. — Ух ты, какой интересный умолец! — облизнулась Анка по-змейному. — Завтра в лесу смерти, в восемь часов! — крикнул Анка и переместилась Шумшином к себе. — Я поступил так же, но перед этим положил руку на плечо Айки. — Черт! Он забрал эту сучку! — Данзо сама, вам придется подождать! — прорычал и беки про себя и переместился к Данзо. — Корень! — Данзо сама, я подвел вас, вам придется подождать поимкой вампира! — проговорил и бекистую на одном колене. — Черт, не ее скоро я развлекусь с этой клыкастой, ну ладно, что насчет... — Учихи! — Сацуки! — спросил Шамура. — На втором этапе ее похитят, и она ваша! — сказал и беки. — Шикарно, а теперь проваливай! — сказал Данзо. — На следующий день. — Малец, как зовут? — подошла ко мне Анка. — Узумуки Наруто! — ответил я. — Анка Митараши, хочешь пойти ко мне в ученики, я обучу тебя, сделаю все, что ты захочешь! — пропела Анка мне на ухо. — Соглашайся, Наруто! — прокричал Индра. — Иди к черту извращенец! — послал я Индру. — Давайте потом, как-нибудь, но только учить буду вас я! — прошептал ей на ухо. А яка залилась краской и отошла. — Итак, малявки! — обратила внимание на себя Анка. — Вам нужно отыскать два свитка, небо и земля, у каждой команды будет один, чем больше свитков принесете, тем лучше для вас! — сказала Анка. — Подписывайте Бонг о том, что мы не несем ответственность за ваши смерти! — прокричала Анка. Подписавшие генины жали старта, и он не заставил себя долго ждать. — Старт! — скомандовал Анка. — Почти все ринулись в лес смерти. — Команда пять! — сказал я властным голосом. — Да! — ответили Аяка и Саски. — Пошли устраивать бойню. — Засунул я руки в карманы и зашагал в сторону входа в лес смерти. — Лес смерти! — Вижу команду из трех человек, устроили привал. — сказал Саски, стою на ветке дерева и сканирую местность шарингом с двумя томами. — Как поступим? — Посмотрел я на Аяку, я всегда спрашивал у нее совет, ведь ее возраст и опыт выше всех каги вместе взятых. — Заберем свиток и объединимся с командой шесть. — ответила Аяка. — Мне нравится, пошли. — Сказал я. — Медленно подходя к команде из дождя, мы засели в кустах, наблюдая за командой и их действиями. — На мне девчонка, на вас остальные. — Сказал Аяка. — Хорошо, стоп, я командир. — Прокричал я, когда Аяка бросилась на девчонку. — Котон огненный шар! — Выкрикнул я с Саски, выпуская мне шар огня в сторону двоицы, что сидела у костра. — Черт! Суетон стена! — сказал парень в респираторе. — Райтон проводник. — Сказал Учхо, пропитав воду током, которая ударила парня электрическим разрядом. — Суетон водный дракон. — Сказал последний из троицы. — Черт, мне нечем ответить. — Пронеслось, как вдруг я резко переместился за спину последнего парня и ударом кулака отправил его в полет, считая деревья. — Что? — Мое тело двигалось само по себе. — Удивился я. — А вот и последствия крови. — Улыбнулась Аяка, слезовая кровь из пальцев, под ее ногами лежала истерзанная девочка. — Жуть! — Саски сделал шаг назад. — Да ладно тебе, Саски и Тян! — пропела Аяка, сверкая красными глазами и подходя к Учихе. — Братец, спаси! — крикнул Саски, но застыл. — Я вцепился в шею девочки из новой команды, клыки пробили артерии и я осушал ее тело. — Твою ма! — крикнули новые парни, но им снесло голову. — Не мешайтесь! — сказал Аяка, щелкнув пальцами. Отпустив девочку, которая рухнула на землю, я повернулся. — Все нормально! — сказал я. — Братец, ты вампир? — спросил Саски. — Теперь да. — сверкнул я красными глазами. — Круто! — удивился Учиха. — А у тебя три тома и теперь почему? — указал я на глаза Саски. — Да, я сам не знаю, то ли от испуга, то ли от убийства. Закончил я фразу Саски. — Вот как, но не суть, пошли к команде шесть. Скомандовал я, подобрав два свитка неба. — Еще землю и будет два пары свитков. — сказал я сам себе. — Как новые способности? — спросил Индра. — Я толком не понимаю, я захотел вернуться от атаки, но оказался за спиной врага и убил его одним ударом. — ответил я и перепрыгнул через ветку дерева. — Конечно убил, ты ему мозг в кашу превратил дурак, поаккуратнее будь с этими силами. — предупредил Курама. — Спасибо, Учту! — ответил я. Услышав звуки борьбы, и огромную змею мы поспешили. — Пафминма. — Мы забрали нужный нам свиток, точнее украли. Отправившись к башне, чтобы отдохнуть и прийти первые всех, но нас задержали. — Отдайте мне свиток и Учиху! — облизнулась девушка. — Пошла ты! — ответил я, отправляй куна и заряженные молнией. Девушка отбила их куна ими со стихией ветра. — Слабо, ты неровня своему брату! — надавил Рачмар на Мимму. — Поплевать, я могу сравниться с ним по силе, тем более у меня больше козырей, чем у него! — ответил я решительно. — Смешно! — усмехнулась девушка и призвала змею. — Она наша, Мимма займись ей! — крикнула Нарука, устремляясь на змею. Нарука так и Мимма не заметила силуэт, что сшибся отцуки с дерева и ушел вместе с ней вглубь леса. — Котон огненная бездна! — крикнула Нарука, выдыхая волну пламени на змею. — Я устремился на привлекательную девушку в Тадзюцу, где полностью проигрывал. Она хоть и слабее аяка, но я все равно не поспеваю. — Промелькнула у меня в голове. Одним ударом ноги Арачимару откинул меня, но в полете меня подхватил Нарука. — Энгпаф Мимма! — Ты твою мать кто такая? — задал я вопрос. — Где Сацуки? — спросил Саски настороженно. — Была только что здесь. — сказала Рассина Нарука. — Где она? — прорычал Саски. — Так я тебе и скажу. — сказал Арачимару, изменившимся голосом. Рядом с Арачимару промелькнул размытый силуэт девушки. Удар ногой в змея отправил его в полет, захлебываясь кровью. — Не так быстро, вампир! — прокряхтел Арачимару. Из рта Санину вылетел клинок, который пробил живот Айки, сделав боковое движение Санин отбросил вампира в боковую сторону. — Аяка! — крикнул я. — Яд! — Ха-ха, странно как будто специально для меня! — усмехнулась Аяка, опираясь на меня. Бешеный учхаринулся в сторону падающего Санина, но не тут-то было. Только начав падать к лежащему на земле Арачимару, он отлетел в воздух от вакуумного шара, что ударил ему в грудь. — Ха! — харкнул кровью Саски, устремляясь в воздух. — Саски! — крикнула Нарука, подлетая к Саске и подхватывая его на руки. — Нару! — Беги и забери братьев! — прохрепел Саски. — Футон вакуумные пули! — сказал Санин, выпуская пули в Нарука. Пули попали в тело, пробивая живот на Микадзе. — Ха-ха-ха! — Ты слаб? Хочешь силы? — спросил Индра, злым голосом. — Да. — Дай мне ее! — ответил я. — Индра, что ты? — спросил Курама. — Его близкие могут умереть, Ку, не беспокойся. — ответил Индра. — Из меня вышли двадцать цепей черного цвета, которые пробили тело Санина. Взревев диким звериным рыком, я разорвал его в клочья, не замечая, что несколько белых змей расползались по земле. — Рядом со мной появился злой Минато, который создал клонов и переместил всех кроме меня. — Нару, точнись! — сказал Минато. — Где Сацуки? — прорычал я. — Я послал людей на ее поиски. — соврал Минато, ведь он только что узнал, что Сацуки похитили. — Хорошо, перемести меня к Айке! — сказал я. — Меня переместили в госпиталь. — Я сел рядом с кроватью Аяка ожидая, когда она очнется. — Я не знал, что это ранение приведет к эволюции вампера в очень злую и могущественную личность. Корень. В одном из подвалов для допроса. — А вот и ты, Учиха, я развлекусь с тобой как следует! — сказал Данзо, смотря на связанную Учиху. — Наруто, хватит сидеть без дела, отправляйся в мир призыва! — сказал Индра. — Я не оставлю Айку одну! — крикнул я. — Прикоснись к ней и увидишь, что она в безопасности, она эволюционирует! — сказал Курама. — Я подносил руку к руке Аяка, но мне не дал красный как кровь барьер. — Не прикасайся ко мне и можешь начать тренировки! — сказала Аяка не своим голосом. Ее голос состоял из нескольких сразу, придавая милому голосу демонические и злобные нотки. — Я не хочу! — ответил я. — А чего ты хочешь? — спросил Аяка. — Поцеловать на прощание хотя бы! — ответил я, почесав затылок. — Потом поцелуешь, и не только! — улыбнулась Аяка, показывая длинные клыки. — Ладно, спокойной ночи, Ая! — сказал я. — Спокойной, Нару! — ответила Аяка мягким голосом. — Давай свои печати! — сказал я, обращаясь к Индре. — Услышав название печатей, я переместился к Минато. — Наруто не пугай так! — подскочил Минато на стуле. — Ахаха, желтая молния боится вампира! — издевался я. — Чего хотел? — спросил Минато с улыбкой. — Я отправляюсь в мир призыва, время там идет по-другому, как ты знаешь по своему опыту. Минато на мои слова кивнул. — Так вот, я буду обучаться пока Аяка без сознания! — сказал я. — Третий этап через два месяца! — сказал Минато. — Не дай Саске пасть во тьму и спаси Сацуки! — сказал я и исчез из кабинета. — Ох, и зря я доверился отцу, надо было догадаться, что Хакаги бывает бессильным в нужный момент. Очутившись в странном месте, я осмотрелся. — Добро пожаловать в ад! Рядом со мной появился Индра, что хлопнул меня по плечу. — Как в ад? — спросил я. — Да, я шучу! — рассмеялся Индра. — Это мой личный мир призыва, мир тьмы и хаоса. — Мир демонов! — оскалился Индра. — Ты владеешь! — начал я. — Нет, я не Люцифер, у меня договор с ним, я сама лично обучался и здесь. Индра осмотрелся. Вокруг нас были разрушенные здания, в небе летали драконы, на деревьях были летучие мыши. Рядом с нами появился парень с черными волосами и крыльями летучей мыши за спиной. — Господин! — Я рад, что вы вернулись! — сказал парень. — Мидо, это моя реинкарнация, обучи его владению мечом, а потом я начну обучение! — скомандовал Индра. — Хорошо, как твое имя? — спросил Мидо. — Наруто Узумуки! — ответил я. — Отлично пошли, начнем тренировки! — сказал Мидо и, развернувшись, пошел в сторону зданий, что были целые невредимы. — Тут для меня начался ад. Причем полный. Но ад начался не только для меня, но и для Саски. — Кноха-корень! — Ра-а! — кричала Сацуки от ударов током. Несколько бугаев избивали ее, ломали пальцы и лечили их. Хорошо, что не насиловали в отличие от старика Данза, который насиловал ее на протяжении нескольких часов. По нескольку раз в день. Ха-ха-х, крепкая сучка. Нанес удар в лицо парень с грудой мышц. Сацуки рухнула со стула. Она больше не чувствовала эмоций, тело не болело, она ненавидела это место уже целую неделю ее убивают морально. Но все прекратилось в один момент. Другой парень поднял Сацуки на стуле и провел по волосам. — Жаль, что не могу воспользоваться тобой, ты по рассказам Данза сама во все места даешь, хоть и тебе 9 лет, но тело взрослое как у 14 летней. Сказал парень, но прервался, когда дверь слетела с петель. Все увидели парня лет 1012 горящими красными глазами, он был весь в крови. До этого момента. Двумя часами ранее. По всаске. Все хватит ждать. Пустые тренировки не вернут Сацуки из лап врага, я знаю, где она. Корень Анбу. Почему-то мне кажется, что слова Наруто про Данза и то, как он обращается с девушками, может коснуться моей сестры. — Саски, ты куда? — спросил Фугаку. — На тренировку. — ответил я. — В боевой экипировке. — спросил Фугаку, увидев сына, которым гордился. На Саски был надет жилет черного цвета, похожий на жилет Анбу, черные брюки с двумя подсумками, забитыми под завязку кунаями. На спине катано черного цвета с печатями. — Да в боевой. — ответил я и переместился к входу в корень. С помощью Шису я узнал место расположения корня Анбу, но зачем мне эту информацию я так и не рассказал. — Ты кто? — спросил охранник. Шарингом. Прорычал я. — Где Данза? — спросил я, когда ввел Стражника в иллюзию. — Он ушел навстречу с Дайми. — ответил корневик. — Где у Чиха Сацуки? — спросил я. — Она в дальнем корпусе, там подвал, где держат только девушки, для тех после миссии. Да, кстати, Сацуки Чан лучшая шлюха для Данза сама. — сказал парень. Ох и зря он сказал лишнего, глаза Саски изменились, превращаясь в мангёки. Иллюзия спала. Стражник загорелся черным пламенем. — Тварь! Уничтожу всех, и костей не оставлю. Прошипел я. — Реки. Кровавые реки, вот что оставляю за собой у Чиха Саски. Он медленно с наслаждением проходил мимо комнаты и вырезал корень почистую. Услышав вопль боли и голоса, я припал ухом к двери. — Жаль, что я не могу развлечься с тобой. По словам Данза сама, ты в любое место даёшь и не сопротивляешься. — сказал голос за дверью. От меня пошла жажда крови, и я выбил дверь. Одним движением сношу голову двум уродом, подхожу к сестре. Вот чёрт её взгляд затуманен, она в крови, разрезая ремни, которые её держат, и взял её на руки. Переместившись в больницу клана, где была моя мать и отец. Увидевшие сына, Микото и Фугаку испугались не на шутку. Весь в крови, безумный взгляд. — Чего стоите? — прокричал я. — В госпиталь её. Добавил я, сверкнув мангёке. — Через два часа. Внутренние органы, а именно матка повреждены, кишечник также повреждён, несколько зубов выбиты. — сказал врач. — От меня пошла жажда крови. — Микото заплакала, её обнял Фугаку. — От меня пошла ки, мангёке активировался, из глаз пошла кровь. — Вылечи её быстро! — прорычал я. — Моё плечо сжали. — Пусти Итачи или убью! — закричал я. — Успокойся, убери тьму внутри себя, всё будет хорошо! — сказал Итачи спокойно. Удар в лицо, Учиха-старший катится по полу, из его носа льётся кровь. — Всё хорошо? — Ты обманулся. — Нашу сестру изнасиловал старикашка. — Которого я скоро прикончу. — Жалко, очень жалко, что Наруто здесь нет. Ха-ха-ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Цукими! — сказал Итачи и погрузил меня в гендюцу. — Итачи, ты что творишь? — вскрикнул Фугаку. — Он опасен в таком состоянии, ты ведь понимаешь, отец! — сказал Итачи. — Я сам еле сдерживаюсь, чтобы не разорвать Данза! — прорычал Фугаку. — Энд Павсаски! — мир призыва! — твою мать! — крикнул я, нападая на Индру с катаной. — Прошло четыре года, мне уже тринадцать лет. — Слабо! — Индра выбил меч из моей руки и приставил катану к моему горлу. — Что я тебе говорил? — Никаких эмоций! — сказал Индра, прожигая меня взглядом. — Райтон шаровая молния! — прошептал я. В упор Индре влетел шар из молний, отбрасывая его на несколько десятков метров. — Без печатей! — Амалый повзрослел! — усмехнулся Индра. Покрывшись молнией, Индра устремился на меня. Несколько ударов и я валяюсь без сознания. — Мда! Нам осталось еще три года, думаю, ты освоишь этот стиль боя! — сказал Индра, ложа мою голову себе на колени. — Ты стал мне младшим братом Наруто, спасибо тебе! — сказал Индра, опираясь о дерево и засыпая. — Ну наконец-то я вернусь в домой, но что меня ожидало, впечаталось в память навеки, изменив мою личность до неузнаваемости. Вот и гора Хакаги, вспоминаются деньки. — Когда я с Аякой и Сацуки видели, тут общались. Улыбнулся я мыслям. — Наконец-то ты счастлива, Аяка, ты обрела подругу в лице учихи, что никогда не забудет и не предаст. Спрыгнул я с горы, распуская крылья летучей мыши. — Как круто летать! — прокричал я, летя в сторону резиденции. Я выглядел как шестнадцатилетний подросток с длинными волосами до спины. — Черт! Надо было вернуться раньше, каким же я идиотом был! — Пафаяка! — До прихода Наруто! — Хм, я проснулась! — Сколько прошло, посмотрела я на часы на тумбочке, которые показывали дату и время. — Ого, месяц, надо будет прогуляться с Ацуки, сходить за покупками, вещи накупить, ведь я выросла. — Взрослое тело шестнадцатилетней девушки, большая грудь примерно четырех размера, мое платье стало длиннее, белые волосы стали серебряными и от меня исходит аура. Восклицательный знак. Фото взрослой Аяка есть в примечании. Выйдя из больницы, я заметила Наруко, что была мрачнее тучи. — Наруко, ты чего сама не своя? — спросила я, лучше бы не спрашивала. — Аяка, ты растишки переела? — съязвил Минма. — Молчать! — сказала я резко, дурное предчувствие пожирало меня изнутри. Наруко мне все пересказало, и я, выпустив красные крылья, полетела в сторону больницы Учхо. Буквально выбив дверь, я застала Саски и Сацуки. Саски плачет, обнимая Сацуки. — Сацуки! Я не смогла не вымолвить и слово, когда увидела взгляд своей подруги, нет сестры. — Аяка, а ты выросла! — улыбнулась Сацуки фальшиво. — Аяка! — оторвался Саски и стер слезы. — Ого, вот этот взгляд, я будто в свое отражение смотрю, он такой же, как и у меня тысячи лет назад, когда я будучи мужчиной потерял любимую. Удивилась я. — Саски! — Где он? — спросила я. — Он еще не вернулся. — прошипел Саски. — Наруто порвет его, только вот он. — Начал Саски, но я продолжила за него. — Он может свихнуться, Сацуки дорога для него, как и ты. — Сестренка, что мне делать? — вскрикнул Учиха младший с слезами. — Обняв его и гладя его волосы, я сказал. — Она живая, это хорошо, оберегай ее, ты ее младший брат. — улыбнулась я. — Когда он вернется, отдай его, Наруто прошу, если он не отомстит, то будет бойней. — Моя кровь возьмет его под контроль и будет плохо. — сказала я. — Что будет? — спросил Саски. — Мне придется убить его, он станет, что-то вроде берсерка. — ответила я. Отпустив Саски, я подошла к Сацуки, сев на кровать рядом с ней, меня обхватили ее руки, она прижалась ко мне. Обняв ее в ответ, я поглощала ее более негативные эмоции. Внезапно по всей конохе пошла жажда крови, Саски упал на одно колено, тяжело дыша. — Энпа Фаяка. — Что, блядь? — переспросил я у отца. Сацуки держал в плену Данзо. — ответил Минато. Схватив его за ворот плаща, я врезал ему по лицу, отправив его в стену. — И ты ничего не сделал. Я же говорил тебе, позаботиться об обоих очах, ты же, блядь, знаешь, что они значат для меня. — орал я на отца. — Слабохарактерный уебок. — Ты прогибаешься под старейшинами, в чем проблема? — Дай приказ и я убью всех в деревне, кто мешает тебе и нашим семьям. Но ты лежишь жопу Дайми, сосешь у него хрен, ради... — Чего? — Ради деревни. Закончил я спокойно. — Сын? — позвал Минато. — Что, пап? — спросил я. — Отомсти. Мне надоело. Убей всех, кого захочешь. Хамура и Кахару угрожали на руках, если она не выйдет замуж за парня из Яманука. — Давно пора, с места старейшинам. — улыбнулся я. Аяка почти выбила дверь больницы, а вот я разломал ее в клочья. — Привет, братец. — улыбнулась Сацуки, уже по-настоящему. Саски и Наруто Саяка были единственными, кто мог вызвать эмоции у Сацуки. Подхожу к Саске, смотрю в глаза, пустые, полные ненависти, но не ко мне, ко мне все еще и любовь, грибаный младший брат. Обняв его так крепко, как мог, я похлопал его по спине. — Брат. — Я? — Я не смог ее защитить. — Саски прорвал окончательно Нарев. — Только со мной Саски мог показывать, что у него на душе. — И какого хрена ты такой взрослый? — спросил Саски, посмеявшись. — Ты тоже высокий для своего возраста. — улыбнулся я. — Блин перегнал меня на десять сантиметров, зараза. — улыбнулся Саски. — В больнице появилось свечение красного цвета, которое исходило от Сасуки. — Я вылечила ее полностью, никакой врач не вылечит тебя, даже слабачка Цунади. — сказала Аяка. — Спасибо, сестренка. — сказала Сасуки. — Только вот восстановиться я долго еще не смогу. У меня забрали то, что я хотела дать Наруто, ты же знаешь, что я люблю его. Сасуки заплакала. — Конечно, знаю, я всегда знала это, так еще и Нарука любит этого. Болтуса. Улыбнулась Аяка. — Инсест плохо, не уступлю Наруто ей. Нахмурилась Сасуки. — Но чувства не запрещены. — ответил Аяка. — Ладно, пошли домой, будешь жить у нас, там ты в безопасности. — предложил Аяка. — Я тоже, я разругался с братом, чуть не убил его вчера. — сказал Учхо. — А что родители? — спросил я. — Они на моей стороне, особенно отец, правда он с Хиаши бухает, Микото скушенный сан, так что я один сейчас. — вздохнул Саски. — А что Шисуэ? — спросил я. Тут лицо Саски изменилось, он вспомнил из-за чего, поругался с Итачи. — Флешбек. — Ты идиот, из-за твоей просьбы, почти убили Шисуэ. Итачи заливался слезами. — Что ты несешь? — спросил Саски. — После того, как Шисуэ рассказал тебе о месторасположении корня, ты ушел. Начал Итачи сбивчиво. А за ним, блядь, следили. — Следили, понимаешь? Данзе забрал оба глаза Шисуэ и смылся. Итачи ударил брата по лицу, и не один раз. Когда Саски рухнул на пол, Итачи начал забивать Саски ударами в лицо. Итачи откинули в стену, это был Фугаку. Заботишься о друге, когда дочь при смерти. Сверкнул Фугаку Мангике. — Тьфу! Сплюнул кровь Саски. — И это все? — спросил Саски с усмешкой и безумным взглядом. Итачи испугался не на шутку. — Идиоты, успокойтесь. Зашел Шисуэ, опираясь о трость. — Итачи еще раз тронешь Саски. Я изобью тебя до полусмерти. Пригрозил Шисуэ, выпуская поток чакры. Восклицательный знак. Конец влешбека. Взял Сацуки на руки и я понес ее из больницы. Дома. Уложив ее на кровать и накрыв одеялом, я вышел на кухню, где сидел Саски. Аяка легла рядом с Сацуки, успокаивая ее, ведь у нее были кошмары. — Давай выпьем. — Сказал Саски. — Ты долбанулся? Нам девять лет, но мне шестнадцать уже. Сел я за стол. — Не ебет. Выругался Саски, распечатывая ящик Саки. — Твою мать, ну ладно, давай, Курама, если что, тащи нас в комнату. Попросил я. — Ага, хорошо. — ответил Курама. — Пошла одна, вторая, третья бутылка. — Знаешь, я хочу убить Донза, хах, представляешь, у него дочь есть. — Дочь нахуй! — кричал пьяный очхо. — Тихо, девчата спят, помнишь, что будет, если разбудить Дракулу? — спросил я. — Молчу-молчу. Присосался к бутылке Саски. — Стоп, ха-ха-ха-ха-ха. Дочь реально и тоже круто. — прокричал я. — Вы совсем охуели? — прорычал Аяка, со взъерошенными волосами. — Ай, прости. Больше не буду. Упал я на колени. — Ну ладно, потише будьте. Надулась Аяка. — Блин, его это больше не буду, действует на меня слишком сильно. Закрыла дверь Аяка и легла кучихе. — Знаешь... — начал я. — Че? — спросил Саски. — Да слушай сначала, дурашка. Дал я щелбан Саски. У него дочь, как насчет того, чтобы изнасиловать ее на его глазах? — спросил я. — Говорят, он ее сильно, любит, как и жену. Промямлил Саски. — Класс, выпотрошим жену, друзей, трахнем дочи вдвоем и потом его публично казним. Поднял я бутылку, и мы чокнулись. На следующее утро... Блять, как голова болит. Встал я и ударил головой об столешницу, я лежал под столом. — Курама, ты почему нас не оттащил? — спросил я. — Ого, вот это да? — Ай, сука! Саски грохнулся со стола, на котором лежал. — Почему? — Не знаю, меня интра чесал в этот момент, я поймал кайф и начал балдеть. Сказал Курама, как будто был ни при чем. — Вот ты, зараза! — сказал я. — Я лорд Лисов, великий и ужасный. — Начал Лис. — Блохастый мудак! Добавил я. — Блохастый мудак! — Ах ты, зараза! — прокричал Курама. — Индра, ты че ржешь! — взревел Лис. — Ахахахахаха, он прав! Индра катался на траве подсознание. — Беги отсутся, оке, беги ради рекуда! Лис встал с травы. — Нару спаси ее! — Орал Индра, убегая от злого Лиса. — Ты че, Наруто? — спросил Саски, выпивая рассол из банки с огурцами. Шизопика достигла. — Ответил я. — Тяжелый случай. — Протянул Саски, откусывая огурец. — А помидоров нет? — спросил Саски как ребенок. — Не знаю. — ответил я. Но услышав радостный воплю чихи, что нашел помидоры, вздохнул. — Все такой же ребенок! — улыбнулся я. Саски пошли в резиденцию через пару часов. — Предложил я. — Ага. — М-м-м-м. — Пошли! — ответил Саски с набитым ртом. Умываясь холодной водой, дабы взбодриться я размышлял. — Так у нас есть бешеный сбодуна Учха, высший вампир и прочее. Над чем задумался Наруто? Появился Эндра в отражении зеркала. — Да вот думаю, когда начать вырезать ублюдков, у меня как будто каша в голове, мысли путаются, а от желания мстить кровь закипает. — ответил я. — Плохо. Вздохнул Эндра. — Лучше сегодня, пока ты не начал бросаться на всех, кто попадется на пути. Эндрот исчез. В комнате Сацуки послышался истошный крик. — Нет, отпустите. — Сацуки. — Вылетел я из ванной. — Все нормально, Сацу, я рядом. Прижала Аяка к себе очень устрашиваю. — Сацуки, сестренка, успокойся. Сацуки захотел подойти, но отлетел в стену. — Сацуки, успокойся. — сказал я спокойным голосом. — Сацуки вырвалась и кинула ко мне. Прижав ее к себе, глажу по волосам. — Кошмар опять. — сказала Сацуки дрожащим голосом. — Охуеть ударчик. Сацуки еле поднялся, на дрожащих ногах. — Я уничтожу их. — Прорычал я мысленно. — Сбавьки, мудак. — заорал Эндра. — Когда я сказал, из меня вышла Ки, от которой Сацуки чуть не потерял сознание, а вот Аяка напряглась. — На удивление, Сацуки не задела. — Успокойся, потом все выпустишь, усек. — спросил Ацуцуки. — Да. — ответил я со злобой. — Через час резиденции. — Сегодня прибудет Дайми из семьи Ашимура. — Сказал имена-то. Экзамен наносил, точнее третий этап. Добавил Хиаши, опираясь о стену. — Вот как. Ухмыльнулся я, что не укрылась от отца и Фугаку с Хиаши. — Шикарно. — оскалился Сацуки. Посмотрев на друг друга Узума Ки и Учха, улыбнулись улыбкой маньяка. — Вы собираетесь действовать сегодня? — спросил Фугаку. — Завтра. — Месть — это блюдо, что подает холодным и в самую последнюю очередь. — сказал Аяка, появляясь в кабинете ста летучих мышей. — Саски, ты хоть и сильнее Итачи и я горжусь тобой. — начал Фугаку, но его прервал Саски. — Отец, хватит этого форса, говори мне все в лицо, не стесняйся, ты уже давно не сравниваешь меня и Сацуки с Итачей. — сказал Учха-младший. — Фух, ладно. — вздохнул Фугаку. — Пересади себе глаза, Сацуки. — сказал Фугаку. — Что? — У Сацуки-мангёки? — удивился я. — Да. — Фугаку кивнул. — Какое твое зрение сейчас, Саски? — Думаю, лечение моего клана не особо помогло. — спросил Хиаши. Саски вытянул руку, в его глазах все расплывалось. — Не вижу. — Почти. — ответил Саски. — Сколько ты пользовался им? — спросил я. — Часа два, когда освобождал Айку, потом вымещал злость на полигоне. — ответил Саски. — Я тебя ударю, стоп, сколько у тебя чакры? — спросил я. Тут Фугаку широко улыбнулся. — Режим вороньего отшельника. — сказал Фугаку. — Откуда такой редкий режим? — удивилась Аяка. — Им владеет Микото, вот обучил этого болтуса, перед экзаменом. — Лучше бы ястребов взял как Сацуки. — Пробурчал Фугаку. — Вот как, тогда после пересадки начнем. — Сказал я. — Что насчет старейшин? — спросил я. — Потом, после экзамена через месяц. — ответил Минато. — Тогда у меня будет просьба к тебе через месяц, и только попробуй не согласиться. — Пригрозил я, выпуская черные крылья. — Хорошо. — ответил Минато. — Через пять дней. — До Музумуки Наруто глаза болят. — сказал Саски, снимая бинты. — Это… — Истинный Мангикё Шарингон. — Сказал Индро, его голос был полон восторга. — Сацуки. — Кто же твои родственники? — задалась вопрос Аяка, увидев глаза Сацуки. — Наруто эти глаза не уступают Риннингону. — Эти глаза как мои. — Крикнула Индро. — Хватит орать. — Крикнул я вслух. — Опять Шиза. — Улыбнулась Аяка. — Брата, делечись, лучше в дурку. В больнице такие больные не нужны. — Сказал Саски, вскатывая бинт. — Да иди ты. — Ответил я. — Нару, когда пойдём? — спросил Аяка. — Вечером. — Начнём. — Ответил я. — Я лёг на диван. — Эта сила поможет мне. — Сказала Сацуки холодным голосом. — Вечный Мангёки. — Отлично я приблизился к силе Наруто. — Сказал Саски, активируя глаза. — Вечер дом Шимура и мама пошли в магазин, пока папа ушёл. — Попросила дочь Данзо. — Давай. — Ответила жена Данзо. — В дверь постучали. — Кто вы? — спросила жена Данзо. — Я слуга вашего господина. — Сказала Сацуки, вырубая жену Данзо и подходя к дочери Данзо. — Не надо. — Крикнула девушка лет пятнадцать. — А да, я тоже кричала не надо. На плечах Сацуки появилось два остряба, размером с ворону. В центре конохи. — Хюннаду домой, пора папа не пришёл. — Сказал сын Данзо, которому было лет десять. — Кто ты такой? — спросил сын Данзо. Сацуки оскалившись, вырубил парня, и переместился в лес. Тем временем у Наруто. Тёмная комната, в центре которой находится Шамура и Данзо, прикованы к стулу из железа. — Где я? — спросила Шамура. — В пизде. — Ответил я. — Ублюдок ты знаешь кто я. — Я ученик Тибирамы. — кричал Данзо. — Какой же ты бред несёшь? — Как будто то, что ты ученик этого отброса, что ты значит? — ответил я. — Хоть он и сильно шинобен, но моральный урод, ставящий эксперименты на вампирах. — добавил я. — Сучонок. — Ты заплат. — Данзо застыл в немом крике. Удар ножом в бедро и проворачивающееся лезвие, приносило огромную боль старику. — Коту аммацуками. — Взревел Шамура. — А? — Не сработало? — спросил я с издёвкой. — На меня не действует иллюзия, когда я пользуюсь кровью Аяка. — Сказал я, прокручивая лезвие, наматывая мышцы на клинок. — Аяка, надо было захватить её, жаль, что я не трахнул её. — рассмеялся Шамура. — Зря он это сказал. — А ну да Аяка, сейчас она развлекается с твоей супругой, а Сацуки делает ужин для ястребов и с твоей дочери, Саски играет в марионетку с твоим сыном ха-ха-ха-ха-ха. — рассмеялся я. — Ура! — Данзо отлетел в стену с удара ноги Наруто. — Микото-сан, вы пришли понаблюдать? — спросил я, когда Микото открыла дверь и вошла в комнату. — Нет, я принесла инструменты, Кушина тоже добавила кое-что. — Сказала Микото, протягивая сумку. — А вот это от Фугаку дала вторую сумку. — Спасибо! — улыбнулся я. — Ха-ха-ха к паельной лампу, оставим на потом. — рассматривал я содержимое двух сумок. — Пачка сигарет это мне пригодится. Закурил я сигарету, вынув её из пачки. — Кха! — Мразь! — выругался Шамура. — Сделав жест рукой, Данзо схватили цепи, что освободили Данзо от стула и подвесили за руки и ноги, растянув их. — Ра-а-а-а! Заорал Данзо, чувствуя, как рвутся связки и некоторые мышцы. Цепи исчезли. Данзо рухнул на стул, насадившись на кол. «А-а-а!» — взревел Данзо. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Моя крыша поехала в другое измерение. Остановите землю, я сойду!» Минато наблюдал в резиденции, через шар за четырьмя генинами, что издевалась над семьей Шимура. Сацуки, дочь Данзо по имени Мироку очнулась со странным ощущением. Посмотрев вниз на живот, он ужаснулась. Живот Мироку был вскрыт, на внутренних органах сидели лиястребы, что он ели кишки и прочие внутренности. «Что это со мной?» «А-а-а!» — взревела Мироку. «Хэм, черт, действие препарата кончилось!» «Плохо!» — сказала Сацуки. «Отпусти!» — сказала обреченно Сацуки. «Отпустить!» Я тоже умоляла Данзо, когда этот урод имел меня двумя клонами, и хлестал плетью. Прорычала Сацуки и развеяла иллюзию. «Шикарные глаза!» «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялась Сацуки. Мироку, вскочив с пола, выхватила куну и кинулась на Сацуки. Перехватив руку, Сацуки сломала ее и врезала Мироку по лицу, сломав челюсть. Мироку отлетела на кухню. Сацуки положила Мироку на стол и свесила голову Мироку вниз. «Без прикуса, сучка!» Сказала Сацуки, создав органы из темной чакры, длиной полметра и одним толчком разорвала гортань Мироку. «Аяка, давно я не призывала монстров, особенно для такого развлечения!» Сказала графине вампиров, сидя на кресле в комнате, попивая вино. Два демона насиловали женщину лет двадцать пять. А старикашку выбрала извращенку себе, два монстра долбят ее, а она кайфует. Усмехнулась Аяка. «Хватит, прошу!» Промямлила женщина, когда два монстра излились в оба отверстия, обливая пол белой жидкостью. «Хватит!» «Нет, все только начинается!» Улыбнулась Аяка, безумной улыбкой. «Начать!» Скомандовала Аяка. Два монстра взревели, трансформируя свои агрегаты, шипы впились во внутренности влагалища и аналы женщины, разрывая ее изнутри. «Ах-ха-ха-ха!» «Двигается с господа!» Рассмеялась Аяка, безумным хохотом. «Саски, не надо!» «Хватит!» Кричал парень. «Нет, не хватит!» Ответил Саски. «Твой отец насиловал мою старшую сестру!» «А теперь настала моя очередь!» Сказал Саски, сдирая кожу с парня. «Я не виноват, вини отца!» «А-а-а!» Взревел парень, когда его кожу с правой руки начали медленно снимать. «Да, я обещал резню, но я написал пытки. Резня будет потом. Раз, два, три, четыре сделаем разрез рек шире!» Пропил Саски, делая новый надрез на теле парня. «Ты стойкий, прямо как оловянный солдатик!» Сказал Учиха, поджигая горелку и поднося ее к бедру без кожи. «Наруто, а-а-а!» Кричал Данза, когда его промежность подожгли. «Что такое хуй горит?» «Возбуждает, не так ли?» Спросил я. «Наруто, ты в порядке?» Спросила Микото в микрофон. «В полном. Ничего лучше не чувствовал, правда заниматься любовью Саяка все равно лучше!» Ответил я, с безумным взглядом. Индра и Курама отключили связь, чтобы не видеть и не слышать своего друга, что сошел с ума. «Хватит с тебя, тобой займется Кланучха, они ждут тебя за дверью!» Отпустил я Данза. «Парни входите!» Скомандовал я. Фугаку и несколько приближенных вошли в комнату. Выйдя из комнаты, я услышал звук разрываемой плоти и истошные вопли. «Рядом со мной появилась Сацуки, вся в крови и радостная!» «Что ты с ней сделала?» Спросил я с усмешкой. Трахнула ее во все, что у нее было, потом разорвала на две части и шила. Улыбнулась Сацуки безумной улыбкой. «У меня так же, только жестче!» Сказала Аяка, появляясь, будто из портала стены. «Спрашивать не хочу!» Сказал я, почувствовав дрожь от взгляда Аяка, который был безумным моего. «А вот мой живой, я буду играть с ним еще неделю!» Сказал Саски, сверкая Мишаринганом. «Ну что, пошли домой праздновать?» Спросил я. «Да!» Ответили трое безумцев. «Начнем отборочные бои!» Начал Мината. Первая пара Наруто против Ниджи. Вторая пара Саски-Очихо против Дару из Облака. Третья пара Учихо-Сацуки против Карину Зумуки. Четвертая пара Наруко-Намикадзе против Кару из Облака. Пятая пара Минма-Узумаки против Конкура из Песка. Шестая пара Аяку-Ципеш против Сакура-Харуна. Седьмая пара Гара из Песка против Киба. Остальные провалились или подохли, так что не разочаруйте зрителей и дайми!» Сказал Гинма. «Узумаки!» Посмотрел я на красного лосу девчонку в очках. «Наруто против Ниджи!» «Твою за ногу!» «Не хотел я драться с тобой!» Улыбнулся Ниджи. «Устроим дружеский поединок, вот и все!» Сказал я, поджигая сигарету и засовывая руки в карманы кортки. «Идет!» Ответил Ниджи. «Сейчас будет интересный бой!» Сказал Минма. «Ага, раньше Наруто и Ниджи были равны!» Сказал Аяка. «Глянем на мордобой!» Улыбнулся Киба. «Хаджими!» Сказал Гинма. «Бьякуган!» Крикнул Ниджи. Он не стал играться с Наруто, Ниджи был готов боя на все сто. Вакуумно и ладонь. Отправил атаку Ниджи. Сделав боковое сальто, отправляю огненный шар в Хьюгу. Кайтин. Закрутился на одном месте Хьюга, нивелируя огонь. «Черт!» Устремился я на Ниджи. «Чидари!» Сказал я, пытаясь пробить купол. «Ты забыл кое о чем!» Сказал Ниджи, продолжая вращение. Ветер сильнее молния, а точный ветер и подавно. Молния не нанесла урона Кайтину. Ниджи усилил вращение, отбросив меня. Перегруппировавшись в воздухе, отправляю несколько шаров огня, снабжая их молнией. «Опять ничего?» «Ну ладно, выбора нет!» Сказал я, складывая серию печатей. «Катон облака пепла!» Сказал я, выдыхая пепел в сторону Кайтина. Пепел просочился сквозь Кайтин, окружая Ниджи. «Кайтин вторая версия, буря небес!» Крикнул Ниджи, отбросив пепел от себя. «Черт!» Сказал я, отпрыгивая, ведь техника активировалась, воспламенившись. «Ты стал сильнее!» Улыбнулся я. «Спасибо!» Ответил Ниджи с одышкой. «Небесная ладонь, удар бури!» Отправил торнадо Ниджи из руки. «Блядь!» Футон порыв смерти. Отправил я такой же торнадо. Две техники уничтожили друг друга. Ринувшись на друг друга, мы начали рукопашный бой. Удар блок, удар хайкиком, и Ниджи летит в сторону стены. Не дав ему передышки, оказываясь рядом с тем местом, где он должен приземлиться, пиная его в спину, отправляя его в новый полет. Пропахав землю, Ниджи поднялся и устремился в мою сторону, поднырнув под меня. Несколько ударов пальцами мне по корпусу, от которых я хоркнул кровью. Следующий удар мне в грудь с двух рук, отправляет меня в стену. «Охуеть!» Прохрепел я. «Наруто какого хрена соберись?» Кричал Курама. «Восемь триграмм, вакуумно и ладонь». Отправил Ниджи поток воздуха в меня. Поток воздуха ударил, пригвоздив меня к стене еще сильнее. Ниджи наносил удары, почти забивая меня как гвоздь. «Защитная грань!» Сказал я. «Меня кружили цепи, отбившие атаку Хьюги, и вернувшие ее. Хватаю Ниджи за ногу цепи и швыряю его в стену, пропахивая стены его телом, последний удар был об землю с большой высоты. «Защитился Чикрою молодец!» Сказал я. «Стой над Ниджи!» «Словный бой!» Улыбнулся Ниджи. Подав ему руку, опираю его себя, отвожу на второй этаж. Саски против Доруя. Не послушав команды Доруя начал. Черная пантера. Отправил Черную пантеру из молний в сторону Учихи. Катон. Стены пламени. Защитился Саски. «Слушай команду отброс!» Посмотрел Саски на Доруя как на мусор. «Хаджими!» Сказал Генма. Саски, устремившись на Доруя, нанес несколько ударов пальцами, которые скопировал Униджи. Удары пальцами были усилены Чикрою молнией. Доруя харкнул кровью, отлета от Саски. «Двойная Черная пантера!» Прокричал Доруя. «Чидарин Агаши!» Разрушил пантер Саски молнией. «Райтон!» «Лазерный цирк!» Несколько лучей отправились на Учиху, с намерением пробить дыры в теле Учихи. «Слабак!» Сказал Саски. Несколько взмахов катаной, которые разрезают лучи, словно нож масла, Саски оказывается перед Доруя, который вовремя успел достать меч и скрестить клинки из Саски. «Мусор!» Сказал Саски, пропитывая меч и Крой молнии, который разрезал меч Доруя напополам. Саски оказался за спиной Доруя, нанеся разрез по груди. «И это все, на что способна облако!» Прокричал Саски, смотря на Райкаги. «Чертово ничтожество!» «Эй, Райкаги, мне убить его!» Приставил меч к шее Доруи Саски. Эй молчал, в его глазах был ужас. «Минато, что это за монстр?» Он без шарингна одолел Доруя. Прошептал Эй. «Райкаги сама?» «Ауээй, это еще не все, на что он способен!» Улыбнулся Минато и добавил. «Лучше и ответь, пока не поздно!» «Нет!» Крикнул Эй. «Эх, ладно!» Вздохнул Чеха и улыбнулся. Удар с разворота отправляет Доруя в стену захлебываться кровью. «Сацуки против Карен!» «Ты у Зумаки?» Спросила Сацуки. «Да!» Робко ответила Карен. «Покажи, на что способна, пока жива!» Улыбнулась как псих Сацуки. «Хаджими!» Крикнул Гимма. «Фу, индюцу, взрывная печать!» Крикнула Карен. Тело Сацуки покрыли взрывные печати, которые сдетонировали и разорвали Сацуки в клочья. «И это все!» Спросила Сацуки, оказываясь за спиной Карен. Карен испугалась. Удар тыльной стороной ладони от Сацуки. Карен летит в стену головой. Карен укусила себя, вылечивая раны. «Фуин!» «Начало Карен!» «Заткнись!» Сказала Сацуки, ударив Карен в живот с кулака и добавила локтем по затылку, когда та согнулась. Карен вырубилась. «Была бы ты бесклановой, я бы убила тебя!» Сказала Сацуки холодным голосом и переместилась на трибуны. «Нарука против Каруя!» «Покажи, что можешь, сучка!» Сказала высокомерно Каруя. «Хм, ну ладно, а плачь тогда!» Парировала Нарука. «Готвы!» «Хаджими!» Отдала отмашку Гимма. Каруя кинулась на Нарука с катаной. Нарука, выхватив коной, кинулась в ответ, сталкиваясь с катаной оппонента, выпуская искры. «Райтон!» «Разряд!» Отправила Нарука молнию из пальцев Каруя, ударив ее током, отчего та застыла. «Рассинган!» Добавила Нарука, впечатывая технику в живот. После попадания Каруя отлетела в стену, крутясь в воздухе. Но когда тело ударилось, произошел хлопок. По спине, ногам Нарука пошли порезы от взмаха в катаной. «Сучка, ты слаба, сдохни!» Пробила грудь Нарука Каруя. Хлопок последующий удар, с сопровождающимся грохотом. Оказываясь сбоку Каруя, Нарука напитала кулак чекрой и вдарила по лицу Каруя, сломав ей череп и окончательно добив ее от удара об стену. «Ха-мпф!» Фыркнула Нарука. «Хоть это не сила удары Файки, но тоже неплохо!» Улыбнулась Нарука, перемещаясь на трибуну. «Братик, я справилась?» Спросила Нарука у меня. «Ага, молодец!» Улыбнулся я. «Награда!» Сказала Нарука. «Ну ладно!» Поцеловал я ее в щеку. «Люблю тебя, братишка!» Обняла меня Нарука. «Братец мой!» Оторвал меня Саске от Нарука. «Нет, мой!» Возразила Нарука, отбирая меня и прижимая к себе. «Нет, мой!» Возразила Чеха, оторвав меня от сестры. «Надоело!» Пробурчал я, заменив себя на бревна. Он смылся. «Братец мой!» Крикнул Лютчиха и Намикадзе. «Минма против Конкура. Готовься и сдохнуть, отпрыск Хакаги, я отплачу тебе за тот удар!» Сказал высокомерно Конкура. «Давай нападай!» Оскалился Минма. «Хаджими!» Крикнул Гинма. Оба парни пошли друг на друга, сначала шагом, а потом бегом. Два кулака двух оппонентов собираются ударить по каждому. Минма перехватывает кулак Конкура и ударяет его в живот колено, дальше наносит апперкот в челюсть и добивается разворота ногой в висок. Но нога разбивает марионетку в труху. «Отличное комбо!» «Я не зря учила этого придурка!» Сказал Аяка. «Ага, брат умница, скоро будет веселье!» Улыбнулся я. «Сука!» «Карасу!» Крикнул Конкура, распечатав марионетку. «Ты разрушил Курори!» «Я убью тебя!» Начал отправлять Куная с ядом Конкура. Минма уворачивался с грацией от Кунаев, отбивая их мечом, от которого исходило странное свечение. «Смотри, сынок, как твой младший брат становится сильнее с каждой секундой!» Сказала Кушина. «Я вижу... его скорость... это... геном?» Спросил я. «Геном Грома!» Сказал Джирайя. «Неплохо!» Сказал Саски. Постепенно ускоряясь, Минма отбивал все больше Кунаев, приближаясь к Конкура. «Черт!» «Ядовитое облако!» Крикнул Конкура. «Из карасу пошло облако фиолетового цвета!» «Футон порыв!» Сказал Минма, развеивая облака, содержащие яд. «Мрада, когда ты сдох!» Конкура не успел договорить, клинок, приставленный к шее, заткнул его. «Сдохнешь?» «Да!» Спросил Минма, прожигая Конкура холодным взглядом. «Сдаюсь!» Прокричал Конкура. «Твою мать весь кайф испортил!» Сказал Минма, убирай меч. «Аяка против Сакуры!» «Ты как прошла на третий этап?» «Ртом работала?» Спросил Аяка. «Заткнись, чудовище!» «Тварь!» «Нечисть!» «Я сотру тебя в порошок!» Прокричала Сакура. «Ну да вы человечишка!» Оскалилась Аяка. Гинма уже похоронил Сакуру. «Хаджими!» Сказал Гинма спокойно и переместился на трибуны, от греха подальше. «Сунь-то на волна!» Сложила печать Сакура. «Хах, дура!» Сказал я с широкой улыбкой. «Райтон-проводник!» Сказал Аяка, не сложив печати. Струя воды из рта Сакуры покрылась молнией, повредив ей ротовую полость. «Теневое клонирование!» Прокряхтела Сакура. «Тридцать клонов устремились на Аяку!» «Хахах!» «Ну, давай потанцуем!» Рассмеялась вампирша. Удары ног с разных ракурсов посыпались на клонов. Через пару секунд клонов не осталось, Аяка схватила Сакуру за голову и вбила ее в землю. Наступив ей на спину ногой, взяла ее руки и потянула на себя, разрывая связки мышцы. «Ра-а-а!» Взвыла Сакура. «Что такое ничтожество?» «Тебе не стоило открывать свой рот!» Последняя Аяка прошептала Сакуре на ухо. «Хватит!» Крикнула Цунади, появляясь рядом с Аяка, выпуская свою руки. «Не смей трогать мою ученицу!» Добавила Сиджу, делая шаг вперед. «Ты забыла свое место!» Аяка выпустила свою руки, прибив к земле Цунади. «На колени предо мной ничтожество!» Выпустила крылья Аяка. «Умоляя о пощаде, никто не смеет мне приказывать, особенно человек!» Прошипела Аяка, подходя к Цунади с двуручным мечом. На ней появился плащ, под которым был доспех. Красные глаза прожигали Синджу с намерением убить. «Твой дед был хорошим человеком, и моим другом, как и Мадара, но вот ты стала сукой, я оборву твою жизнь!» Занесла Аяка меч над головой Цунади. Звук падающей головы. «Вот Цунади дура, весь план под откос!» Прошипела Рачимару про себя, сидя рядом с Минато, под личиной Казикоги. Аяка не убрала свой облик, просто переместилась ко мне и впилась в мои губы, вжав меня в стену. Киба против Гары. «Удачи, друг!» Песок устремился на Кибу, схватив его и отбросив его в стену, но это был клон. Гацога! Закрутился вихрь Киба. Гары создал стену из песка. Киба словно сверло на запредельных оборотах, просверливал стену из песка, но стена восстанавливалась снова и снова. Сзади на Гару устремились четыре клона Кибы, закрутившиеся в торнадо. Гара поставил вторую стену, которая пробилась под натиском четверки. Гацога пропала и четыре клона, приблизившись к Гаре, взорвались, отбросив Гару, но тот не был так прост. Взяв песком ногу Кибы, он подбросил его в воздух и шарахнул его в землю волной песка в живот. Кха! Три минуты! Встал Киба, создав десять клонов и закрутившись в воздухе, устремился к Гаре. Гара отправил песочную волну на Кибу, останавливая его. Песчаный гроб. Жал Гар кулак, когда Кибу и его клонов окутал песок. Хлопки в количестве, десять штук. Две с половиной минуты! Сказал Киба с одышкой. Стиленузика трехголовая собака. Сказал Киба, призывая комару и клона. Рассекающий диск. Собака превратилась в диск с бешеной скоростью, устремляясь на Гару. Песчаный щит. Сказал Гара, формируя стену из песка. Ничего другого нет. Прорычал Киба, ударив стену из песка, разрезав ее напополам. Киба захотел нанести непоправимый урон Гаре, но техника развеялась и Киба, рухнул под ноги Гаре. «Я подействовал, сын зря ты с демоном дружбу завел, ты должен умереть!» Сказал Ацуми с улыбкой. Гара, улыбнувшись как психопат, схватил Кибу за ногу и кинул его в стену, ломая позвоночник. «Убью!» Крикнул Гара. Как вдруг отлетел в стену, вырубаясь из сломанных ребер, что почти пронзили легкие. «Поспи пока, я припомню тебе это!» Сказал я, оказываясь рядом с другом. «Кханаруто!» Прохрепел Киба. «Завались!» «Ничего не говори, придурок!» Закричал я на него. Медики забрали Кибу. Победителей спустили вниз. «Итак...» Начал Гимма. «Через четыре часа начнется финальный этап. Отдохните и наберитесь сил!» Первая пара Сацуки против Нарука. Вторая пара Сацки против Меммы. Третья пара Наруто против Аяка. Я удивился, а вот Аяка оскалилась от чего? Я захотел провалиться под землю. Меммы и Сацки переглянулись и дали друг другу пять. Нарука столкнулась с холодным взглядом подруги. «Не бойся, не убью!» Сказала Сацуки. «Но покалечу!» Добавила Сацуки. «Знаю, я всегда хотела сразиться с тобой, подруга!» Улыбнулась Нарука. «Через четыре часа!» «Мемму, удачи!» Сказала Хината. «Поправляйся!» Поцеловал Мемму Хинату. «А ты, Ноджи, следи за сестрой!» Посмотрел Мемму на Ноджи. «И без тебя, знаю, придурок, не пройду и слишком быстро!» Сказал Ноджи. «Удачи вам обоим!» Сказал я. «Это тебе удачи!» Рассмеялись Учхо и Узумуки. «Не волнуйся, Нару, буду бить аккуратно, но сильно!» Прошептала Дракул мне на ухо. «А потом после экзамена...» «Изнасилуй тебя!» Облизала она мне шею, а после впилась клыками в нее. Мемму против Саски. Спрыгнув с трибун Мемму, отпрыгнул от Саски, который уже там стоял и ждал Узумуки. «Я боялся этого, Саски, сражаться с тобой я не хотел, но таковы обстоятельства!» Распечатал Катану Мемму. «Давай без соплей нападай!» Сказал Саски, вытаскивая Катану из ножен. «Хаджими!» Сказал Генма. Два клинка столкнулись и начался град искр. Два силуэта будто телепортировались по арене. В один момент Саски отлетел от Меммы, отрезковый удары ноги. Мемма устремился на Саски, оставляя след синей молнии за собой. «Так быстро!» Удивился Саски, выставив блок. «Катан!» «Покров пламени!» Сказал Саски, покрывшись огненным плащом. Райтон в освобождение! Отпрыгнул Мемма от Саски, отправив луч из молнии в Саски, который не нанес никакого урона. «Райтон!» «Грозовой раскат!» Крикнул Мемма. Из неба, которое образовало тучи, ударила молния, попавшая в очаху. Пыль осела, и Мемма увидел фиолетовый скелет Сусана, который был невредим. Техника С-Ранга не навредила. Вскрикнул Мемма. «Ты стал сильней, Мемма!» Сказал Саски с широкой улыбкой. «Чидари Нагаши!» Отправил молнию Саски. «Футон порыв смерти!» Сказал Мемма, отправляя полумесяца навстречу дугам молний. «Две техники уничтожили друг друга!» «Может, не зря я оставил клон Аглисен Чакры?» Спросил Мемма сам себя. «О чем замечтался?» Спросил Саски, внезапно оказываясь сбоку от Меммы. Удар кулака в лицо Мемме, который отправил его в полет. Тут началось избиение, Саски не давал возможности упасть Мемме, атакуя его в воздухе. Последний удар был сверху вниз ногой, что вбил Мемму в землю. Покров пламени спал с Саски. Саски деактивировал Шаринган и готовился к сюрпризам. Меммы резко как пыль вскочил, подняв пыль, его глаза изменились, став горизонтальными с оранжевой тушью на веках. «Черт режим отшельника!» «Ха-ха-ха, так я могу войти в него за секунду!» Сказал Саски, сконцентрировавшись. Но концентрация прервалась, когда Мемму напал на Саски в рукопашную, отправив в полет учиху хайкиком. В Мемму полетели вороны, что застелили весь обзор. Саски вошел в режим отшельника воронов, выпустив крылья из Саски, устремился на Мемму, схватив его голову рукой, метнул его снарядом в стену. «Какая скорость!» — вскрикнул Джирайя. «Так Малакасос хранил такой секрет!» «Плохо, наш план может провалиться!» Задумался Эй, посмотрев на Рачимару. Мемма закашлялся кровью, но встал, не успев вернуться, получил в живот с ноги от учихи, снова вбившись в стену. «Мне даже Мангёке не нужен, эта сила превосходна!» — сказал Саски, схватив Мемму и поднявшись с ним в воздух. Создав сферу в свободный рог, он приставил ее к торсу Красноволосого. «Ты победил!» — прохрепел Мемму с улыбкой. Саски улыбнулся, убрав сферу, и подлетел к трибунам. Саски поддавался, если бы Мемму получше, изучил свой геном, то дело приобрело бы другой оборот. Подумал я. Сацуки против Нарука. Нарука спрыгнула с трибун, ожидая противника. Райтон Змеем Молнией. Отправила Сацуки, несколько лучей спускаясь с лестницы, экзаменатор не давал отмашку, так как его отвекли. Нарука начала уворачиваться от трех змей, что не давали ей передышки. Росинган. Разрушила одну змею Нарука. Сацуки усмехнулась, ведь после разрушения одной из змей остальные становятся сильнее. Она не справляется. Хм нет, она... Изучает моотехнику. Напряглась Сацуки. Два Росингана с двух рук уничтожили остальных змей. Молодец. Появилась Сацуки перед Нарука, отправляя ту в полет ударом с двух ног в грудь. Нарука, отлетев, развеялась. Клан. Черт, я слишком расслабилась. Сацуки создала меч из молний, блокируя Росинган Нарука. Произошел взрыв, что отбросила обоих кунаичи. Все хватит играться с ней. Сказала сама себе Нарука, доставая куная с тремя лепестками. Хирайшин. Интересно. Начал я наблюдать с большим интересом. Минато посмотрел с превосходством на фугаку, мол, ты проиграл из тебя ящик Саки. Сацуки сразу активировала истинные мангёки, наблюдая за Нарука. Кинув три куная Нарука произнесла. Куна теневой Хирайшин. Начав телепортировать от одного куная к другому, Нарука пыталась найти слабое место. Но его не было, из-за того, что Сацуки видела все перемещение оппонента. Сильная техника, но не против меня. Сказала Сацуки, складывая печать. Катон. Огненная клетка. Все поле, где перемещалась Нарука, превратилось в клетку из чистого огня. Нарука вовремя остановилась, ведь ее могло разрезать на куски. Райтон удар грома. Из тела Нарука ударила красная молния, что не принесла никого эффекта. Вот как, прочная штука. Задумываясь Нарука призвала двух клонов, что начали проводить манипуляции с рукой оригинала. Что делать будешь? Спросила Сацуки с насмешкой. Ты в ловушке и твои потуги. Сацуки застыла, услышав противный звук. Громовый сюрикен. Отправила Нарука метровый сюрикен в Сацуки. Да это рассен сюрикен, но из молнии гораздо мощнее, чем из ветра. Произошел огромный взрыв. Нарука вовремя переместилась шумшином к дальней части арены. В область, где стояла учху ударяли молнии. Все прервалось, когда появился серый гуманоид с шестью руками. Сусана и такой мощи. Удивился Фугаку. Ты очень сильна Нарука, но я сильнее. Сказала Сацуки с превосходством, что подхватила Атайки. Аяка плохо на нее влияет. Подумал я. Райтон двойной граммовый сюрикен. Выкрикнула Нарука, отправляя два сюрикена в сторону гуманоида. Сацуки взмахнув рукой Сусана, отправив два сюрикена в небо, где те взорвались. Бог времени. Применила способность Сацуки своего мангёки, останавливая время на пятнадцать секунд. Развив Сусана, Сацуки подошла к Нарука, приставив меч из молнии к горлу Нарука. Время возобновит свой ход. Скомандовала Сацуки. Что я проиграла? Удивилась Нарука. Хотя у нее же не осталось чакры, как и у Сацуки, что тяжело дышала. Сдавайся! Сказала Сацуки, тяжело дыша, и собиралась упасть от истощения чакры, но ее подхватила Нарука. Сдаюсь! Ответила Нарука. Теряя сознание. Нарука против Аяка. Давай начнем, любимый! Спросила Аяка, стой в своем черном платье, без плаща и доспеха с мечом. Давай! Сказал я. Кинувшись друг на друга, мы столкнулись ударами ног, поднялась пыль, земля треснула. Аяка, переборов меня, закрутилась в воздухе, врезав мне ногой в лицо. Я влетел в стену, как будто ядро из пушки. В следующий момент мне пришлось отпрыгивать, Аяка влетела в стену, пробивая ее. Чудища, блядь! Выругался я. Все находящиеся на трибунах согласились мной. «Ты это куда?» Спросил Аяка, подходя грациозной походкой ко мне. «Что мне делать, блядь?» Прокричал в своей голове. «Рыть могилу!» Ответил Индра. «Давай, Наруто, начинай рыть, я даже лопату дам!» Добавились. «Идите в жопу рекуда!» Ответил я, блокируя удар ногой от Аяка. Рука треснула, меня схватили за куртку и подкинули в воздух, как пушинку. Оказавшись передо мной, Аяка отправила бы меня в ложе Каги ударом ноги. Проломав чей-то стол и стену, в которой я застрял с куском дерева в животе, я закашлялся кровью. «Наруто, ты в порядке?» Забеспокоился Минато. «В полном!» Вырвал я кусок дерева и живота, рано начало залечиваться попутно дымясь. «Давай играть, Нару!» Позвала Аяка. «Психопатка моя, я иду!» Спрыгнул я. От моего прыжка ложе Каги покрылась трещинами. Приземлившись, я образовал трещины на полу. «У нас только рукопашный бой!» «Да и в техниках я прыбу, она получила свои силы обратно, она может выкосить все деревни, если захочет!» Кричал я в панике. Защитившись машинальной цепями, я греб. «По полной!» Злой вампир пробил их, как стекло, и схватила меня за голову, вбивая в землю. Отпустив меня, Аяка прикоснулась носом туфель к моей голове, волна воздуха отправила меня скользить по земле. «Блядь!» Выругался я, вставая. Резко и неожиданно для нее, наношу быстрые удары пальцами, вторск красавицы, следующим ударом ладони в грудь я откидываю ее от себя. «Ха!» Харкнула кровью Аяка. «Ты выучил технику боя этого отсут, суки?» Спросила Аяка, держась за грудь. Сука, он не повредил систему чакры. «Плохо!» Задумалась Аяка. Начав кружить вокруг нее, оставляя размытые изображения, я наносил удары. «Блядь, как мне противно бить ее, потом себе въебу, да так что в госпитале буду готово валяться!» Подумал я. «Стал быстрей!» «А ну да!» «Моя кровь резонирует с его, он же теперь демон!» Улыбнулась Аяка, заблокировав мой кулак. Удар, что пришел мне в грудь, и выбил весь воздух, и следующий по затылку с локтя, отправил в нокаут. Вот и... Начало Аяка, но увидев вставшего народа улыбнулась. Оказываясь за ее спиной, наношу удар в бок, с ноги отбросив ее в стену. Аяка оказала передо мной, начав наносить град ударов. Через два часа. Наношу удар в грудь Аяки, вырубая ее. «Наконец-то!» Вздохнул я. Врезав себе в лицо с кулака, я отлетел в стену. Ударив себя еще несколько раз, я успокоился. Подойдя к лежавшей на разрушенном полигоне Аяка, беру ее на руки, под восторженный крик толпы, и уношу ее в госпиталь. «Блядь, сейчас вырублюсь!» Сказал я, входя в палату, а точнее в свой дом, помощь ей не нужна, она очнется через полчаса. Уложив на кровать свою любовь, которая подавалась мне, а как же еще, была бы ее воля, я бы и доли секунды не выстоял. Тем временем наложи Каги. «Ну вот, экзамен кончился, пошли в Барей, раз!» Начал Мината. «Ку-ку, конечно пойдем, когда ты будешь в аду!» Сказал Рачимару, снимая хинги. На всю арену наложили гендюцу. Вторжение началось, к наха после экзамена. Жители деревни как всегда гуляли, ходили по магазинам, но ведь ничто не длится вечно так. По деревне прошла череда грохотов и взрывов, появились призывные животные и два хвостатых гюки Матабаби, что убивали и уничтожали Кынаху почистую. Несколькими минутами ранее дома Зумуки. Я сидел на кровати рядом с Аяко, любуясь ей и поглаживая ее серебряные волосы, Аяко открыла глаза и улыбнулась. «Молодец, ты победил!» «Хоть я и поддавалась, может через лет сто победишь меня, когда я буду серьезной. Так ты знакома с Мадарой и Хаширамой?» Спросил я. «Да, знакома я с этими слабаками». Ответил Аяко. «Сколько раз ты перерождалась?» Спросил я. «Много». Но девушкой я стала впервые. И я впервые родилась и сжала без семьи, но ты мне заменил ее. Поцеловала меня Аяко. Все могло бы перерасти дальше, чем просто поцелуй, но нет. Грохот и крики прервали нас на самом интересном месте, когда я захотела раздеть Аю. Так это началось. Аяко встала и посмотрела в окно. Аяко щелкнула пальцами и передо мной стояла не девушка, а Дракула в рваном плаще и красных древних доспехах. В руке у нее был метровый меч, красные глаза светились и от нее пошла злая аура. «Не бойся меня, я не наврежу тебе!» Поцеловала меня Аяко. «Хорошо!» Ответил я и встал с кровати, распечатав меч и плащ. Аяко, а точнее уже Дракула, создала портал в полу и пропала в нем, с безумной улыбкой. Блин, она жуткая, меня пробивает дрожь от ее ауры, но вот ее взгляд, такой холодный и отчужденный. Может это ее настоящая личность, просто такого высокомерного взгляда я у нее не видел ни разу, стоит поговорить с ней. Вышел я из дома, и взлетел в воздух, раскрыв крылья. Пролетая по воздуху, я очень удивился, два биджуз сражаются с Шиноби и Анбуконохи, но еще меня позабавило, что Сакуру разрывали несколько парней с красными глазами, они были бледные как мел. Аяко говорила, что это гули, если вампир сушит человека полностью, то человек потеряет рассудок и станет машиной для убийств. Аяко, что же ты творишь? Так вот о чем ты говорила. Вспомнил я слово. Если я изменюсь, то останови меня, растопи мое сердце, сейчас ты видишь оболочку, добрую и веселую, но скоро ты увидишь холодную и злую, но я все равно буду любить тебя. Улыбнулась Аяко, которой было пять лет. Дурочка. Я приму тебя любую, даже чудовищем, который только и может что убивать. Приземляюсь в центре Канохи, где находятся Саски. Веселишься. Приземлился я спиной к нему. — Братец. Что Саяко? Она выкашивает все, что движется. Сказал Саски со страхом. — Я разберусь с ней, не расслабляйся. Сказал я, срубая голову шиноби облака. Индра Курама. Хотите развлечься? Обратился я к внутренней шизе, в количестве два штука. — Выпускай. Ответили Каюби Ацуцуки. Рядом со мной под шок Саски, появляются двое. Легенда и создатель клана Учха, и Каюби только в человеческом обличии. — Индра сама? — удивился Саски. — Привет, родственник. Улыбнулся Индра доброй улыбкой. — Учха? А ты же нормальный. Не мудак, как все. Сказал Курама. Индр исчез в молниях и появился около Гюки. Курама переместился в пламени к Маттаби. — Нападайте у юбки! — крикнул я с Саски. Шины без звука, песка, облака с ревом бросились на нас. Ринувшись, мы начали их вырезать. Комбинируя атаки, мы сносили головы, руки, и прочее. Через несколько минут в ход прошли техники. Призыв Мейда. Хлопнул я по земле, рядом со мной появился парень лет двадцать пять, с здоровым мечом за спиной, черные волосы, красные глаза, улыбка на лице. — Звали господин? Преклонил Мейда колено. — Помоги Хакаги! — крикнул я, складывая печати и отправляя в толпу огненный шар. — Есть! — сказал Мейда, расправляя крылья и улетая в сторону арены. Саски отправляет огненный шар в трехголовую змею, сжигая ей одну голову. Я срубаю вторую стихию ветра, в один момент всю змею разнесло красным лучом чакры. — Что это такое, блядь? — удивился Саски. — Чакра яка. — сказал я. — Уворачиваюсь от нескольких кунаев, брошенных в мою сторону, отправляя огненный шар в атакующего. Саски используя покров молний, резав фарш противников. Над нами пролетают гюки, образуя кратер, зверь пропал, показывая носителе, что горел в черном пламени. — Слабаки. Только Курама может быть сильным, а вы мусор. — сказал Индра, подходя к Би. — Метерасу. — сказал Индра, отправляя в Би, сильнейший аматерасу. Тело Би сгорело за одну секунду. — Так ты не утратил свои силы? — спросил Курама, таща за собой югита. — Ты зачем ее в живых оставил? — А ну да любовь. — сказал Индра с сарказмом. — Замолчи, никакой любви здесь. — Нет. — возразил Курама. Не захотев слушать перепалку, отправляюсь к Арачимару в самый нужный момент. Появляюсь и вижу картину, Арачимару бежит на Минму с Кусанаги на перевес, Минма защищает отца, что измотал надбой с Райкаги. — Райтон. — Бег молния. — сказал я, пронзая змею в бок, останавливая его. Взмах рукой Арачимару висит в воздухе, поворачиваю руку в бок, и тело змеи пронзают несколько игл. На меня направил сегодня дракон от второго Хакаги. Убрав технику, уворачиваюсь от дракона, попутно отправляю огненного дракона, которого потушили водным шаром. Арачимару рухнул как мешок с мусором, но змей использовал технику перерождения. — Мне не справиться с тобой, вот получу тело Саски и его сестры, тогда убью тебя. — сказал Арачимару. Внезапно тело змеи пронзает меч. — Это же... меч Дракулы, он... — прохрипел Арачимару. — Убивает всех, кого коснется. Закончила Аяка, взмахнул мечом и разрубая рыча напополам. Ее голос деформирован, он как будто состоит из нескольких. — сказал я, — чувствует дрожь во всем теле. Индра и Курама переместились ко мне в подсознание, ведь почуяли неладное. — Черт, Наруто, уходи! Она опасна! — кричал Индра. — Не опасна, я чувствую ее эмоции в мой адрес. — ответил я. Она смотрит с теплым на меня, хоть и этих эмоций мало, взгляд пустой, на лице слабая улыбка. — Ты в порядке? — спросила Дракула. — Да в порядке, ты не ранена. — спросил я, убрав дрожь, хоть это было непросто. Аяка издала смешок. — Ты думаешь, что эти ничтожества смогут мне навредить? — усмехнулась Аяка. — Нет, не смогут, я хочу с тобой поговорить, нападение мы отбили, так что пошли домой. — сказал я. — Ты хочешь поговорить с такой мной? С таким чудовищем? — повернула в бок голову вампирша. — Да. — ответил я, схватив ее за руку. — Не смей прикасаться ко мне. Это опасно. Откинула бы меня Аяка в стену, что и так была в плохом состоянии. — Не опасно. — Ты не навредишь мне. — Ты не хочешь. — поднялся я. — Ты хочешь защитить меня, как и я тебя. — Да, блядь. — Пошли домой, Дракула. — крикнул я, вытягивая руку в ей сторону. Аяка дрогнула. — Дом? Ты принимаешь меня, ты? Правда хочешь жить и любить такую меня? — спросил Аяка. — Да, черт возьми, я приму тебя любую, я всегда буду рядом. — ответил я, подходя к ней и хватая за руку и перемещая нас в дом. Аяка село за стол, запечатав меч себе в грудь. Она выглядит старше. — Ей лет так тридцать, блин красавица. Я слегка покраснел. Наливаю чай в две кружки, ставлю одну перед Дракулой, одну перед собой. — Аяка. — Нет. — Дракула, можешь рассказать о себе? — спросил я. — Мое имя сейчас Аяка, так что называй меня так Аяка Цепеш. — ответил Аяка. Я кивнул и начал слушать рассказ. — Я родилась в 1429 году, в Трансильвании в средние века. Тогда были войны, каждый хотел себе заполучить то или иное государство. Я был самым старшим ребенком. У меня были две младшие сестры, мой отец правил государством, на которое были частые нападки. Через несколько лет я занял место отца, мои сестры помогали мне во всем. Через несколько лет мне пришло письмо. Оно гласило, если я не отдам своих сестер, для мирного договора то соседнее государство нападет на наши. Глупо, не так ли? Я кивнул. Так вот. Я решил напасть и потерпел поражение, моих сестер взяли в рабство, мою армию разгромили в пух и прах. Я слышал о пещере в горах, где был чудовищно сильный человек, я не знал, что это был Люцифер. Так вот, когда я пришел к нему с просьбой вернуть своих сестер и захватить государство, он дал мне свою кровь, которая наделила меня мощью, о которой я и не мечтал. Я в одиночку выкосил всю вражескую армию, и когда пришел к месту, где были мои сестры, я увидел, что они боятся меня, я ушел, бросив их, но защищая стене. Через несколько лет я нашел девушку, что приняла меня и полюбила. Ну чертовы люди назвали ее ведьмой, из-за ее красоты сожгли на костре. Глаза Аяка сверкнули красными. Стол был маленький, и я смог взять ее за руку. Я в гневе уничтожил несколько государств численностью в несколько тысяч, после я встретил Люцифера, который сказал мне, что таким как мы не обрести счастье. Нет, это неправда, я смогу заполнить пустоту в тебе. Возразил я, по моим щекам текли слезы, которые Аяка вытерла свободной рукой. Вот как, тогда я могу довериться тебе, снова довериться человеку и полюбить его. Прошептала Аяка. Я убил себя, я не вынес горя от потери, и тогда я переместился в 1600 год, к времени Мадары и Хаширамы. Я не знал, что в другой части Земли существует чакра, но она была слабее моей маны. Я перерождалась 23 раза, это хоть и малое число, но я слишком много пережила там. Вздохнула девушка. Поднимаюсь со стула, беру Дракулу на руки и отношу на кровать. Закрыв дверь, я поставил звуковые печати. Ты обещала мне не только поцелуй, ты обещала это в своё облике. Сказал я, нависнув над ней. Хм. Ну ладно. Аяка впилась мне в губы, сплетаясь моим языком своим. Мы занимались любовью целую ночь, прошёл месяц. Минато после нападения заполучил две территории облака и песок, звук он не захотел брать, его забрал Аяка для своих гулей, несколько гулей, что обрели разум и стали Анбу. Я и Саски и Сацуки вступили в Анбу. Я лис. Саски ворон. Сацуки ястреб. Аяка стала главой спецотряда Анбу, который состоял с гулей, весь мир шинобе узал, что Дракула переродился. Минмы и на руках стали джанинами и взяли команду генинов. Кеба стал Анбу из корней под началом Шису, который взял корень под крыло. Канаха стала сильнейшей деревней. Резиденция. Хакаги сама. Встал я на колено. Сын, сними маску, и хватит формальностей. Поморщился Минато. Пора выполнить обещание. Сказал я, сажаясь в кресло, перед отцом, что стал серьёзным. Слушаю, сын. Сказал Минато. Акацуки. Они опасны для деревни, чего стоит их лидер? Сказал я. Что ты предлагаешь, натравить на них Анбу из гулей? Спросил Минато. Нет. Старейшины Дайми, которые сейчас в Канохе. Начал я. Дайми захотел на руках выдать замуж за своего отпрыска. Спросил я. Минато кивнул. Я убиваю Дайми и его семью. Потом старейшин, чтобы они не давили на тебя, ты станешь свободным, а янукининым. Я хотел продолжить, но меня грубо прервали. Хрен тебе. Хрена лысого сынули. Хрен тебе, Минато. Возразил я. Я уничтожу Акацуки изнутри, и главную угрозу, чёрного зецу, который, подчинит реинкарнацию Мдры. Сказал я. Кто реинкарнации? Спросил Минато. Я его реинкарнация, и он заполучит меня, перед этим забрав то, что мне дорого. Я собираюсь прийти в Акацуки, втереться им в доверие, через несколько лет уничтожу их. Закончил я. Тогда вы будете в безопасности, вы будете живы, и не смей говорить Аяка, хоть раз послушай меня. Ты собираешься оставить её одну? Спросил Минато. Я опустил голову. Я не хочу бросать её, но так надо. Ответил я. А как же Саски, он же тебя братом считает. Она рук она любит тебя до безумия. Мы твоя семья. Ты хочешь посвать ему, но ради чего? Вскрикнул Минато. Какой же ты идиот. Я собираюсь вас защитить. Мне плевать, что со мной будет, главное, чтобы вы били живы. Все хватит, я пошёл, прощай, папа. Сказал я, исчезая в молниях. Мне конец. Рухнул на стол Минато. Кноха ночь. Окраина деревни. Сынок, скоро ты женишься. Улыбнулся Дайме. Да это намекадзе станет моей собачкой, я буду пользоваться ей, столько, сколько захочу. Рассмеялся парень лет десять. Улыбнувшись, сношу голову его матери, которая держала сына за руку. Развернувшись, сношу голову Дайме. Папа-мама? Спросил мальчик со слезами. Они сдохли. Ха-ха-ха-ха-ха. Рассмеялся я, как психопат. Демон. Крикнул парень и лишился головы. После того, как я сжёг тело, я направился к дому Кахару и Хамуры. Дом Кахару и Хамуры. Хм, скоро начнётся. Скоро будет крахучха. Улыбнулась Кахару. Да скоро та печать, что мы поставили на Саски, сработает и он убьёт весь клан. Сказал Хамура, отпевая вино. Даже если мы умрём, печать похожая на Катуа Мацуками сработает, и за Саски, который будет опустошён, придёт человек в маске. Начало Кахару. Он приведёт его в Акацуки, обучит его всему, что знают, и тогда Саски убьёт Узумаки Наруто, и Айку Цепеш. Оскалилась Кахару. Зря я не пришёл раньше, если бы я услышал этот диалог, то всё было бы по-другому. Влетаю в дом старейшин, которые успели среагировать и атаковали, разными техниками. Огненный шар. Сказали Хамура и Кахару. Райтон. Тёмное отторжение. Использовал я технику Индры. Огненные шары отправили шары огня обратно. Суетон водный шар. Сказала Кахару, потушив огонь. Хам, ну ладно, сдохните. Райтон. Грозовая волна Даркуса. Из моих рук выстрелили несколько молний фиолетового цвета. Молния, врезавшись в Кахару, изменила форму, превратившись в папоротник, пробив тело Кахару в разных местах. Кахару! Крикнул Хамура. Не отвлекайся! Крикнул я, нападая на старика с мечом наперевес. Хамура достал Куны из рукава. Пропитав Катану чекрой молнии, разрезаю Куны и наношу глубокий порез по груди, из которого хлынула кровь. Хамур-то использовал Занаги, оказываясь за моей спиной. Развернув Катану назад, пробиваю ей голову старику. Против меня это не сработает, я знаю все техники клану очиха и могу пользоваться ими. Активировал я Мангёки, что дал мне Индра, несколько дней назад. На следующий день. Вчера были убиты старейшины деревни, и Дайми с его семьей. Сказал Минато с трибуны. «Интересно, кто убийца?» Спросил Минма. «Плевать, они заслужили это!» Сказал Саски, опираясь о здание. Толпа начала галдеть, мол, кто убийца, его надо казнить и так далее. Убийца Узумуки Наруто, он объявлен Нукинином с ранга награды за его голову 20 миллионов рио, которая будет расти через год на 2 миллиона!» Проговорил Минато. Стоящие Минма, Наруко, Сацуки и Саски удивились. Аяка, разозлившись, выпустила Ки, отбросив несколько жителей в стены, из-за чего тех расплющила. «Мразь!» Сказала сквозь зубы Аяка, уходя с улицы. «Кабинет спецотряда Анбу!» «Как ты посмел!» «Сука!» «Чертов человечешка!» «Ненавижу тебя!» Крушила кабинет Аяка, вся в слезах. Достав меч из груди, Аяка пошла, вымещать злобу на жителей Канохи, вырезая их в труху. «Дом на Микадзе!» «Минато почему-то его не остановил!» Кричала Кушина. «У меня не было выбора, это все для нашего блага!» Опустил голову Минато. Наруко и Минма крушили полигоны. Сацуки тренировалась с фугаку в техниках огня. Саски тренировался с Микото в использовании режима отшельника. Тем временем у Наруто. Граница страны огня. Я сидел на ветке дерева, курил сигарету. «Мда мне десять и я курю!» Вздохнул я. «Ага, выглядишь ты на шестнадцать, и рангом ты выше Каги!» Сказал Курама. В траве зашевелилась, какая-то хреновина, которая образовалась в мухоловку. «Живую!» Наруто Узумуки. «Вступай в Акацуки, ты нам очень нужен, особенно мне!» Последние слова Зицу сказал в голове. «Ну и на куй хуй я тебе, цветочница?» Спросил я, выдыхая дым прямо в лицо, цветку. «Ты Нуки не назначат, будешь в нашей организации, ты сможешь делать что захочешь!» Сказал Зицу, пытаясь быть убедительным. «Как ты сладко стелешь, прямо как торт с шоколадом, ну а что еще?» Спросил я. «Ты будешь жить в нашей квартире, будешь тренироваться, получишь семью, которой ты лишился из-за конохи. Какой бред он несет, семья лишился, что за хуйня?» Спросил Курама. «Блохастую молчать или шубу сделаю?» Пригрозил я. «Ну ладно, давай иди к лидеру!» Ответил я. «Кноха!» «Аяка, успокойся!» Кричал Саске, пытаясь остановить кровавую бойню. «Молчать!» Аяка вырубила Саске одним давлением ки. «Всех убью!» «Меня некому сдерживать!» «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялась Дракула безумным гуготом. Через пару часов Канаха лишилась половины жителей. На следующий день кабинет Хакаги. «Аяка, ты ведь все поняла!» Спросил Минато, который рассказал причины ухода Наруто. «Да поняла, но почему он не рассказал мне об этом?» «Если увижу его, всю дурь выбью, или убью?» Сказал Аяка и исчезла из кабинета, в очень плохом настроении. «Мог бы и меня с собой взять, сучонок, тупой придурок!» «Ты падаешь во тьму, но при этом не затягиваешь других за собой!» «Аяка село за стол в кабинете!» «Гайз!» — крикнула Аяка. «Да владыка!» Сел на дно колена гуль! «Начать поиски баса Кацуки!» «Если увидишь длинноволосого блондина, передай этому ублюдку, что я встречу с ним и забью!» Приказал Аяка. «Да моя графиня!» Сказал Гайз и исчез. Тем временем баса Кацуки в деревне скрытого дождя. Наш новый член только что прибыл!» Сказал Пейн. «Чей это за пиздюк, бля?» Спросил Хидден. «Пиздюк у тебя в штанах, а это Наруто Узумаки и он стоит очень дорого!» Сказал Ка Козу, глаза, которого загорелись жаждой денег. «Ну и похуй, а стопчетый блядь вякнул!» Рявкнул Хидден. «Заткнулись!» Крикнул Пейн. «Вот твой плащ и кольцо!» Сказала Синеволосая. «Хм, кровь!» «Мне нравится!» Сказал я. Накинув плащ и надел кольцо на указательный палец правой руки. «Мое имя Канан пошли и я покажу тебе твою комнату!» Сказала Канан. Так и началась моя новая жизнь в роли наемника. Я не знал, что меня ждет такое дерьмовое будущее. Прошло шесть лет. Минме, Наруко, Саски, Сацуки, Аяка исполнилось шестнадцать. «Утро должно начинаться с кофе, но не в организации Акацуки!» «Кокозу, блядь, дай сотку мне на сигареты надо, блядь!» «Если не дашь, принесу в жертву!» Орал Хидден. «Блядь, утро же, какого хуя вы орете?» Спросил я, выходя из-за угла. «О! Гоп-стоп, хули из-за угла выходишь!» «Тебя убить!» «Пошел к черту Хидден, не до тебя сейчас!» Простонал я, сажаясь с Кокозу. «Контракт буш?» Спросил Кокозу, отпивая кофе. Кокозу не стеснялся своего сшитого рта, все привыкли к этому. «Убийство! Давай я всегда за...» Ответил я. «Угу, щеприду!» Ушел Кокозу с кухни в свою комнату. «Блядь, когда он с тобой он такой вежливый, блевать тянет!» Сплюнул Хадан, в открытое окно. Чары шумелись средь бела дня. Вышел Саски. Флюшбек. Три года спустя, после ухода Наруто я стоял в кабинете Нагата. Пейн открыл мне свою личность и я смог переманить его на свою сторону. Тебе не знает о нашем плане. Через пару минут Нагата начал. Наруто у меня, мягко говоря, хреновые новости для тебя. Присаживаюсь в кресло перед ним, сжимаю руки в замок и подпираю мне подбородок. Учиха Саски не по своей воле вырезал клан Учиха кроме Сацуки. После расследований выяснилось, что на нем была печать поставленной Кахару Татани, которая спала, когда Саски надвигался на сестру. Соболезную. Опустил взгляд Пейн. «Оставь меня одного». Только и сказал я. Индра Курама, вы тоже, выйдите из меня. Сказал я, из меня вышли два моих лучших друга. Встаю с кресла, подхожу к окну и открываю его, сажусь на подоконник и закуриваю сигарету, выдыхая дым. Вот как. Фу, какой мекота мертвы, весь клан вырезан. Хах, странно, я ничего не чувствую. Кровь Аяка дает свое, контролировать себя в нужный момент. А что в этот момент делал отец? Хотя вряд ли он смог бы что-то сделать. Усмехнулся я. У него наверняка крыша снесло от этого. Сука, надо было раньше прийти к этим мудакам и снять печать с Саски. Входите, Нагата, Курама Индра. Сказал я. Через пять минут. Так значит, за место кисами и сасари, которые ушли в свои деревни, придут Саски и Сацуки? Спросил я, выкидывая окурок в открытое окно. Да, они уже пришли, через несколько минут зайдут сюда. Ответил Нагата. Сука, и отец так просто их отпустил. Спросил я. Наверняка он их отправил за тобой оболтусом приглядывать, ты же ебанулся в край, последнее время ты только и делаешь, что убиваешь и воруешь сердце, по предложению Индры. Сказал Курама и продолжит полоскать мне мозг. Грибаный коллекционер сердец, у тебя почти все стихии, но вот ты стал высокомерным, как вампир, ты самый опасный преступник. Награда за твою голову несколько десятков миллиардов. Миллиардов, блядь. Мамочка моя, не ебе мне мозг. Взмолился я. Дальше я беседовал с Нагата, мы обсуждали, какие задания дать нашим придуркам. Наруто второй глава Акацуки. В дверь постучали, я сел за стул рядом с Пейном и ждал. Войдите. Крикнул Пейн. В кабинет зашли оба учихи, за ними стоял Тебе, из-за чего я скрипнул зубами. Стопэ. Остановил меня Индра. Здравствуйте, Пейн, сама и Наруто. Сказал Саски с удивлением в голосе. Здравствуйте, лидер Сама. Сказала Саски холодным голосом. Я промолчал, достал пепельницу и закурил. Заберите свои кольца и плащи, их вам выдаст Канан, потом познакомитесь с другими членами организации. Хорошо. Сказали оба учихи и ушли за Канан, что увела их от греха подальше. Пейн сама есть миссия для Тебе. Спросил Абита детским голосом. Нет. Пошел вон отсюда. Сказал Пейн. Тебе выбежал с воплем из кабинета. Когда мы убьем его? Спросил я. Не сейчас, Наруто. Не сейчас. Ответил Пейн. Вечер башни скрытого дождя. Я сидел на высокой башне, свесив ноги с крыши. За моей спиной послышались шаги. Пришли все-таки. Усмехнулся я. Наруто. Это точно ты? Спросил Саски. Нет, демон Канохи. Усмехнулся я, сверкнув красными глазами с вертикальным зрачком. Саски вздрогнул. Высокомерный взгляд, отчужденность как у Аяка после ухода Наруто, аура слишком тяжелая. Саски еле стоял на ногах. Наруто-сбавьки, ты их убить хочешь? Спросил Индра. Сбавив свое давление, что не уступало Дракуле, я закурил сигарету. Как Аяка. Наверное, ненавидит меня? Спросил я, повернув голову в сторону Сасуки и Саски. Она. Когда узнала, что ты ушел, вырезала половину Канохи, да она ненавидит тебя и хочет вернуть. Сказала Сасуки. Вот как, это хорошо, заодно вы в безопасности, в отличие от меня. Последние слова я сказал шепотом. Но это услышали. Наруто, что ты с собой сделал? Спросил Саски с нажимом. Ты погряз во тьме. Чертов эгоист. Вскрикнул Саски. Миг и Саски улетают в стену. Эгоист. Я то? Я собираюсь спасти вас от черного зецу и обитого чехили человека в маске. Заорал я. Только вот зецу пропал, когда я обосновался в организации. И когда я начал становиться сильнее, то бы перестал появляться на собраниях. Если бы зецу не исчез, я бы уже вернулся. Наверное. Закончил я свою тираду. Вырезка твоей клана на моей вине, я опоздал, если бы я убил раньше стариков и снял бы печать, то всего этого не было. Развернулся я спиной кучихом и снова сел на крышу, свесив ноги. Ты не виноват, Нару, тебе нужно было бы отправиться в прошлое. Сказал Исацуки. Тогда я бы переместился в далекое прошло и изменил бы Дракулу в лучшую сторону. Ответил я. Хотя... Уже все кончено, я буквально изменился во всем, я уже не тот старший братьец, которого вы знаете. Спрыгнул я с крыши. Тут моя голова заболела от матов курамы. Ты нахуй это сделал? Зачем ты отталкиваешь их? Мудила. Потому что со мной опасно, я не знаю силы зецу. Если он нападет и подчинит меня, я убью все, что мне дорого ты понимаешь. Зарал я в ответ, появляясь в подсознании и отправляя Китсуне в полет ударом кулака. Начинается, опять только вчера был этот пиздец. Хватит умоляю. Зарылся Индра в высокую траву. Энд флишбек. Саски подошел к кофейнику, налил себе кофе и сел за стол. Кокозу подошел ко мне и дал книгу Бенва. Хм. Стоп, что я куцепеш? Сколько блять? Вскрикнул я, увидев сумму, что была больше моей в несколько раз. Переверни страницу, там будет твоя цель, тебе же нужен Макутан. Прищурился к куцу. Нужен, хам цена высока, хахах Макутан высшего класса, кто писал характеристику. Спросил я с усмешкой. Хрен его знает, берешься. Давай 70% процентов твои, ведь благодаря тебе я стал сильнее. Пожал я руку к кукузу. Блять, граница листа, вот бы не встретиться с Аяко. Взмолился я. Не думай об этом и не встретишься. Пробурчал лис. Наруто вышел. Ой, блять. Взялся за голову кукузу. Что такое кути? Спросил Хидден. Я забыл сказать Наруто, что за этого ублюдка взялись анбу спецкласс. Твою мать. Сказали Саски и Сацуки. По пути к стране огня. Один из гулей, что патрулировал местность, он заметил силуэт, что двигался на запредельной скорости с помощью крыльев. Черт надо доложить владыке. Опомнился гуль, и отправил им пульс маны с посланием, в сторону Канохи. Кноха штаб спецотряда анбу. Теце. А вот это Наруто, готовься к смерти от моей руки. Аяко вышла из кабинета, перед этим одеваясь в одежду среднего века, плаща красный доспех и метровый меч. Распустив красные крылья, он взлетел в воздух и направилась в сторону Наруто. Вот я прибыл на место, которое было указано в книге Бенва. Ну и что я вижу, небольшая хибара, немного потасканная временем, свет горит, значится... Там, кто-то есть. Применив хинге старика, который весь в порезах, подхожу к двери и стучусь. Кто там? Спросил мужчина. Сынок, пусть и переночевать, на меня напали звери. Сказал я голосом старика. На улице был вечер, где-то часов девятнадцать, ровно. Конечно, отец в пущу, заходи. Улыбнулся мужчина лет тридцать. Меня усадили за стол, налили в кружку чай. Я бы заполучил его Макутан прямо сейчас, если бы ни одна фурия, что влетев в дом, разрушила его в пух и прах. Отскочив, я начал орать на девушку, не узнав ее, в клубах пыли. Доча, ты совсем ебанулась, нападать на больного старого мужчину. Сейчас я тебя отшлепаю. Создал я трость, угрожающе покрутив ей в руке. Ну, давай отшлепай. Оскалилась Аяка, выходя из пыли и держа голову мужчины с Макутаном. Хинге спала моментально. Красавица и чудовище одновременно, черт какая же она красивая. Промелькнуло у меня в голове. Ая. Я не успел сказать еще что-либо. Меня схватили за голову и бросили в сторону гор, которые были на расстоянии несколько сотен километров. Охуеть она в бешенстве. Вскрикнул я. Нет, она счастлива. Рассмеялся Курама. Я влетел в гору, образовав в ней кратер, на меня приземлились, вбив два колена мне в живот. Ха. Она пробила элемент стали. Харкнул я кровью. Я не успел сгруппироваться. Меня взяли за руку и вырвали ее с корнем. Рука отросла в мгновение, выставив ее в сторону груди Аяка, я отбросил ее волной воздуха. Вскочив я начал складывать печати, внезапно послышался щелчок пальцев и все мои пальцы сломались. Нет нельзя. Ты плохой мальчик. Сказала Дракула, появляясь за моей спиной и вбивая кулак мне в лицо, отчего я отлетел на несколько километров. Курама готов поминки и... Могилу. Сказал Индра, который увидел как Наруто, пинают по воздуху. Удар в грудь и я влетаю в землю, на мое лицо капнуло несколько капель. Открыв глаза, я увидел кровавые слезы Дракулы. Мразь. Тварь. Ненавижу. Наносила удары Аяка, ломая мою грудную клетку. Переместившись за ее спину, обнимая. Зря. Не смей. Трогать меня. Мою грудь пробили крылья Аяка. Аяка развернувшись, вырвала крылья из меня и отбросила меня ударом ноги. Блять, как же хорошо, что ты почти бессмертный. Вздохнул Индра. Я уверен, что у нее вся информация о Наруто. Сказал Курама. Ну да. Если бы ее не было, то так сильно не атаковала. Добавил Индра. Ты. Не сказал мне, ни слова просто бросив меня. Аяка схватила меня за голову и вбила в землю. Голос Дракулы был деформирован, но он не был злобным. Этот голос был еще хуже. Видимо голос Аяка будет всегда состоять из нескольких голосов сразу. Как ты посмел предать меня? Я знаю, что ты хочешь защищать нас. Но, ты не можешь защитить себя. Последние слова Аяка выкрикнула и метнула меня в сторону дыма, который недавно разрушила. Аяка подходила медленно ко мне и это дало мне возможность поглотить сердце трупа. Аяка в один миг оказалась передо мной, но я отскочил, складывая печать. Макутан сковывающие путы. Тела Аяка сжали корни дерева, которые были огромные, словно стволы дуба. Я знал все техники Макутана из свитков, хоть и не мог их использовать, ведь деревяшки у меня не было. Дрова меня не остановит. Взревела Дракула, разрушая технику голыми руками. Райтон волна грома. Сказал я, выпуская молнию из всего тела, которая ударила в Аяку. По лесу послышался крик, который перешел в злобный смех. Ха-ха-ха-ха. И это все. Все на что способен коллекционер Сердец. Расплылась Аяка в безумной улыбке. Я не наврежу тебе. Сказал я. Ха-ха. А я вот наврежу. Оказалась Аяка передо мной, схватив меня за горло. Неа, твои техники не работают. Я обнулила их. Сказала Аяка, сдавливая мое горло. Ну, тогда давай, выпусти весь гнев на меня. Я виноват, что причинил тебе боль. Прохрепел я. Меня отпустили и отбросили в дерево ударом ноги. Причинил боль? Ты серьезно? Усмехнулась Аяка, пронзив меня презрительным взглядом. Ты... Чертов узумки. Буквально убил меня, оставив одну, знаешь почему? Задала вопрос Аяка, присаживаясь на поваленное дерево. Нет. Ответил я настороженно. Что ты сказал мне, когда принял меня? Спросила Аяка со злобой. И тут до меня дошло. Что я мудак, причем полный? Ты обещал, что будешь сдерживать меня, и будешь рядом. Твоя любовь, которая согревала меня, когда ты был рядом, давала мне жажду жить, но ты свалил. Вздохнула Дракула. По моим щекам невольно пошли слезы, я не знал, через что она прошла. У меня были кошмары, а тебя не было рядом, я не могла успокоиться несколько часов, мне повезло. Что ты познакомил меня с Ацуки, которая возилась со мной как с маленьким ребенком, который ревел без остановки. Прошипела последние слова Аяка. «Прости», — сказал я глухим голосом. «Что?» — усмехнулась Аяка, и ее глаза блеснули злобой, от которой я испугался. Аяка встала, подошла ко мне и схватила за потрепанный плащ, подняв над собой. «Это все, что ты можешь мне сказать?» — подняла бровь Дракула. «Я не знаю, что мне говорить», — вскрикнул я. «А ну да. У нас почти эмоций нету, вот как будто у меня они есть». «Пробило мной дерево Аяка. Зараза, я могу убить тебя и уничтожить этот мир, а потом переродиться». «Но что мне делать потом?» — ответь мне, Узумуки, Наруто. «Но я слишком сильно люблю тебя, но ты вот так вот поступил со мной». Голос Аяка слаб. «Я не знал, что так. Я замер. Черт, я ведь мог догадаться, что так произойдет». «Осел я на землю. Через пару минут». Аяка сидела на ветке дерева, ожидая слов Наруто. «Которые не заставили себя долго ждать». «Ая!» — позвал я. «Что?» — спросила Дракула, спустившись ко мне с ветки. «Дай мне второй шанс, спрошу, я. Я больше так не буду». Упал я на колени перед ней. «Опять ты говоришь это слово, оно слишком сильно на меня действует». Вздохнула Дракула. «Встань и подойди!» — сказала Аяка приказным тоном. Встав и подойдя к ней, я посмотрел в глаза, в которых была боль, и я резко обнял ее, забирая ее негативные эмоции. Мое тело пронзило боль, из глаз хлынули слезы, и я увидел воспоминания Аяка из снов. Смерть сестер, отца, матери, и даже моя смерть в будущем, которая появлялась каждый день на протяжении шести лет. «Наруто ты мудак, знай это!» — прорычал Индра, что увидел мои воспоминания. Я услышал всклипы Индры. «Это сон, я не хочу видеть смерть Наруто, я не выдержу!» — закричал Индра, заливаясь слезами. Курама в этот момент не знал, что делать, он застыл как вкопанный, увидев смерть своего друга. Индра и Наруто за все годы стали как родные братья. Создая клоны в подсознании, которые начало успокаивать рыдающего Индру. «Черт не плачь, идиот, мне больно от этого!» — попросил мой клон. «Аяка! Пошли со мной в организацию, я буду рядом с тобой, прости, прошу, нет, умоляю!» Обнял я сильнее Айку. «Угу!» — кивнула Дракула. «Организации Ночь 21» — ровно я положил Айку на свою кровать, поцеловав ее в лоб, я пошел в туалет, где меня вырвало большим количеством крови в раковину. «Черт, сдерживать атаки Аяка было тяжело!» «Этот геном бессмертия не такой уж и бессмертный. Индра и Курама спали, я вовремя закрыл доступ к слежке за собой. Я тяжело дышал, нет задыхался, достав несколько таблеток я закинул их в рот. Кровь восстановилась, тело пришло в норму. Блять, когда я перестану быть наркоманом, придется дуря выкурить, чтобы боль убавить. Сел я на унитаз и закурил. «Скурив несколько косяков, я вышел из туалета и пошел к кровати, где развалилась Аяка. Госпожа Дракула, можно мне лечь рядом?» — спросил я. «Ну, попробуй, рискни». Улыбнулась Аяка, доспехов на ней не было, была черная водолазка и брюки. Я лег рядом, обняв ее крепкими объятиями. «Через два часа. Я проснулся от того, что всхлипывала и звала меня по имени. Я рядом, Ая. Я угнил ее сильнее, если бы она была человеком, я бы сломал ей кости. Нару. Не умирай, прошу, не исчезицу, подожди моей помощи», — сказала Аяка и затихла, засопев мне в плече. «Черт, это у нее было каждый день, прости меня, любимая». Поцеловал я ее в губы и обхватил крыльями. Утро девять часов. Акацуки всем сбором завтракали, как вдруг подавились от грохота в комнате Наруто. «Комната Наруто. Отпусти. Откинула бы меня Аяка в стену ногой. Это типа доброе утро, любимый. Потер я бок. Ты слишком сильно обнял меня, я чуть не задохнулась. Накинула плащ Аяка и подошла ко мне. Доброе утро, это вот так. Впилась мне в губы Дракула с жадностью, сплетаясь языками. Через пару десятков минут Аяка оторвалась. «Ты захотел зайти дальше?» — улыбнулась Аяка. «Не против». Улыбнулся я в ответ. «Курама сейчас будет весело!» — крикнул Индра. «Обойдешься!» — обломала меня Аяка. «Ну, блядь!» — Индра рухнул на траву. «Ты извращенец из клана Ацуцуки, выйдя из моего подсознания и наконец переспи с Канан!» — крикнул я на Индру. «Отказываюсь!» — ответил Индра. «Хах, как долго ты будешь скрывать это?» — спросил Курама с ехидством. «Столько, сколько потребуется!» — ответил Индра. Аяка спустилась вниз. «Ты убила братца?» — спросил в лоб Саски. «Да нет, хотя я не против!» — улыбнулась Аяка. «Ай, сестренка, прости, что оставила одну!» — опустила голову Сацуки. Аяка еле сдерживая злобу, что нахлынула из ниоткуда ответила. «Ничего! Откуда это чувство?» «Я как будто эволюционирую, я всегда становлюсь сильнее, когда нахожусь рядом с Наруто!» Задумалась Аяка, сажаясь за стол рядом с Хидденом. «Дракула сама, я ваш поклонник, дайте автограф!» — крикнул Хидден. «Держи!» Аяка дала щелбан Хиддену, из-за чего тот пробил несколько стен здания, вылетев под проливный дождь. «Да ну доброе утро!» — поздоровался Дейдара. «Даров Дей, скоро на миссию, кузя дай контракт!» Попросил я друга, который был старше меня вдвое. «Как и Зу!» «А ты вырос!» — сказала Аяка, улыбнувшись коварной улыбкой. «Здравствуйте, Аяка сама!» Встал Кокозу из стола и поклонился, отдав дань уважения Дракуле. «Техники, которые я тебе дала, работают!» — спросил Аяка. «Да работают!» — ответил Кокозу. «Отлично!» — взяла кружку с кофе от Сацуки Аяка. «Так, Пейн, носить ваш древной плащ я не буду, буду носить свой, который мне подарили очень давно. Так она хочет надеть тот плащ, который я ей купил на ее день рождения!» Задал я себе вопрос, вспоминая плащ с изображениями летучих мышей. Плащ был на вырост. «Хорошо!» — вздохнул Пейн. «Ну вот и отлично!» «Так, Наруто...» «Эм-эм-эм, бляда, где же оно?» «Грибаные задания, для вас!» — мучал Кокозу. «Блин, дует блондинов, будь вы неладный, вы столько бабок стоите, если бы Наруто не был моим другом, то я сдал бы тебя в черный рынок!» Сказал Кокозу, продолжая листать листы бланка с заданиями. «Хоть не впрет, так ты пока ищи задания, а я пойду с Дием подерусь!» Встал я из-за стола. «Полигон дождя!» Дейдара запускал в меня своих взрывных чудищ, от которых я уворачивался, и разрезал их катаной заряженной чейкрой молнии. «Черт дракон Си-2!» — крикнул Дейдара, взлетая в воздух. «Здоровая махина, похожая на небольшую корову Толлина и еще что-то устремилась в мою сторону, увернувшись разрубаю ее, открывая обзор на сотню таких чудищ. Произошла череда взрывов, я вылетел потрепанный из эпицентра со сбитым дыханием, из небольших ран текла кровь. «Ха-ха, ты стал сильнее, хочу попробовать кое-что!» — сказал я с отдышкой. «Хорошо да ну, жду!» — ответил Дейдара. «Выставляю указательный палец, в сторону дракона, концентрирую чакру черного цвета. Давай она называется Сера, просто выстрелив чейкрой в дракона!» — сказал Индра. «Сера!» «Черный луч энергии, выстрелил из указательного пальца Зумаки, полностью уничтожив дракона и задев Дейдару, но не сильно. Аяка что наблюдала вместе с Саски и Сацуки с Кокозу, оскалилась. «Интересно!» «Очень интересно!» Улыбка Аяка стала очень широкой, как звериный оскал. «На что ты еще способен?» Отправил Аяка темную сферу на Наруто. Почувствовав опасность, поворачиваю голову и вижу небольшой шар, который летит в мою сторону на огромной скорости. Разрубаю его мечом, две половинки взорвались за моей спиной, что было очень красиво. «Неплохие рефлексы!» Аяка облизнулась. «Да но я сдаюсь!» Вздохнул Дейдара. «Ага, я согласен, Кузя, ты закончил поиски?» Спросил я. «Да нашел, так два блондинистых ублюдка, подходите ко мне и получите задание!» Прокричал Казузи. Получив задание на уничтожение небольшой деревни, я забрался на глиняную птицу, перед этим сказав Аяка, что сегодня вернусь. «Да вернусь, как же, кто мог знать, что нас там ждет пиздец?» «На подходе к месту!» «Да но что там за вышки?» «Светятся из-за чего-то!» Смотрел Дейдара в свой увеличительный прибор на глазу. Вышка загорелась красным цветом, через миг в нас летят стрелы. «Твою мать!» Крикнул я, собираясь спрыгнуть, но не получилось. Дракон взорвался, задев нас. У Дейдара оторвал руку, он истекал кровью. В моих глазах все плыло. «Я!» «Что за дерьмо?» Еле как встал я, оглядываясь. «Да но!» «Вы как?» Дейдара наспех забинтовал руку. «Как будто с бодуна!» Ответил я. «Сдавайтесь!» Крикнул мужчина. «Пошел ты!» Крикнул Дейдара, выплевывая из правой руки, несколько ниток, которые превратились в пакемонов. «Пакемон на поле!» Сказал Дейдара, запрыгивая на ветку дерева и сажаясь в позу медитации, чтобы повысить контроль над созданиями. Двадцать, так сказать, пакемонов начали нападать, на войско из пятьдесят человек. Но войско было не так и слабо, несколько человек резали монстров, чей крой молнии, но это не придавало эффекта. Убив одного, появлялись двое, и так до бесконечности. Башня засветилась еще ярче, и в нас пошли стрелы в количестве более тысячи штук. «Твою мать!» «Барьер Узумуки!» Крикнул я, защищая меня и Дейдару. «Как там она называлась-то?» «А точно!» «Громовый сюрикен!» Создал я сюрикен из молнии в руки и метнул ее в башню. Из неба ударили несколько молний, разрушающих небольшую часть деревни. Надо было создать клонов с этой техникой. Из земли вышли десять башен, которые выстрелили десять тысяч стрел, которые попав в снова созданный барьер взорвались. Ха-ха-ха! Я тяжело дышал, барьер разрушился, Дейдара нигде не было. Я успел создать покров цепей вокруг меня и Дейдары. Ха-ха-ха-ха-дано! Они уничтожили сами себя, подумав, что заберут нас вместе с собой. Дейдар ожирал как безумный. Я рухнул на землю без сознания. Дано! Дано! Орал Дейдара, тряся меня за плечи. Идиот! Ты применил запретные цепи, я говорил тебе не использовать их, ты улучшил их недавно, сделал прочнее, но... Ты, блять, забыл про риски, ты можешь сдохнуть! Орал Индра. Цепи тратят много чакры, ты не можешь контролировать их. Продолжал Индра. Хватит мне мозг промывать. Я защищал Дейдару, и себя хватит, мне надо поспать. Ответил я и заснул. Через неделю. Я очнулся на кровати в больнице Акацуки. В комнате была Аяка, что сидела на кресле и смотрела на меня пустыми глазами. Аяка! Где я? Спросил я. В больнице все нормально, не смотри на меня так. Попросил Аяка. Я дала тебе большую часть своей крови, ты был при смерти. Тебя пожирала темная чакра, которая исходила изнутри. Индра, он пытался вылечить меня. Прохрепел я. Аяка легла рядом со мной. На конец-то я могу поспать, спокойной ночи мой любимый идиот. Спокойной моя Дракула. Сказал я, закрывая глаза и погружаясь в подсознание. Подсознание. Итак, Индра, что со мной творится? Спросил я. С тобой происходит пиздец, твои каналы чакры уничтожены, но кровь Дракула восстанавливает их. Только эти каналы слишком обширные, и в них темная чакра, темнее, чем у меня. Сказал Индра. Так это же хорошо? Спросил я. Ничего хорошего, хоть ты и вампир. Приступы ярости будут пожирать тебя изнутри, ты сорвешься, начнешь убивать. То сеть мне нужен стержень, что будет сдерживать меня? Спросил я. Да. Вздохнул Индра. Помнишь, что я говорил тебе, про переизбыток крови вампира и что начинается потом? Да, я превращаюсь в машину для убийств, и меня можно только убить. Ответил я. Нет, есть два выхода. Первое убийство самое хреновое, второе более-менее нейтральное в каком-то роде. М-м-м, бля. Да говорю же. Заорал я в нетерпении. Тебе надо выпить кровь вампира самому, а не с его подачки. Ты долбанулся мне, як и зуб выбьет, и затых засунет. Ответил я. Ну, или выпью мою кровь, но все равно придется выпить крови Дракулы. Расстегнул плащ Индр в области шеи. Ты получишь мои настоящие глаза, ренинган стома и белого цвета. Выпив кровь Дракулы, ты дашь согласие, что будешь всегда с ней, видишь ли, когда у вампира свадьбы он обменивается кровью с любимым. Ясно. Ну тогда. Выпустил я клыки и подошел к Индре, пившись ему в шею. Выпив литр, я отстранился, глаза заболели, из них пошла кровь. Спасибо. Сказал я, выходя из подсознания. Ая. Можно у тебя спросить. Чего нару? Проснулась Дракула. Можно выпить твоей крови? Ха, ну давай, а то нечестно я пью, а ты нет. Улыбнулась Аяка. Аккуратно впиваясь клыками в шею, выпивая кровь, которая была очень сладкой, но из-за крови Аяка, мои вены как будто лавой наполнились. Ничего, скоро все пройдет. Прошептала Аяка. Через пару секунд все прошло, я отстранился и моментально уснул. Все идет по-другому, я буду рядом, когда ты будешь биться, зецу и обито. Сказала Аяка, обнимая Наруто крыльями. Проснувшись утром, я не обнаружил рядом Айку, потянувшись на кровати, я направился в ванную. Умывшись и почистив зубы, я заметил изменения. Клыки стали длиннее примерно сантиметра два, хотя раньше были короче. Активировав глаза, я увидел рейнингон серого цвета томная. Интересно, на что он способен? Задал я вопрос вслух. Потом узнаешь, тебе вампир будет нипочем. Ответил Индра. А еще глаза Нагата полное дерьмо по сравнению с твоим. Добавил Ацуцуки. Отлично, тогда я могу убить обито. Нет. Резко прервал меня Индра. Мы не знаем, на что он способен. Я чувствую мощь от него, которая выше твоей. Вот как. Хорошо. Ответил я и вышел. Спускаюсь вниз, замечаю Саски Кокозу, которые играют на деньги у Чиха младшей. Даже с Шарингоном проигрывает. Выхожу с кухни, направляясь на полигон, где слышал взрывы и всплески чакры. Подойдя ближе, я услышал. Шинротен сей. Не поняв, что за шиншилла, почему она должна быть теснее, я подошел ближе и увидел, как пиин огребает от Эйки. Мда. Бог решил сразиться с сущим дьяволом. Подумал я. Даже шесть тел бесполезны. Удивился Нагата, когда его шесть марионеток разобрали на кусочки. Слаба Нагата и эта сила Ренингана. Повернула голову в бок Аяка. Сдаюсь. Вздохнул пейн. В жертву нахуй. Крикнул Хидден, появляясь за моей спиной, замахиваясь косой, намереваясь срубить мне голову. Развернувшись, сношу ему голову с плеч. Блять. Некогда мне не застать тебя врасплох. Ага. Кивнул я. Что это блин было, я на автомате снес ему голову, мои рефлексы как у Аяки. С Наруто что-то творится, Индра что думаешь? Задал вопрос Курама. Ничего особенного. Скрестил руки на груди Индра, смотря за мной. Аяка, увидев мои действия, улыбнулась. Резко оказавшаяся передо мной Аяка, занесла ногу для удара, перехватив ее ногу, откидывая ее от себя. Ты меня убить хочешь? Спросил я. А почему бы нет? Вскрикнула Аяка, налетая на меня в рукопашный бой. Несколько ударов пальцами мне в грудь, заставляющие меня захлебываться кровью, и контрольные, в грудь с разворота ноги, заставляя меня лететь. Скучно. Вздохнула Аяка, оказываясь сзади меня. Удар ноги отправляет меня обратно. Аяка, оказываясь сверху меня, наносит удар сверху вниз, вбивая меня в землю. Хлопок. Аяка скалилась как безумная, повернув голову. Она увидела Наруто на крыше, который буравил ее взглядом Ренингана. Баншу Тенин. Сказал я, притягивая Аяку к себе. Притянув Аяку перед собой, создавая черную сферу в руке. Чебаку Тенсей. Сфера начала поглощать заброшенные здания. В центре черной дыры была Аяка. Через пару минут. Всплеск черной энергии, разнес глыбу из камней в труху. Аяка возвышалась над землей, взмахивая крыльями летучей мыши черного цвета. «Это все?» Спросила Аяка, смотря на меня как на ничтожество. «Метеросу!» Крикнул я, направляя черное пламя на Аяку. Взмах крыла, и весь огонь развеивается по воздуху. «И ты в таком состоянии собираешься убить человека в маске?» Подняла бровь Аяка. Мика девушка оказывается передо мной. «Ты силен, несомненно. Но даже твои глаза не дают тебе должной силы, чтобы сравниться со мной», сказала Аяка спокойным голосом. «Чтобы победить тебя, мне потребуется тысячи лет тренировок, и то не факт, что я сравнюсь с тобой, ты становишься сильнее с каждым днем». «Так ты заметил». Аяка развернулась спиной ко мне. «В один момент. Тебе придется спасти меня от тьмы», сказала Дракула и исчезла в летучих мышах. Выдохнул я пошел брать контракт у Кокузо. День, когда все изменилось. Утром в столовой Пейн оповестил нас вестью. «У нас предатель». Кокузо, Саски, Сацуки, Дейдара, я, Сасари подумали на обитый зюцу. «Где Аяка?» Задал я сам себе вопрос. «Может, убивает кого-нибудь?» Ответил Курама. «Все возможно. Меня напрягают ее вчерашние слова, что она имеет в виду?» Произнес Индра. «Не знаю, но я сделаю все, что угодно для нее». Ответил я. Кабинет Пейна. Обитый недавно пришел ко мне. Начал Нагата. «И что?» «И что?» «Ну как тебе сказать?» «Он хочет покинуть организацию». Ошарошил меня Нагата. «Блядь!» «Ты не знаешь, куда пропал Аяка?» Задал я вопрос. «Нет. Хотя... Она в траве, по миссии вернется вечером». «Хорошо». Ответил я и пошел в комнату, что делился Аяка. «Вечер». Придя в комнату, я вырубился на несколько часов, я проснулся вечером от шума, точнее от грохотов и безумного смеха. Опять Хидден чудит? Встал я с кровати, но рухнул на пол и задавя щеки и жаждой убийства. «Наруто беги!» Сказал Нагата, влетая в мою комнату весь в крови. «Ты какого хрена ходишь?» Вскрикнул я. Дракула сошла с ума, ее сдерживают Саски и Сацуки. Она свихнулась, когда появился Тоби. Начало убивать всех и вся. Нагата упал на пол. «Тоби!» Прошипел я. Заметив в окне двух огромных самураев, фиолетового и серого цвета, я поборов страх встал и на ватных ногах пошел на крышу. «Хорошо, что комната была на последнем этаже. Я вышел на крышу. Аяка хватит!» Крикнула Сацуки и выстрелила черным пламенем в силуэт, что был весь в крови. «Каэс!» Аяка или кто-то похожи на нее, оскалился и бросился на Сацуки. Взмах метрового вечи и последующая за ним черная дуга, разрезающая Сусына напополам. Девушка, схватив Сацуки за голову, швырнула ее в сторону здания дождя. «Черт!» «Энтон Кагуцучи!» Крикнул Саски, окутывая Аяка черным пламенем. Аяка развеял огонь, взмахнув крыльями, оказавшись внутри Сусына за спиной у Чихи, вырубил его ударом по шее. «Не мешайтесь!» Сказала Дракула, выпустив крылья. Аяка понеслась вперед в неизвестное направление. «Блядь!» Выпустил я крылья и полетел за вампиром. Она убила всех кроме Сацуки и Саски, что с ней такое? «Не думай, Наруто, останови ее!» Крикнул Индра. «Через двадцать минут!» Я прибыл на поляну, что была сожжена дотла. Увидев силуэт в плаще, который держит два глаза на когтях двух пальцев, я ужаснулся. Глаза Аяка. Лучше бы я их не видел, да и улыбку тоже. Аяка разглядывала глаза обито на своих когтях, она была вся в крови, под ее ногами лежала истерзанная обито. Повернул глаза в мою сторону, Аяка улыбнулась и взмахнула рукой, отбрасывая глаза у чихи. «Аяка!» Позвал я. «Кто это?» Задала вопрос Аяка, а точнее уже Дракула. «Ты не помнишь свое имя?» Задал я вопрос, невольно делая шаг назад, но уперся в дерево. «Ответь, кто это или убью?» Начало подходить Аяка ко мне. Голос Дракулы был спокоен, в отличие от очень злой оры и глаз в которых была жажда убивать. «Наруто, ты не таково ты знал!» Сказал Индра со страхом. «Что произошло на миссии?» Задумался я. «Неважно. Приведи ее в чувство!» Заорал Курама. «Дракула, ты помнишь меня?» Спросил я, посмотрев ей в глаза. «С чего бы мне помнить человека?» Наклонила в бок голову Дракула. «Правда что ли?» Мои глаза расширились. Активировав мангёки, я захотел ввести ее в иллюзию, но чуть не лишился их. «Ух ты!» «Какая скорость!» Улыбнулась Дракула кровожадной улыбкой. «Да вырвать твои глазки не получится, придется убить тебя!» «Позволь мне см тебе, твое прошлое, которое ты делила со мной!» Прокричал я, покрывая себя цепями черного цвета. «Цепи у зумаки!» «Что-то знакомое, почему меня так бесит, что этот парень их использует?» Задалась вопросом Дракула, занося меч для удара. Меч, ударившись о цепи, разрушился. Глаза Дракулы расширились, но через мгновение сощурились. «Сера!» Выставил указательный палец Дракула, выстреливая в меня черным лучом. «Черная сера, не красная!» Удивился я. Цепи сдержали атаку, но я заплатил за это. Меня вырвало кровью. «Ебанат!» «Не используй мои цепи, мудозвон!» «Или сдохнешь!» Заорал Индра. Дракула замерла, в ее глазах появился страх, пошли кровавые слезы. «Вспомнила!» Спросил я хриплым голосом. Аяка, бросившись на меня, ударил в ослабленные цепи кулаком, разрушая их. Аяка сделала жест рукой, как будто отталкивает воздух. Меня вырвало кровью, а из-за чего, мою грудную клетку сломало, ребра вонзились в легкие, я рухнул на пол. Регенерация начала все заживлять. Дракула приставила меч к моему горлу. «Знаешь, что будет, если я нанесу порез?» «Ты исчезнешь!» Сказала спокойно Дракула. «Но почему я боюсь убить тебя?» «Почему я плачу?» «Ответить мне у Зумуки!» Крикнула Дракула. Ребра восстановились. «Ты любишь меня, глупая!» Улыбнулся я и ввел ее в иллюзию. Показав ей воспоминания, как я подружился с ней в приюте, как она призналась мне в любви, и как я получал от нее люли и прочее. Дракула выпустила меч из рук, который упал рядом со мной. Дракула сделала несколько шагов назад, рухнула на пятую точку, вжавшись в дерево. «Так вот про какую тьму ты говорила, Аяка или Дракула?» Спросил я, подходя к вампирше. «Не подходи!» Вскрикнула Дракула, отбрасывая меня порывом ветра. «Обойдешься!» Ответил я, оказываясь перед ней и беря в объятия. Дракула тряслась плача. «Я ранила того, кого люблю!» «Почему ты не боишься меня?» «Я... я...» Дракула не успела договорить, как я прервал ее поцелуем. «Я люблю тебя, дура, я заберу всю тьму, что внутри тебя!» Сказал я. «За дуру ответишь!» Прошипела Дракула, отскочив и ударив меня ногой с разворота. «Вот и твой взгляд стал мягче. Что изменило тебя, Драку?» Спросил я. «Обитые зецу обсуждали план?» «Он захотел повлиять на тебя, убив твою семью!» Сказала Дракула. «Ясно, это Аяка!» Начал я, но меня грубо прервали. «Дракула Наруто, я не знаю, кто такая Аяка, точнее я отказываюсь от имени тех тварей, что бросили меня!» Прорычала Дракула. «Вот как!» «Да мои родители, увидев, что я вампир, отдали впредь со словами, что такое чудовище должно гнить в приюте!» Стиснула клыки Дракула. «Восклицательный знак!» «Теперь будет не Аяка, Дракула!» «Твари!» Прорычала я. «Наруто, я убила твоих товарищей!» «Прости!» Опустила голову Дракула. «Саски и Сацуки живы, так что все хорошо, остался зецу, и можно будет жить спокойно!» «Ответил я, беря ее за руку!» «Пещера!» «Твою мать!» «Я не смогу воскресить маму!» «Хотя нет, есть один человек, что поможет мне, остался девятихвостый, у нас есть часть от восьмихвостого!» «Размышлял зецу!» «Во время нападения на лист, я забрал два хвоста восьмихвостого, и чакру Шукаку, как же хорошо, что у хвостатых есть сен чакры, которую я могу поглощать!» «О чем задумался?» «Спросил Кабута!» «Ты подготовил трупов к воскрешению?» «Спросил зецу!» «Да, я смогу воскресить его и еще несколько человек!» «Ответил Кабута с ухмылкой!» «Как ты получил кровь Ару-Чумару?» «Спросил зецу!» «Неважно, просто знай, что ему не стоило просить меня брать у него кровь!» «Ответил Кабута, клончиво!» «Тогда мы скоро нападем на лист, и заполучим к юбидумы, Мадара победит Наруто!» «Что насчет Дракулы?» «Спросил Кабута!» «У меня нет идей!» «Ответил зецу!» «Она сильнее мамы, если взять сыновей мамы, то ничего не получится!» «База Кацуки!» «Зайдя на базу, мы обнаружили чистую кухню!» «Это, где трупы?» «Я сожгла их!» «Ответила Сацуки!» «Понятно!» «Вздохнул я!» «А якобы ты пришла в себя?» «Вышел Саски из комнаты Кокуза!» «Я Дракул, не смей называть меня этим именем!» «Прорычала Дракула!» «Закинув Саски и Сацуки в иллюзию, показал им все, что надо было!» «Вот как ты убьешь их?» «Спросил Саски!» «Несомненно!» «Ответила Дракула!» «Так собираем манатки и уходим!» «Скомандовал я и пошел наверх!» «Наруто!» «Нагата и Канан живы, как и Дейдар и Скузи!» «Крикнул Саски!» «Отлично!» «Крикнул я в ответ и открыл дверь в свою комнату!» «Запечатав все нужные вещи, я вышел из комнаты, спускаясь на кухню!» «Да но что произошло?» «Спросил Дейдара сонным голосом!» «Предателей убивали!» «Ответил Нагата!» «Как ты восстановил ноги?» «Спросил я!» «Изучил свитки, которые мне дала Дракула-сан!» «Ответил Нагата!» «Наруто, у тебя еще есть фетиш на похищение сердец!» «Спросил Кокузо!» «А что?» «Ну, у меня одно пришло в негодность именно огонь!» «Ответил Кузи!» «Найдем по пути в Каноху!» «Ответил я!» «На следующий день!» «На подлете к Канохе!» «Мы приземлились на глиняной птице, в километре от Канохе!» «Ничего не изменилось!» Вздохнул Саски «Ага, пошли те в деревню!» «Пошел я в сторону ворот!» «Через десять минут!» «Нам преградил путь красноволосый парень и девушка с блондинистыми волосами, которые были заплетены в две косы!» «Коллекционер-сердец!» «Узумуки Наруто, ты арестован!» «Сказал парень!» «Хохменма ты брата не узнал?» Поднял я бровь! «Узнал, но так надо, тебя просто так не пропустит, братик!» «Сказала Нарука!» «Тогда я пройду силой!» «Оскалился я!» «Не стоит, я уже пришел, пошли в резиденцию!» Появился Минато в желтой молнии! «Кабинет Хакаги!» «Вот как так человек в маске, это не Мадара Абита!» «Удивился Минато!» Кушина зашла в кабинет!» «Братик Нагата!» «Удивилась Кушина!» «Привет, Кушина!» «Сказал Нагата!» «Я?» «Думала, что ты мертв!» Из глаз Кушиной пошли слезы! Не став смотреть на драмы между семьей, развернулся к отцу! «Ты можешь принять в Шинобика Кузудейдару и Канан?» «Да могу, но только в Анбу Дракулы!» Ответил Минато. «Ну и отлично!» Сказал я и закурил. «Саски и Сацуки, вы также живете у меня!» Развернулся я к оставшимся Учиха. Оба Учих кивнули. Дракула ушла к ублюдкам. «А что же мне делать?» Пав Дракула я подходила к дому, в котором родилась, через несколько секунд я постучала. «Кто там?» Спросил мужчина. «Доставка!» Ответила я. «Доставка?» «Доставка чего?» Открыл дверь мужчина. «Доставка смерти!» Оскалилась я, срубая голову когтями мужчине, что был моим отцом. «Дорогой!» Вышла женщина. Принимаю облик четырехлетней себя. «Аяка!» Женщина рухнула на пятую точку. «Зачем, мама?» «Зачем?» «Зачем ты бросила меня?» «Ты чудовище!» Закричала женщина. «Да ты права!» «Я чудовище!» Оскалилась я, создавая шар из крови отца. Метнула его в голову матери, взрывая ее голову и стену дома. Выйдя из дома, взлетела на крыльях на тридцать метров, сформировала сферу в руке черно-красного цвета. Отпустив сферу, наблюдала за уничтожением дома и рядом стоящих с ним хибар, выбегающие жители не успевали спастись. Взмахнув крыльями, полетела в сторону резиденция. Энт Пав Дракула. Выходя из резиденции, я заметил силуэт в небе. «Дракула, почему она выглядит как четырехлетняя?» Удивился я. Приземлившись рядом со мной, Дракула запрыгнула мне на спину. «Пошли домой!» Надула щеки Дракула. «Как в старые добрые да Драко!» «Ага, неси меня домой!» Приказала Дракула. «В пещере!» «Все готово!» Клан Учиха, нескольких юг, бывшие Каги, Семь мечников Тумана и прочие Шиноби. Сказал Кабута. «Отлично, начинаем нападение на лист, пусть белые зецу идут в сторону Канохи, пять миллионов под землей и пятнадцать миллионов по земле!» Сказал Зецул. «Хорошо, скоро Каюби будет наш!» Улыбнулся Кабута. Для Канохи все произошло внезапно даже слишком. В каждой точке деревни появились белые твари, что начали убивать гражданских слабых генинов. Сразу же появились анбуи разных отрядов, что начали выкашивать белых ублюдков. «Что это за хуйни?» «Про оролки бы!» «Я сам не знаю!» «Но в них горит сила юности!» Прокричал Ли, шибая голову с ноги белому зецу. «Идиоты, соберитесь!» Заорал Минма, ударяя двумя рассинганами в двух зецу. «Дом у Зумуки!» Дракула тут песец начался в Канохе. «Простонал я!» «Плевать, спи дальше!» Ответил вампирша поудобнее, укладываясь на мне. Саски и Сацуки выбежали из дома, понесшись в атаку. «Мои анбу разберутся, дорогой!» «Не волнуйся!» «Сказала Дракула, положив голову мне на плечо, и начала погружаться в царство Морфеи. Ну ладно!» Через несколько часов белых тварей становилось все больше, Шиноби давали отпор до одного момента. Через ворота Канохи пробежали несколько десятков теней с красными глазами, что устремились в толпу Зицу и начали уничтожать их с большой скоростью. «Спасены!» «Спецотряд прибыл!» «Сказал один Шиноби!» «Дракула сама нас защитит!» Крикнул Генин. «Хых, идиоты!» «Наши владыки плевать на людей!» Хмыкнул Гуль, размажив голову об землю одному из Зицу. «Это точно!» Ответил я, разрубая десяток Зицу. «Наруто сама, нам поручили следовать вашим переказам!» Преклонили колени Гули. «Хм, пятьдесят Гули!» «Ну тогда...» «Защищать деревню со всех фронтов!» Скомандовал я. «Я займусь основной проблемой!» Устремился я к воротам, которые служили выходом из деревни. Воскрешенные учихи сражались с Саски, Сацуки и Кокузо. «Блять!» «Они бессмертны!» Взвыл учиха младший. «Блин, Саски, заткнись и жди миму!» Крикнула Сацуки, разрубая своего соклановца напополам, но тот восстановился. «Котон адская боль!» Крикнул Кокузо, направляя волну пламени, в сторону десятка учих. «Футон порыв!» Крикнул я, усиливая технику Кузи. «Джинчурики!» «Шарингом!» Крикнул один из учих. «Ой, не сработало!» «На меня не влияют гинджуцу!» «Райтон цепная молния!» Сложил я печати, отправляя молнию в виде змея, которая зацепила двадцать учих. «Минма, давай!» «Фуин запечатывание Бога Смерти!» Закричал Минма. За спиной Красноволосого появился Шинигами. «Шинигами, сама мне нужна ваша помощь!» Обернулся Минма и преклонил колено перед Богом Смерти. «Хорошо, молец!» «Я помогу!» Ответил Шинигами и создал прозрачную руку, которая вытащила двадцать душ из пораженных молнией учих. «Спасибо!» Ответил Узумуки младше с улыбкой. Цепи Конвафусо. Запечатывание. Прокричал я, выпуская цепи из груди, которые пронзили несколько учих и запечатали их. Остался Фугаку, Итачи, Шису, Микото. «Я займусь от суммы Итачи!» Сказал Саски, посмотрев на меня. «На мне, мама Ишисуя!» Сказала Сасуки, подходя к учихам. «Ну тогда на мне!» «Ух, блядь!» Увидел я силуэт с длинными черными волосами и ренинганом в глазах, что стоял на ветке дерева. «Это Мадара, Наруто будь осторожен, хоть ты и сильнее его!» Предостерег меня Курама. «Да плевать кто он!» Пошел я в сторону Мадары. Так это Узумуки Наруто, хоть и меня воскресил Нагато перед своей смертью, и отдал мне ренинган. Пробраться в Канаху было непросто, Узумуки также сильны. Пришлось вырубить жену Хакаги, сломав ей шею. Еще я почувствовал Дракулу, это большая проблема, лучше бы я был мертвецом, чем живым. Закончил думать Мадара. К Мену подбежала Наруко вся в слезах. «Братец Мамы!» «Она!» «Ей сломали шею!» «Я застыл, Нагато был в доме Кушаны, Мадара живой прямо человек!» «Тон есть Мадара забрал ренинган Нагато, перед этим искоресил себя с помощью ринитинсей!» «Тварь!» Прорычал я. Мадара улыбнулся. Рядом со мной появилась тая летучих мышей. «Малыш Мадара!» «Давно не виделись!» Улыбнулась Дракула, из-за чего Мадара побледнел. «Дракула, ну мой, не лезь!» «Наруто, держи себя в руках!» Крикнул Эндра. «Хватит, не хочу сдерживаться!» Зарал я на Эндру. «Ну ладно!» «Наруто, я соболезную!» Сказала Дракула. «Так должно быть вот и все!» Ответил я. «Ты че такое говоришь?» «Должно быть!» «Твою мать убили, а ты нихуя не чувствуешь!» «Очнись, Наруто!» Зарал Курама. «Я чувствую только логнев, и я выпущу его на Мадару!» Прорычал я, оказавшись перед учхой. «Так ты, парень Дракулы, не знал, что Волод станет девушкой!» Сложил руки на груди Мадара. «Рядом со мной появляется Индра!» «Удачи, Наруто!» Крикнул от Суцуки, исчезая в молниях. «А я думал он будет помогать тебе!» «Что думаешь, начнем здесь или в другом месте?» «Ты ведь не хочешь навредить своим друзьям!» Улыбнулся Мадара. «Ха, молчишь, ну ладно!» «Тогда начнем здесь!» Оскалился бог Шиноби. Мадара занес руку для удара, которую я перехватил, и ударил его коленом в торс, сломав несколько ребер, из-за чего его отбросило в лес. Котон огненное уничтожение. Направил волну пламени Учиха в мою сторону. Шинротенсей. Пламя разбросило по лесу, начался пожар. «Что ренингом?» «Твою мать!» Он прямой потомок Эндры. Мадара начал покрываться синим скелетом. В Мадару летит цирикен из молний, который взрывается. «Я убью тебя!» Крикнула на руку. «Дура!» «Стой!» Крикнул я, но было поздно. Меч из синей чакры пробил живот на руку. «Сука!» Выпустил я черные цепи, разбивая Сусайну Учихи в труху. Подхватываю на руку на руке и отпрыгиваю. «Ха!» «Братец, прости!» Прохрепела на руку. «Заткнись, ничего не говори, идиотка!» «Я люблю тебя!» Поцеловала меня на руку. Во время поцелуя я дал ей свою кровь. «Я тоже!» Ответил я, положив ее на траву и создав барьер вокруг нее. «Так ты вампир?» «Интерес?» Мадара отлетает в деревья, проламывая их. «Убью, сука!» Ринулся я на Мадару с катаной. Мадара, призвав свою катану, начал со мной схватку. Мадара не поспевал я за моими движениями, ведь стиль Дракулы еще никто не использовал. «Твою мать!» «Этот стиль!» «Я труп!» Отчаянно подумал Мадара. Создав сусану в виде гуманоида, Мадара отправил метеорит на меня. «Это все?» Спросил я, выпуская мне крылья, и летя в сторону метеорита. Концентрирую мною в кулаке, ударяю в каменную глыбу. Грохот и последующие трещины. Метеорит разрушился в дребезге. Каменные глыбы начали падать вниз, разрушая лес и небольшие дома в лесу, где жили люди. Когда я находился в воздухе, заметил в Канохе, вспышки молнии и черной смолы, которые метались по всей деревне. Индра сражается с Зитсу. Хотя у нее свои счеты с ним. «Наруто в сторону!» Заорал Курама. Отлетев в сторону, я заметил луч чакры, который целился в меня. «Ха-ха-ха!» «Сэра!» «Ты решил применить технику Дракулы?» «Вот как выглядит сэр-вампира!» Выставил указательный палец в сторону учихи, концентрируя манну на когте. Образовался шар диаметром 20 сантиметров, через мгновение шар уменьшился вдвое, выстрел черной маны поглотил учиху. Сэра, ударив в землю, взорвалась, как атомная бомба, в небо ударила энергия от взрыва, образующей грибок. Меня отбросило взрывом, я полетел в сторону Канохи. Во время полета я начал снижаться и сбил кагото с ног, продолжая лететь, но меня остановили, схватив и вбив в землю. Дракула. Можно было бы и помягче. Прохрепел я, но отлетел в стены домов, пробивая их телом. Не мешайся под ногами, Наруто! Хмыкнула Дракула, разрубая толпу воскрешенных шиноби. Индра против зецу. Чертов недоносок! Ты портишь мои планы! Завали с чернильницей и сдохни! Выстрелил Индра молнией в черного зецу. Попавшая молния в зецу взорвала его, черная жидкость окропила всей дома поблизости, но через несколько секунд зецу снова восстановился. Блять! Фенпоинтон Райха! Возлетел от Суцуки в воздух и выпустил несколько фиолетовых молний в сторону зецу. Беспорядочные молнии, ударив в землю, начали разрушать ее, делая углубление, зецу уворачивался от молний, превращаясь в жидкость. Индра, перестав выпускать молнии, бросился на зецу, превращаясь в чистую стихию. Тем временем у Наруто. Вылезая из разрушенного дома, я хрустнул спиной, вправив позвоночник. Отец! Кинулся я в сторону резиденции. Два прошлых рая Каги и еще несколько ублюдков окружали Минато, у которого было кровотечение из живота и не было руки. Взмахнув крыльями, создаю поток воздуха, сдувающий прошлых Каги с крыши резиденции. Спасибо, сынок! Минато вырубился. Упавшие с крыши Каги оказались в невыгодном положении. Дракула, увидев новое мясо для развлечения, бросилась на них, с мечом наперевес. «Твою мать, Баншу Тенин!» Притянул я рая Каги к себе, пробивая его голову штырем из черного металла. Несколько взмахов мечом и прошлые Каги исчезают. «Тоже хочу себе такой клинок!» Подумал я, запечатывая рая Каги. Белые зецы укончились, мы нашли того, кто контролирует воскрешенных. Подошел Гуль к Дракуле. «Отлично, где он?» Спросила Дракула, запечатав меч себе в грудь. «Вот он!» Показал голову, как будто Гуль. «Молодцы, значит Саски и Сацуки целы!» Дракула замерла на полуслове и кинулась на огромной скорости к Сацуки, у которой угасала жизнь. Увидев ей лежевого мадару, в котором торчит стрела Сусана и Сацуки, у которой большая рана на животе от катаны Саски без сознания, всего в крови. «Ха, сестренка!» Открыла глаза Сацуки. «Заткнись!» «Где имен?» Дракула увидела голову у Зумуки младшего, но без тела. «Ха-ха-ха!» «За ноги отличная техника!» Прохрипел мадара. Глаза Дракулы налились кровью, белок стал черным, аура стала очень темной и злой. Встав Дракула обернулась, посмотрела на мадару, на миг глаза вампира сверкнули красным, и тело мадары разорвало в клочья. Драку! Появился я рядом и замер. Тело затряслось не от ауры Дракулы, а от страха. Мертвыми мы без головы, Саски лежащие в крови и без глаз, ведь из них льется кровь, Сацуки садила. С раной на животе. «Ты!» Начало Дракула, поворачивая боковой взгляд на меня. «Вылечи, Сацуки, если сможешь, я уничтожу зецу!» Дракула, не услышав мое возмущение, рассыпалась в пыль и исчезла. Бросившись к Сацуки, начал лечение. «Какого хрена рана не затягивается?» Орал я. «Потому что не должна?» «Наруто уже слишком поздно!» Прохрипела Сацуки. «Спаси моего младшего брата, а про меня забудь, я уже не жилец!» «Замолчи!» «Я?» «Я?» В горле встал ком, я понял, что Сацуки права, но я не останавливал лечение. «Блин!» «А я хотела завести детей с тобой, я думал об этом с самого детства!» «Заведешь!» «Сколько захочешь, только молчи!» Кричал я. «Наруто!» «Поцелуй меня еще раз, хочу поцеловаться с тобой перед смертью!» Я приблизился к Сацуки, поцеловав ее окровавленные губы и обнял очень слабо, из глаз пошли слезы, тело Сацуки обмякло. По лесу прошелся вопль, который слышала вся кинаха. Дракула, услышав вопль Наруто, озверелая ворвалась в бой Индры, не замечая, что убивает союзные шиноби, которые помогают Индре как могут. «Узумуки Наруто я забираю души твоих близких!» Сказал Шинигами. «Хрен тебе!» «Забирай мою душу и воскреси их!» Заорал я, невольно выпуская темную энергию, что ударило в небо, черным столбом маны. «Ты наш покровитель, как и Кьюби, так что помогай нам!» «Нет, уже поздно!» Ответил Шинигами. «Ну тогда, Ринитинсей!» Сложил я печати. «Наруто ты идиот!» Заорал Курама. «Моя чакра попала в тело Наруко, Минмы, Саски и Сацуки!» Сконцентрировавшись, отправляю поток чакры в тело матери и отца на всякий случай. «Сучонок! Как ты посмел?» Взревел Шинигами. «Пошел к черту!» Улыбнулся я и потерял сознание. Впервые меня обограли. «Блин, пришлось разозлиться для вида, ты слишком сильно заботишься о своих близких!» Улыбнулся Шинигами и исчез. «Сацуки!» «Я очнулась?» «Да, очнулась, хотя должна быть мертва. Последнее, что я увидела Шишигами с улыбкой Наруто, что лежит без сознания. Тут я услышала хрип брата и его кашель. «Саски!» «Сестренка, мы живы?» Спросил Саски. «Да, живы!» «Отлично!» «Какой нахрен отлично?» «У меня все тело болит!» Прокричал Минма. «Да, замолчите вы, надо братика вылечить!» Подошла Нарука. Нарука и я начали лечить Наруто. «Почему он не дышит?» Вскрикнула Нарука. «Кноха!» «Дракула!» «Черт, вычернила, так и не сдохнет!» «Индра уже почти без чакры, я увидела чакру, что летит в сторону дома Хакаги. Через некоторое время к нам присоединился Минато, но тоже было бесполезно, его Росинган уничтожал Черного, но тот восстанавливался снова и снова. Его надо запечатать!» Крикнула Индра. «Нужен Нару!» «Что?» «Его жизнь угасает?» «Но из-за чего?» «Встала я как вкопанная!» «Дракула что-то ка!» «Индра тоже замер!» «Нет!» «Не может быть!» «Индра не заметил, как плачет!» «Братец не мог!» «Не мог ведь!» «Индра начал покрываться тьмой!» «Сука, Зицу, это ты во всем виноват!» «Уничтожу и костей не оставлю!» Ринулся Индра на Зицу. Серый ренинг Нандры светился белым цветом, будто фонарь, его окружала черная, как мазут чакра. «Черт, плохо!» Обреченно подумал Зицу. «Чидари!» «Крикнул Индра, разрубая Зицу напополам!» «Из глаз Индры пошла кровь!» «Метеоросу!» «Пламя окутало Зицу, но никакого эффекта не было, пока меч не разрубил Зицу в фарш!» «Дракула!» «Индра сделал шаг назад!» Пустой взгляд вампир-то испугал его до усрачки, он захотел сквозь землю и провалиться!» «Почему?» «Почему, Наруто?» «Почему ты покинул меня?» Я не заметила, как снесла голову Шиноби, что подошел докладывать Минато. «Дракула-сан...» «Мой сын не умрет!» Крикнул Минато, хотя сам думал по-другому и пытался скрыть эмоции. Индра понесся в лес к Наруто, как и Дракула. Через две недели... «Твою мать, где я?» Задался я вопросом. «А опять тут... тьма?» «Каждый день одну и то же, интересно, как там остальные?» «Хотя... неважно, все нормально с ними Дракула, блять, я снова оставил ее одну. Наверняка меня похоронили или сожгли, дабы не воскресили. Странно, иногда тут появляется белый свет, который усиливается с каждым днем. Наруто, очнись!» Услышал я несколько голосов. Белый свет убрал тьму, и я увидел дверь. «Чего встал?» «Иди давай!» «Делать тебе тут нечего!» «Пнул меня Джошин!» «Спасибо, Джошин, сама!» Поклонился я. «Иди ты!» «Парень Дракулы, успокой ее, когда придешь и привет ее от меня!» Помахал рукой Джошин и удалился. «Так я был в аду?» «Так я не об этом думаю!» «Надо идти вперед!» «Кноха!» Я очнулся на больничной койке, повертев глазами увидел Дракулу, что сидит рядом и держит меня за руку. Глаза пустые, в которых нет ничего, кроме боли. «Блять!» «Я уже ненавижу себя!» «Дракула пошли домой!» «Брат-то очнулся!» Крикнул Ндро и бросился на меня с объятиями. Дракула очнулась, отбросив Ндро, из-за чего я смог встать. Мне по лицу прилетает пощечина, от которой вылетело несколько зубов, а потом меня сковали в объятия. «Идиот!» «Мудак!» «Ненавижу тебя, но и очень сильно люблю, да безумие люблю, я так рада, что ты очнулся!» Начало целовать меня Дракула в щеки и губы. «Отпусти, задушись!» Прохрепел я. «Курамас Пасеизия!» Заорал я на все подсознания. «Дай поспать, мудила!» Ответил злой лис. Прошло два часа, я прошел обследование, и меня выписали. Дракула с Ндро пошли на базу Анбу. Зайдя домой, я застал картину. У Чихосаски бухает как тварь, в углу комнаты лежит с двадцать бутылок саки, и более сотни бутылок водки. «Ты какого хуйма и запасы выпиваешь?» «Ога, допился, уже призраков вижу!» Усмехнулся У Чихо-младший. «Где Сацуки?» «И как ты восстановил глаза?» «Глаза неважно, Сацуки-ванбу!» Ответил У Чихо, выпивая саки из горла. Выхватив бутылку из его рук, разбивая ее об стену. «Иди проспись, придурок!» Развернулся я спиной к Саске и ушел. Придя домой, постучался в дверь, услышав шаги, приближающиеся к входной двери мне открыл Минму, чьи волосы бились седыми. «Брат! Я что призрака увидел?» Усмехнулся У Зумуки. «Ты чей?» С собой сделал идиот. Микой я обнимаю Минму, прижав его к себе. «Он живой!» «Живой!» Минма заплакал мне в плече. Вниз спускалась на рука, что увидев меня, бросилась к нам. Обняв своего брата и сестру, я сам заплакал. «Не пугай так больше, прошу тебя!» Вышел Минато из своего кабинета. Минато, мягко говоря, выглядел плохо очень, щетина, впала и щеки, мешки под глазами, тусклые глаза. «Сынок!» Вышла Кушина из души. «Привет, мам, я рад, что ты жива!» Улыбнулся я. Кушина, откинув детей, обняла меня. «Спасибо, Наруто!» «Я не могу позволить матери бросить своих детей, а против, если я переночую у тебя?» Спросил я. «Оставайся, это твой дом!» Улыбнулся Минато. Зайдя в дом, я обнял отца. Поужинав, я лег спать с на рука. На утро. Блять, встать не могу. Еле как, выйдя из комнаты меня, встретила счастливая Кушина. «Как ночь прошла!» Улыбнулась мама. «Меня изнасиловали!» «Правда, на рука мягче, чем Дракула!» «Пап, где Сацуки носит?» «Она на миссии!» Ответил Минато, выходя из души. «Откуда у Саски Шаринган?» «Сел я за стол!» «Это глаза Итачи!» Ответил Минато, усаживаясь за стол. «Вот как!» Минма спустился со второго этажа. «Не крась волосы, братец, тебе идет!» Минма кивнул. В дом зашла Сацуки. «Наруто!» Спросила очиха старшая. Кровавая убийца вернулась. Улыбнулась Кушина. «Привет, мам!» Улыбнулась Сацуки. Время замерло и снова пошло своим ходом, но когда время пошло, меня начали душить в объятиях. «Сацуки!» Я потерял сознание. Ой, хахах, не сдержалась!» Посмеялась Сацуки. «Я очнулся на чьих-то коленях, открыв глаза, увидел Дракулу, что спит, и во сне гладит меня по волосам. Не став ее будить, ведь мне жизнь дорога, я закрыл глаза, погружаясь в царство Морфеи. Через пару часов я почувствовал, как меня взяли на руки, уложили в кровать и очень нежно обняли. «Люблю!» Прошептала Дракула и моментально уснула. Перевернувшись, обнимаю в ответ и засыпаю. «Собрание двух Каги!» «Кноха слабла, давай нападем Анаки!» Предложила Мей. «Согласен!» Кивнула Анаки. «Что насчет тебя, Мифуня?» Спросила Анаки. «Извините, господа, но я останусь нейтралом в этой ситуации. Волосипец очень давно помог мне, когда жил в стране железе, создав оружие для нашей деревни». Ответил Мифуня. «Ночью, я открыл глаза, ведь дыхание Дракулы было не человеческим, а звериным, с рычащими нотками, аура Дракулы была не особо доброй. Наруто будь осторожен!» «Предостерег меня Курама!» «Все нормально, Курама!» Ответил я и провел рукой по серебряным волосам. Меня обняли, прижав к себе. «Не бойся, Нару, я не трону тебя!» Сказала Дракула. «Я последнее время эволюционирую, но почему-то в плохую сторону. Я не боюсь тебя, глупая!» Поцеловал ее в губы. «Спи, любимая!» «Угу!» Ответила Дракула и закрыла глаза. Утро, я проснулся, но встать мне не удалось, на мне развалилась Дракула и сопела на мне с улыбкой. «Дракула, дай мне встать!» «Не а ты моя подушка, так что будь хорошей подушкой!» Улеглась поудобнее Дракула. «Братец, утро давай вставай!» Вошла в комнату Наруко. «Не получится сестрица, а будить ее не стоит!» Сказал я, поглаживая девушку по волосам. «Заткнись или убью!» Прорычала Дракула. Наруко, вздохнув, вышло из моей комнаты. Прошло пять часов. Мимо и Наруко сидели за столом и беседовали, как вдруг по всему дому прошло. «Опчхи!» И последующий грохот в комнате Наруто. «Это че было?» Вскочил Минма. «Комната Наруто секундами ранее!» «Дракула, ты че?» Спросил я. «Погоди, я ща щас...» «Опчхи!» Книжные полки разлетелись в прах, а стул влетел в стену, одеяло взлетело в потолок. «Ахахахаха!» «Даров, брат!» Поздоровался Индра, вошедший в дом Хакаги. «Ага, привет!» «На нас тут напасть хотят!» Сказал радостный Ацуцуки. «Отлично, смогу проверить способности!» Отпила вино Дракула. «Какие деревни?» Спросил Минма. «Камень и туман!» Ответила Сацуки, что зашла следом за Индрой. «Алкаш там в порядке?» Посмотрел я на Сацуки. «Ага, после сломанных ребер все перестанут пить!» Улыбнулась Сацуки улыбкой маньяка. «Ну и терапия у тебя!» Сказала Нарука. «Индра, сколько до нападения!» Выпил я бокал с вином залпом. «Примерно дней пять?» «Может, меньше!» Налил себе вино Индра. «Ну как тебе свобода?» Взял я бокал, который наполнил Индра. «Мне нравится!» Ответила Ацуцуки. «Тебе бы понравилось, если бы ты открылся, Наруто!» Связался Курама с Индрой. «Еще рано, Курама!» Прокричал Индра. А девчонка засмущалась. «Он же догадается, что ты не парень, у тебя полно женственных черт!» Оскалился лис. «Отстать!» Ответила Индра. «Признайся ему уже!» Сказал Курама, смотря на Индру. «Он мой брат Курама, мне не нужен парень!» Улыбнулась Индра. «Ну тогда...» «У меня есть человеческое обличие!» Начал лис. «Нет!» «Мне нравятся саски!» Покраснела Индра. «Ебаный в рот!» «Ха-ха-ха-ха!» «Так во время тренировок, ты втюрилась в него!» Рассмеялся лис. «Отвали!» Индра прервала связь. «Тогда можно и навестить саски!» Встал я и пошел к выходу. Выйдя из дома, направился к своему дому. Открыв дверь, я увидел кристальную чистоту. «Неплохо!» «Оплохо!» Открывал я каждую дверь дома. Дело дошло до душа, где доносилось пение. «Блядь, саски опять за свое!» Хлопнул я себя по лбу. «Я тебя люю-люю-люю!» Запел саски. «Заткнись нахуй!» Крикнул я с кухни. «Не зачитаю!» Ответил очиха младший. «Через пять минут!» «Ну, хоть на человека стал похож!» Открыл я пачку сигарет и закурил. Я получил люлей от Сацуки. Дракула плохо на нее влияет. Сел саски за стол и вытащил сигарету из пачки, что была на столе. Саски поджег сигарету от пальца и выдохнул дым. «Наруто знаешь ты!» «Мудак!» Прервал я его. Саски кивнул. «Я знаю про Дракулу!» «Знаешь?» Переспросил очиха младший. «Она тебе не рассказала, да?» Приподнял бровь Саски. Я покачал головой. Она поглотила всех гулей, что создала, уничтожала две маленькие деревни, видишь ли, ее эволюция плохо сказывается на ней. Она не говорит тебе, ведь боится твоей реакции. Закончил Саски. «Дура!» Потушил я бычок и выкинул его в окно. Засунув руку в карман, достал таблетки. «Это что?» Спросил Саски, бурови упаковку с таблетками. «Неважно, так витамины!» Отмахнулся я. «Ха-ха, как же витамины, блядь!» Прорычал злобно лис. «Курама, хватит, я в порядке!» «В порядке!» Терпение лиса лопнуло. «Ты нихуя не в порядке!» Обучение Индра в мире призывов плохо повлияло на тебя, кровь Дракулы уже не лечит твой организм, тупой ты идиот!» «Хватит!» Захотел я прервать его. «Как долго ты будешь скрывать от Дракулы свою болезнь?» «Как долго?» Орал Кьюби. «Ты, придурок, умрешь через лет пять!» «Пять, сука!» «Ты мне дорог, придурок!» «Да ты Индру изменил!» «Изменил, блядь!» Курама уже ревел, заливаясь слезами. «Умру и умру, плевать, это не изменить!» Сказал я, прервав связь. Проглотив шесть таблеток, я запил их водой, состояние улучшилось. У него руки трясутся, взгляд болезненный, что-то тут нечисто!» Подумал Саски. Через три дня. Комната Наруто в доме Хакаги Я после тренировки с Минато пошел домой, через несколько минут я вошел в дом и отправился в свою комнату, зайдя в комнату, увидел Дракулу, которая сидела в кресле, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. «Ничего рассказать не хочешь?» Спросила Дракула. «Ты о чем?» Спросил я. «Мне каи-кто?» Рассказал о твоем недуге, так что рассказывай, пока я добрая. Приказала Дракула, пронзив меня злым взглядом красных глаз. «Я в порядке, Дракула!» Ответил я. «Да. А у кого сейчас кровь из носа идет?» Наклонила голову Дракула в бок. «Блядь!» Захотел достать я таблетки, но упаковка разлетелась от щелчка пальцев. Глаза Дракула излучали злобу и еще что-то. «Почему ты мне не рассказал?» Спросила Дракула, сверкнув глазами. «Потому, что ты ничего не изменила бы, как ни старалась». Дракула стиснула зубы, от нее пошла ки, на которую я уже не реагировал. Дракула встала с кресла и пошла в мою сторону, подойдя ко мне вплотную, она спросила. «Сколько тебе осталось?» «Пять лет, может, меньше». Индра, который стоял за дверью комнаты Наруто, все слышал и не мог поверить своим ушам. «Так это все по моей вине». Индра переместился молнией в другую комнату дома Хакаги. Дракула развернулась и легла на кровать, закрыв глаза. «Оставь меня одну, мне надо подумать», сказала Дракула. «Хорошо». Ответил я и вышел из комнаты. «Братец, все хорошо?» спросила Нарука. «Да, все хорошо». Погладил я ее по голове. Я решил пойти прогуляться, выйдя из дома, пошел в сторону парка. Ностальгия. Я тут и Дракула гуляли, когда сбегали из приюта, эхо времена были. Курама уже два дня не связывался с Наруто, он обдумывал план, как вылечить Наруто, но ничего не приходило в голову. Я сел на лавку, вспоминая, как сидел тут с маленькой Дракулой и расчесывал ее волосы. «Черт!» «Не хочу умирать, я не могу оставить ее одну». Взрыв в дальней части деревни прервал мои мысли. А вот и нападение. Оскалился я. Возлетев в воздух, направляюсь в сторону ворот, где началась битва. Более тысячи шиноби пробрались в Канаху и разделились по всей деревне. Однако большая часть шла по центру деревни, это было их ошибкой. Тень в плаще вылетела из дома Наруто и направилась в сторону шиноби тумана и камня. Через мгновение началась кровавая баня и послышались крики боли и отчаяния, мольба о помощи. «Спасите!» заорал шиноби камни. Находясь в воздухе, меня пробивал страх, с каким упоением Дракула косила шиноби тумана и камня. Посмотрев в сторону Каги, что подходили к резиденции, я полетел в их сторону. «И как вы тут появились?» спросил я приземлившись. «Печать призыва!» ответила Мей. «Сука, тебя еще тут не хватало!» Возлетела Анаки в воздух. Атомное расщепление. Меня окружил прозрачный куб, в котором я пропал. «Вот и все, с Дракулой будет так же!» улыбнулся Анаки. «Будет так же!» «Старик-то из ума выжил!» Стоял я за спиной Цучи Каги. Удар тыльной стороной ладони отправляет Цучи Каги в полет в дальнюю часть Канохи, но когда Анаки приземлился, он распался на камне. «Клон!» «Насрать!» «Стихи лавы!» «Поток!» произнесла Мей, выпуская волну лавы в сторону Наруто. Окружив себя цепями, защищаюсь от атаки Мей, и моментально контратакую. Катон огненный испепелений. Выпустил я фиолетовый огонь из рта. Мей не ожидала техники огня, ведь Наруто в отчетах пользуется ветром и молнией. Мей поглотил огонь, в котором она исчезла. Мне пришлось защищаться крыльями от каменных пуль Цучи Каги. Цучи Каги был очень быстр, он уворачивался от воздушных пуль и отправлял каменные, от которые я либо уклонялся, либо разрушал взмахами крыльев. Наших шиноби просто выпотрошили!» Удивился Анаки. «Не отвлекайся!» крикнул я, запуская шар из ветра, оснащенный огнем. Шар врезался в Цучи Каги, после взрыва, Анаки врезался в землю и потерял сознание от нескольких переломов. Стихи лавы, меч из пепеления души. Прошептала Мей, оказываясь за моей спиной и пробивая сердце. «Чертова болезнь!» «Я слаб, нет ни Ренингана, ни Шарингана, нет ничего!» «Ничего, блядь!» Я падал на землю, сердце было пробито, из меня хлистала кровь, в глазах помутнело. «Простите меня!» Сказал я напоследок и рухнул на землю, орошая ее кровью. «Дракула!» Разрезая новых ублюдков, я почему-то наслаждалась этими действиями, плевать свои чужие. Мне нужна кровь. Страдания, мучения жертв. Убью каждого, кто стоит на моем пути. Но все исчезло, все в один миг переменилось, когда я увидела смысл моего существования. Наруто с пробитым сердцем падает на землю, я прочитала по его губам слово, «Простите меня!» И он рухнул на землю. На меня напал Шиноби, которому я отрывала голову и вырвала сердце. Разорву всех в клочья и плевать на последствия. Тьма внутри меня, дай мне силу!» Обратилась, Дракула к тьме внутри себя, которая копилась, все сотни лет. В глазах Дракула потемнело, появилась безумная улыбка. «Кайз!» издала Дракула странный звук и бросилась на Мей и толпу Шиноби из союзников и врагов. «Чудовище!» Крикнула Мей. «Ах-ах-ах-ах!» Только и ответила Дракула, нападая на Мей. Оторвав руку Мей, она схватила ее за голову, сломав ей череп, из которого хлынула кровь. Последняя атака была еще более жестокой, Дракула взяла Мей за голову, вбив ее в стену здания и побежала, стирая голову Мизукаги как обнаждачную бумагу. Отбросив остатки тела Мей в резиденцию, Дракула разрубила Шиноби Канохи, напополам. «Ты что творишь?» Заорал Какаши, это было его ошибкой. «Кайз!» Дракула разрубает Какаши напополам мечом. Развернувшись вокруг своей оси, Дракула отрубает руку Гаю, что бросился на нее вратами. У Канохи появился новый враг в лице графа Дракулы. Дракула успокойся. Попросила Кушина, но, заметив тело Наруто, замерла. «Сынок!» Глаза Кушина расширились. Порыв ветра, что вырвался из Дракулы, разбросил тело Шиноби в разные стороны, тело Наруто не было исключением. Тело Наруто, пробив с десяток, а то и больше зданий, насадилось спиной, на арматуру пробивая почти все внутренние органы. Дракула бросилась на Кушину, но ее спас Индра, переместив ее в убежище. «Индра!» «О, Индротян!» удивилась Кушина. «Простите, Кушина-сан, я не спасла вашего сына, будьте здесь!» развернулась Индра. «Что с Наруто?» крикнул Кеба. «Отвечай, что с Наруто!» добавил Ноджи. «Его больше нет!» Глаза Индра наполнились слезами, которые хлынули потоком. Индра-то исчезла и посмотрела на бойню, которую лучше бы не видела. Дракула и более трех тысяч трупов вокруг нее. Она стоит на коленях, обнимая Наруто и заливаясь кровавыми слезами. «Чудовища тоже могут плакать!» прошептала Индра. Минма, Сацуки, Саски, Наруко и Минато после увиденного, начали с большей злобой разрубать оставшихся Шиноби. «Вернись ко мне, прошу тебя!» вскрикнула Дракула. «Наруто! Опять тьма? Зачем мне показывать страдания Дракулы, за что мне это?» «Я невольно плакал, мне всегда было больно видеть ее слезы, но теперь мне становилось очень больно, словами не передать, насколько мне тяжело наблюдать за этим. Те, кто бессмертен, не сможет найти счастье!» сказал высокий мужчина с рогами на голове и красными крыльями. «У него были черные волосы и красные глаза!» «Кто ты?» «Напрягся я!» «Люцифер!» ответил он. Оказавшись перед ним, врезал ему в лицо. «Так это ты обрек Дракулу на страдании, это из-за тебя, она потеряла воскресенье, и что было ей дорого раньше!» «Да это я!» ответил Люцифер. «Тварь!» замахнулся я, но мои руки с безумной скоростью оторвали. «Ра-а-а-а!» заорал я. «Ты единственный, кто смог влюбить в себя Дракулу, что она в тебе нашла!» «Ты мог быть ее старшим братом!» «Но никак не парнем!» наступил мне на горло прошлый владыка демонов. «Отпусти, Наруто, мразота!» появилась Индра, снося голову Люциферу. «Демон времени Индра Цуцуки, зачем ты здесь?» спросила голова Люцифера. «Вернуть Наруто, ценой своей жизни!» прокричала Индра. «Я не смог вымолвить ни слова, да я догадывался, что Индра не парень, он часто обнимал меня, и улыбался и прочее, но ее слова вергли меня в шок. Ха-ха-ха-х, вернуть его обратно!» Люцифер рассмеялся. «Почему не Ашура?» «Ты могла его воскресить, когда убила его своими руками!» «Заткнись!» пророчила Индра, выпуская киат которой, Люцифер заткнулся. «Я превзошла тебя и Дракулу в несколько раз, но не смогла победить Зитцуктон!» «Он создан с помощью Кагуя, он изучал техники запретного стиля, с помощью которых он стал бессмертным, если бы не меч Дракулы, вам настал бы конец!» ответил Люцифер, когда восстановился. Люцифер исчез, оставив меня и Индра наедине. «Пора тебе вернуться, братец, а мне пора на покой!» улыбнулась Индра. «Нет! Тебе! Нельзя! Я не выдержу твоего ухода!» заплакал я. «Это тебе нельзя оставлять Дракулу одну!» пронзила меня Индра взглядом, который не требовал возражений. Индра подошла ко мне и обняла, как в последний раз. Меня трясло, я обнимал Индру в ответ, ревяя ей в плече, она гладила меня по волосам, пытаясь успокоить, но эффекта не было. «Глупый младший брат, я люблю тебя! Всегда буду любить как брата!» улыбнулась Индра, рука которой засветилась, как и ее тело. «Помни, я буду всегда с тобой, в твоем сердце!» «Не забывай меня!» сказала Индра, засыпавшись белыми блестками. «Сты, Индра, Индра!» Я очнулся, резко встав, подлетел к телу Индры, падая на колени около нее. Рядом лежала Дракула, которую вырубила Индра и стерла ее воспоминания о себе, как и остальным. «Ринитенсей!» «Ринитенсей!» «Черт!» «Почему это не работает?» орал я. «Наруто это...» «Бесполезно!» ответил Курама хриплым голосом. «Братец, кто это?» спросила Нарука. «Что ты не помнишь ее?» «Это Индра!» «Нет, не помню!» ответила Нарука. Соски и остальные не помнили Индру, что ударило по мне. «Дура, что ты наделала?» «У меня началась истерика!» «Никто ее не помнит!» «Даже Соски и Сацуки, которые тренировались с ней, они думают, что это я их тренировал!» «А ренинга на меня?» «Из-за тренировок!» «Тренировок, блять!» «В этот день вся моя жизнь рухнула как карточный домик!» «Автор!» «Блять, Сара, соавтор, зачем так жестко Сэндра и Наруто?» «Нахуя?» «Я слезу даже пустил, правда, если бы не ты, то я убил бы почти всех персов, и закончил сюжет на плохом конце!» «Как обычно я умею, как в фонфике «Разаря вампир» другая версия!» «Конец автора!» «Я очнулся в больнице, не знаю, сколько времени прошло, но видимо...» «Я потерял сознание от эмоционального шока!» «Я оказался в подсознании, где подлетел к Кураме в человеческом облике и обнял его очень крепко!» «Наруто, это не сон, да?» «Спросил Кураму истерически!» «Нет, друг, это не сон!» «Чёрт!» Кураму снова залился слезами. «Он...» «Он...» «Был тем, кто принял меня после смерти Рикуда, был рядом...» «Но теперь его...» «Нет!» «Его нет, Наруто!» «Закричал Кураму плача!» «Да...» «Нет, Кураму...» «Глупая!» «Могла бы...» «Истереть воспоминания Курамы, он ведь может свихнуться от твоей смерти!» «Прошло несколько дней, Кураму постепенно успокаивался, но его мучили кошмары, он звал младшую сестру во сне!» «Так вот что у них за связь!» «Они стали семьёй!» «Встал я с больничной койки и пошёл к подоконнику!» «Распечатав пачку сигарет, я достал одну и зажёг её от пальца!» «Выдыхая дым, я смотрел в окно на конаху, которая восстановилась постепенно!» «Почти не осталось шиноби, если просканировать территорию, то можно насчитать тысячу жителей!» «Интересно, как там Дракула?» «Задумался я!» «В палату зашла Кушина!» «Сынок!» «Ты очнулся?» «Да, очнулся!» «Что с Курамой?» «Спросила Кушина, заметив слёзы бывшего лиса!» «Чёрт!» «Я бросился к Кураме, обняв его!» «Оставь нас и приведи Дракулу!» «Сказал я!» «Дракула пришла через два часа!» Её вид изменился. Красные глаза изменились, появилась чёрная склера, ногти стали длиннее. Посмотрев на меня Дракула, улыбнулась, но схватилась за голову. «Наруто меня мучают воспоминания о парне из клана Ацуцуки, мне кажется, что он был нам дорог!» Сказала девушка. «Это пройдёт, через некоторое время!» Ответил я грустным голосом. «Нет, я хочу знать!» Прокричала Дракула. «Я рассказал её все, во время рассказа у меня началась истерика, Дракула села рядом и обняла меня!» «Вот как, она тебе сказала не забывать её, так не забывай!» «Храня все воспоминания в себе, как бы больно от них не было!» «Хорошо, Дракула, и прости меня за мою смерть!» «Постараюсь!» Ответила Дракула. «Да она изменилась!» Саски рассказал мне, что творилось два месяца, пока я был в отрубе. Личность девушки, которую я знал и любил, перевернулась вверх дном. Любовь ко мне не изменилась, а вот к людям...» Дракула стала собой окончательно, презирала людей и могла их убить в любой момент. Она любила своих друзей, но ей плевать на остальных, увидит больного и плачущего ребёнка добьёт его, чтобы не мучился, ей плевать старик, ребёнок и так далее. «Всё ясно, я виноват в этом, что же я за тварь такая!» Прорычал я, опрокидывая стоп Кусаки. «Ладно, посмотрим, что будет дальше!» Сказал я сам себе, наливая в рюмку Саки. «Ну и с чего бы мне начать?» «Все наладилось?» «Да нет, хватит сопливых финалов и прочего дерьма, жизнь Шиноби короткая, каждый это знает, рано или поздно все умрут!» Миссия Анбу в огромном количестве, каждая миссия РНГС, или выше, ей Дейдара выполняли миссии каждый день. Кокоза стал заниматься банком Канохи, за что ему был благодарен Минато. Минмо через два года женился на Хинате, ох и пьянка там была! Нарука и Сацуки беременны. «Дракула уже родила дочь по имени Мака, через пять месяцев после моего возвращения из мира мёртвых. Мака быстро росла, прям очень, уже в год она была как четырёхлетняя девочка, с серебряными волосами и красными волосами, Мака была гордой как вампир, но не смотрела на всех свысока. Минмо через полгода станет Хакаги, Минато уйдёт в отставку, чтобы нянчиться с внуками. Я выпустил Кураму, он начал жить с нами в моём доме, мы до сих пор просыпаемся из-за кошмаров, ведь так и не можем смириться с потерей Мдры. Я освоился с Ренинганом, улучшил глаза до максимума, чтобы чакра не уходила слишком быстро. Помог с глазами Сацуки, ведь её глаза в некотором плане сильнее моих, остановка времени не шутка тем более на несколько часов, но после использования Мангёки Сацуки падает без чакры. Сацуки и Сацуки могут сливать свои сусанного едина, образуя серого вина с фиолетовыми узорами, ростом под 600 метров. Минмо стал сининым за место Джирайя. Нарука вступила в Анбу. Жизнь пошла своим чередом. Сацуки родила сына, которого назвали Индра, Нарука родила дочь и сына, Сору и Харуку. Продолжение следует... Продолжение следует...